Субтитры создавал DimaTorzok По зову сердца, не за награды, мы ищем свет в конце пути. Не страх потери, не боль утраты, нас не заставят с пути сойти. Это наша судьба, это наша работа, в поисках правды идти до конца. Это наша судьба, день и ночь, год от года, охранять ваши жизни и ваши сердца. О, наша машина. Дед, прости, мои барахли додать. Поедешь на такси? Ну, какая разница? Здрасте. Дед, вот ты мне объясни, ты едешь на три дня, а вещей набрал, как на целый месяц. Ну, а как иначе, как иначе, я ж в гости еду, подарки моему лучшему другу Семену, жене его, детям, внукам, я ж не могу с пустыми руками ехать. Дед, а мне подарок? И тебе тоже, ну, когда вернусь, разве я могу забыть своего любимого внука, а? Хочу трансформера большого, чтоб трансформировался в пука. Ну, если увижу, привезу. Я тебе куплю сама. Не надо, не надо его баловать. Ну, послушай, всего лишь игрушка. Знаешь, всего лишь игрушка, скажи, а где твой Женя? Между прочим, мог бы помочь вещи грузить. Мой Женя в клинике, у него дежурство. Проверь паспорт, билет, все проверь, пожалуйста. А где твоя Марина? Она тоже могла бы посидеть с ребенком? А Марина во вторую смену, понимаешь? Она не может посидеть с ребенком. А одного его тоже не могу оставить. Он последний раз устроил полет на Марс. Соседи второй раз его не переживут. Ну что, все нормально, все на месте? Все нормально, да. Ну, лучше, ты... Все, счастливо. Давайте. Дед, ты где поедешь? Впереди? Да мне все равно. Ну, тогда давай, ты впереди, а я вот сумку назад варю. Давай, счастливо, я тебя встретил. Кстати, спасибо за специальный подарок Семену. А это не мне, это вон Паша. Паш, спасибо. За что? Ну как, за табакерку. О, на здоровье. Ну, давайте, а то опоздаете. Ну, ладно, все, сейчас. Ну, все, поехали. Какой трансформер тут? Чтоб трансформировался в паука. Паука? Да. Сумасывайте. Ну, все, на горшок и в койку. Опаздывайте, капитан Лапин. Пробки, товарищ майор. Ну, кто опоздал, тот не успел. И куда же я опоздал, Александра Николаевна? Вы опоздали, Максим Петрович, на убийство. Вам достается ограбление магазина. Вот вам обрисочек, магазин хороший, вам понравится. Пойдемте, Роман. Пойдемте. О, я забыла. Ребята, у нас стажерка. Стажерка, девушка? Девушка. Это хорошо. Надеюсь, не блондинка? А то намучаемся мы с ней. Ну, стажерку я беру на себя. Да, вот этого я боюсь больше всего. Саша, изолируйся в Режевскую, а то мы мучаемся мы вдвойне. Пойдем изолироваться. Пойдем изолироваться. Ну, вот, здесь я деду подарок окупил, а Маринке забыл. Давай, сестрок, помогай. О, смотри, мы тут и ей подарок подыщем. Здравствуйте, чем могу быть полезнее? Ну, что, Яков Аркадьевич? Вадим Антонов, пытали. Причем довольно жестоко. Да я знаю его. Сочувствую. Так, значит, придется передать дело, раз знакомый? Нет, мы не знакомы, я просто у него покупала сувениры, он продавец в магазине. Есть что-нибудь интересное? Нет, у него отпечатков пальцев и все. А орудия преступления? Нашли, но их, естественно, протерли. Ну, понятно. А где вообще Сорокин? Уважаемый прокурорский работник уже ушел. Все осмотрел. Пожелал успехов. Слава богу. Так, кто нашел труп? Хозяйка квартирная. Пришла за деньгами, а тут ей подарочек. Где она? У соседей. С ней Стрижавский разговаривает. Так мы труп увозим? Ну, конечно, увозить. КОНЕЦ Все обездельничаешь. Я так думаю. Кого убили? Продавца из торгового центра. Пытали, потом убили. Как твои дела? Что окрали в магазине? Диски с камер видеонаблюдения за вчерашний день. Что там было зафиксировано? Не знаю. В общем, пока продавцы ночью по залам ходили, кто-то забрался в помещение и спер подчистую все диски. Валет, переложи сюда. Отстань. Да. Здравствуйте. А здесь находится опергруппа Старковой. Опачки. Это мы. Здравствуйте. Здрасте. Я Екатерина Наумова. Буду вас стажироваться. Да, нас предупреждали. Ну, знакомьтесь. Вот это вот капитан Максим Лапин. Очень приятно. А вот этот вот прекрасный молодой человек, который не может оторвать взгляд от ваших ног, старший лейтенант Роман Стрижевский. А между прочим, в Соединенных Штатах Америки вас могли бы привлечь к ответственности за сексуальное домогательство с использованием служебного положения. А в Америке негров линчуют? М-м-м, да. Ну, в таком случае у нас медведи по улицам гуляют. Слушай, утро начинается с конфликтов. Сработается. Александра Николаевна, я очень много о вас наслышанной и очень хочу с вами работать. Правда. Ведь у вас самый высокий процент раскрываемости. А еще я знаю, что вы внучка Василия Федоровича Старкова. А он легенда сыска. Легенда, он легенда. Присаживайтесь, Катя. Спасибо. Значит так, ребят, я только что из прокуратуры. Господина Сорокина терзает сомнения. У нас есть убитый продавец и ограбление в торговом центре, где работал этот продавец. Какова вероятность, что эти события связаны? Низкая. Почему? Оба преступления произошли в одну и ту же ночь. Следовательно, когда громили магазин, сотрудника магазина убивали дома. Но преступники не могли в одно и то же время находиться в двух местах. Если у них крутая тачка, могли успеть в оба места. Теоретически. Ну, парня убили, скорее всего, при ограблении. А диски украли. Просто украли. Не знаю почему. Я не думаю, что между этим преступлением есть какая-то связь. Тебя что мучает? Ну, возможно, мы смешиваем круглое с мягким, но диски украдены. И то, что видел убитый продавец, мы не узнаем. Кстати, как и меня с моим братом, мы тоже вчера были в этом торговом центре и сделали им месячную выручку. Чувствую, что связь есть, но иллюзорная. Связь может быть реальная, если предположить, что его пытали перед тем, как убить, а убили для того, чтобы он не рассказал, почему его пытали. А что, если продавца убил ревнивый муж любовницы? А диски украли, чтобы скрыть воровство? Здорово. Ну, может быть, всякое. Сейчас, простите. Да, Паш, сейчас подожди секундочку. Значит так, ребята, мы с Максимом займемся окружением убитого. А вы с Катей будете раскручивать торговый центр. Что я? Почему не Макс? Он же был в магазине. Ну, во-первых, мне нужен свежий взгляд. А во-вторых, ты, наконец-то, сможешь вдоволь накомандоваться. Мне хотелось бы с вами. Катюш, у нас в группе все профессионалы. И у каждого можно чему-нибудь научиться. Да, Паш, прости, ты еще слушаешь? Налицо неправильное использование сотрудника. Ром, не переходи границы. Все, приказы не обсуждаются. Что, Паш, ты говоришь? Спасибо, что ты приехала. Чего мы здесь сидим? Годим домой. Нет, подожди. Я вот хочу, чтобы ты... Чтоб вот это у тебя побыло. Вот это вот? Ну... То, что я тебя отговаривала покупать у меня дома? Саш, Саш, ну... Я понимаю. Мне уже Маринка все плешь проела. Она говорит, я не потерплю, это безвкусица. А я тебя предупреждала. Нет, я понимаю, слушай, но мне жалко выбрасывать. Ну, деду же понравилась табакерка. А может, и она передумает. Пусть побудет у тебя. День, два, может, недельку. Ну, смотри, какая хорошая вещь. К деньгам? Да. А зарплату мне повысит? Обязательно. Обещаешь? Обещаю, это же дерево счастья. Ну, пусть побудет. Какой кошмар. Значит так, последняя инструкция. Я главный, и беседу веду я. А я думала, мы идем проводить допрос? Думала. Думать буду тоже я. Ну, а если продавец откажется давать показания? Тогда я даю тебе команду. Ты его бьешь несколько точек. Мы ему заломаем, одеваем наручники. И право у меня допрос с пристрастием. Ага, а можно еще вопрос? Да. Когда? Что когда? Когда мы перейдем к делу. Пойдем к делу. Скажите, а вы не догадываетесь, кто мог напасть на ваш магазин? Да нет, я здесь просто работаю. Вы хозяина спросите, его Тарас зовут. Его мы тоже спросим. А что тогда ко мне пришли? Меня вообще вчера в городе не было. Приехал сегодня. А, да. Еще сменщика можно спросить. Вадима. Угу. Вадим, Вадим Антонов? Да, только он будет послезавтра. Не, Валикой не будет. Вадика убили. Ну, жаль парня. Пусть земля ему будет пухом. А что-то вы не выглядите слишком расстроенным. Нет, но мы работали вместе, но особо не дружили. Он сам по себе, я сам по себе. Как вы думаете, его смерть и нападение на ваш магазин как-то связаны? Это ж вам виднее. Я в таких делах не разбираюсь. Вашего коллегу убили. Магазин разгромили. А вы ведете себя, будто так и надо. А что вы хотите? Чтобы я руки заламывал? Ну, разгромили магазин, но он не мой. И с Вадиком мы на бурдершафт не пили. Ну, досадно, что его убили. Но я-то с этим что могу поделать? Это ваша работа, не моя. И вообще, ребята, вы... Вы меня очень сильно отвлекаете. Хозяин хочет, чтобы к вечеру здесь все блестело. Упущенная прибыль. Слыхали про такую? Послушайте, вы... Не будем вас отвлекать, понадобитесь с вызовом и повесткой. Всего хорошего. Всегда пожалуйста. Доброе утро. А, здравствуй, Александра. Знаешь, почему европейцы считали русских дикарями? Потому что полагали наши пытки грубыми и некуртуазными. Сплошной моветон и никакого эстетического наслаждения. Да, давненько я такого не видел. Лет десять как... Яков Аркадыч, вы не могли бы ускорить рассказ? Вечно-то, Александр, торопишься. Ну, хорошо. Парня пытали, как в начале девяностых. Без изысков. Пассатижине. То есть, вы хотите сказать, что пытки были импровизационные? Они не могли чего-то добиться и решили испачкать руки? Ну, да, да, да. Но, тем не менее, опыт у ребят явно был. Сработано хоть неаккуратно, но вполне профессионально. Кстати, говорить он мог до самого конца. Хорошо бы, конечно, узнать, что от него хотели. Но, я думаю, не получится. Можно я подожду вас там? Да, конечно, конечно. Ради бога, извините. Да? Это ведь вы вчера в магазине «Подарки» приобрели сувениры. Да, это я. Как хорошо, что я вас нашёл. Понимаете, дело в том, что я владелец этого чёртова магазина. Ага. И, ну, так неудобно получилось. Наш клиент, очень важный клиент, постоянный клиент, он заказал у нас вот эти сувениры. А потом произошла нелепая ошибка, и их продали вам. Если бы вы были так любезны и вернули нам товар, мы сразу бы вернули вам деньги. Ну... Договорились? Конечно, конечно, никаких проблем. Замечательно. Только о чём идёт речь? Я покупал дерево счастья и табакерку с инкрустацией. Дерево не понравилось моей жене, и я отдал его сестре. А табакерка у деда, но он вернётся только через несколько дней. Ваш? Да. Ну как? Папа, пошли на машинке, на машинке, папа! На машинке? Подожди, я разговариваю. Симпатичный мальчишка. О, не перехвалите. Я... ещё раз извините, я понимаю, что я мешаю вам общаться с сылом, А вот, вы говорите, сестра. А как её можно найти? Вы знаете, проще всего на работе. Она там днюет и ночует. А где она работает? Тётя Саша работает в милиции. Где? В милиции, да. В местном ОВД. А. Знаете что? Позвоните ей, это будет проще всего. О, пожалуйста. Да, спасибо. Я? Я обязательно ей позвоню. А... Скажите, А как вы меня нашли? Очень просто. Запись с камеры видеонаблюдения. Мы определили номер вашей машины, а... А потом узнали адрес. А ваша соседка сказала, что вы здесь, в парке. С Синишкой. Здесь? Я сказала тёте Сине, что мы пойдём в парк на аттракционы. Пошли, парк. Ну, пошли, пошли. Пошли. Да, Саша, я уже к дверям подхожу. А значит, успею приготовить тебе сюрприз. Но ты всё равно не задерживайся, ладно? Всё. Жду, целую. Так, так, так. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саша, Саша, ты не можешь приехать поскорее, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Женька, ты точно не видел? Ну, сколько можно спрашивать, Саша? Ну, темно же было, не видно ничего. Жень, а что ты вообще полез в квартиру? Макс! Я, я... Ну, извини, извини. Явно что-то искали, Саша. Явно. Кстати, где дед? Дед уехал в Самару к другу. Слушайте, вам замки нужно менять, их же скрепки открыть можно. Можно я этим не сейчас займусь? Хорошо. Значит так, есть следы взлома, работали вполне профессионально, и вот еще. Подарочек. Комару вы отдай. Отдам Комару. Саша, нужен список похищенных вещей. Знаешь, я посмотрела, ну, так вроде все на местах. Повезло. Слушай, зеленкой, зеленкой надо. Ой, не учил ученого, а? Зеленкой. Перекисью надо, зеленкой. Рассказывать мне тут. Женя, а как ты сюда вошел? Через дверь как я вошел? Она была открыта? Дверь была закрыта. У нас есть запасные ключи. Ладно, ребят, давайте на сегодня все. Саша, пальчики сходи, а экспертиза, а? Ну, давай не сегодня, я прошу тебя. Ром, ты обратил внимание, когда грабят своих, работать невозможно. Ну, пойдем. Пройтись по своим информаторам, может, не ведут на грабителя. Ну, пройдись по информаторам. Спасибо. Свет выключите, ребят. Ром, найди, где свет включается. Вот. Ну, раз нашел, туши тогда. Тебе очень больно, да? Ничего, до свадьбы заживет. Слушай, а давай врача вызовем? Саша, ты что, Саша? Чего? Ну, ты забыла. Ну, я же сам врач. Что, я не знаю, что делать, что ли, надо? Смешно, конечно. Ну, да, перекисью. Ты сейчас не врач. Ты сейчас мой герой. Ой, да ладно, герой, вон, не смог грабителей задержать. Опозорился перед твоими сотрудниками, подчиненными. А ты мне обещал что-то рассказать. Ага. Тут такое дело. Ой, а что это? А? Это дерево счастья. Мне Паша на хранение оставил. Деньги, говорят, приносят. Ну, что-то пока не очень. Деньги, ты моя счастье. Ты моя счастье. Так, подожди, не отвлекайся. Говори. Ну, в общем, меня пригласили работать за границей, в Америке. Выезд через полгода, но я без тебя не хочу ехать. Ну, а как же моя работа? А дед? Саш, ну, ну, еще есть время, полгода. Успеем все обдумать, принять решение. Сыграем, наконец, свадьбу? Пора уже, Саша. Пора свадьбу сыграть, Саша. Ага. Интересуйтесь чем-то конкретным? У нас есть новинки кинопроката? Или, может быть, какая-нибудь коллекция? Электронная версия уголовного кодекса. Да, лейтенант. Старшой. Ну, что? Как насчет моего заказа? Да я ни в чем не виноват, я ничего не сделал. Торгую тут понемногу кошельками. Не желаете? Так, никаких продавцов я здесь не вижу, так что отвечать будешь по полной. Ну, что ты ко мне пристал? Ты же мой любимый клиент. Ладно, ладно, давай серьезно. Скажи мне, у кого зуб на майора Старкова? Да ты что, лейтенант, вообще того? Ну, кто ж на внучку генерала замахнется? Кто-то вылез в ее квартиру, я хочу знать кто. Есть у нас в районе один отморозок, погонял укол, он на игле, ему по баравану куда лезть. Ну, а имя у этого пола есть? Витьком зовут, фамилию не знаю. Ну, вот, поищи его здесь. Благодарю за сотрудничество, гражданин Бубенцов. Подарок не желаете? Выбор богатый. Ликвидация без реализации. О, Саша, ты как раз кстати. Я тут исследовал твой фонарь. Я вообще-то расследую убийство. Да, я понимаю, но я просто подумал. Набрасно вы так подумали. Я буду решать проблемы по мере их поступления. А нападения на квартиру моего дедушки стоят в списке последним. Саша, тебе не говорили что-то странное? Говорили. И так. По убийству Антонова ничего нет. Отпечатки смазаны, использовать их нельзя. Кстати, видеозаписи с камер слежения из этого магазина мне твои ребятки так и не принесли. А потому что их нет. Ромка установил, что это единственное, то, что украли из супермаркета. Странно, на обычных воров не похоже. А где охрана была? Охраны тоже нет. Магазины храняются только от покупателей. Поэтому грабеж обнаружили только утром. Организация на грани фантастики. Ну что, значит, получается, что по магазину полный ноль. Ну почему же полный ноль? Я изучил сигнализацию разбитой лавки. Примитивная система, самая дешевая. Такую вырубить, расплюнуть. Чайку не хочешь? Что? Чайку не хочешь? А, нет. Кто там? Из ДЭЗа. Показатели счетчика снимаем. Не двигаться, милиция! Где укол? Куда вы? Куда? Что это? Есть укол? Что с ним? Его зовут Виктор. Влечу я его так от заразы этой, от наркомании. А он согласен? Да если бы он не был согласен, разве бы я его удержала? Мама, мне плохо. Мне плохо, мама. Потерпи, мой хороший, потерпи. Потерпи, скоро все кончится. И давно в таком состоянии? Полторы недели уже. А он мог куда-нибудь выйти? Ну, сами посудите, куда он мог выйти. Он на ногах еле держится. Извините, извините, произошло недоразумение. Что себе недоразумение у них произошло? Вот вы мне скажите, почему как только что случается, вы сразу к нам идете, недоразумение у них? Репутация, наверное, такая. Какая такая репутация? До свидания. До свидания. Прощайте. Продолжаю. Сигнализацию не вырубали, ее отключили. И, судя по всему, родным ключом. Это значит? Это значит, что в магазине должен был быть свой человек. Или они где-то раздобыли ключ. Ну, убитого продавца мы ключи не нашли. Не знаю, убивать человека ради какого-то ключа, это не слишком ли? Ну да. Ну да, значит, дело в чем-то другом. А про фонарь узнать не хочешь? Ну? На нем есть отпечаток. И он есть в базе данных. Принадлежит некому Тарасу Богданову, который специализировался на контрабанде драгоценных камней. Тарас Богданов. Тарас Богданов. Это же как раз директор магазина. Где лавка сувенирная? Что ему нужно было в квартире твоего деда? Он специализировался именно на бриллиантах. На бриллиантов твоего деда нет. Сейчас. Сейчас. Макс. Алло. Максим, выясни, пожалуйста, где находится сейчас директор этого магазина? Да, да, сувенирные лавки. Ты знаешь, что похоже, что это и есть наш ночной гость. Зовут Тарас Богданов. Все, я домой еду, мне надо кое-что проверить. Пока. 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 Подождите, подождите. Мне нужно поговорить с вашим хозяином. Вы извините, его сегодня нет и не будет. У нас учет. Учет. Это хорошо. Учет. 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 Предчувствия ее не обманули. Да, Антошка, чего звонишь? Алло, ты и Саша. Опа. Иди погуляй. Хорошо? Алло. Вышела? Угу. Ну вот, если хочешь получить его целиком, а не по частям, сделаешь все, как я скажу. Поняла. Молодец. Мне нужно дерево счастья, которое передал тебе твой брат. Оно у тебя. Где гарантии, что вы отдадите мальчика? Гарантии? Ну, гарантии такие. Это твоя покладистость. И главное, никакой милиции. Хорошо. Я привезу дерево. Ну, вот и ладушки. Встретимся через полтора часа. Ты будешь одна, да? Да. Молодец. Ты ж понимаешь, за тобой буду следить. Записывай адрес. Говорите, я запомню. Что-то ты сегодня не в форме. Не говори. Все, все еще работает. Теряю квалификацию. Так, почаще заходи. А то у тебя все преступники поразбегутся, нам потом отлавливают. Ага. Извини. Да, Макс. Так. Да. Да, я понял. Понял. Борь, можно тебя? Что там? Слушай, срочно нужна твоя помощь с ребятами. Ром, ну ты правила знаешь. Я правила знаю. Сейчас не тот случай. Некогда оформлять документы. Ну, он с меня причитается. Как всегда. Слушай, ну и как всегда. Пойдем, объясни, что случилось. Значит так, слушай. Я сделала все, как вы договаривались. Где мальчиков? Молодец. Только говорить будешь, когда я разрешу. Хвоста нет, я проверил. Зачем? Страховка. Мадам, небольшой шмон. Оружия нет. Где дерево? Где мальчик? Сначала дерево. Сначала Антон. Антон. Отпусти. Я сказал, сначала дерево. Отпусти. Отпусти. Иди. Дерево на заднем сидении. Ну что, все в порядке? Да, они сказали, что это игра. Они все в масках, а ты без маски. Почему? Ну, потому что это игра. Так. Ну вот и все. Я так устал. Здесь не хватает одного камня. Где? Может, мы домой пойдем? Сейчас, они уедут, и мы пойдем. Может, он потерялся просто? Черта с два. Здесь следы инструментов. Она все просекла. Бежим. Быстро за ними! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брячься, мои улицы! Быстро, беги, брячься! Быстро! Брян! Не рыпайся! Иначе мальчишке не жить! Сука! И что теперь с ней делать будем? Зароем их здесь. И концы в воду. Придется. Стрягого выхода нет. Стоять, милиция! Антон! Все в порядке? Тебе не больно? Все в порядке? Мы их забираем и поехали. Там в машине еще один. Да, там наш уже работает. Спасибо. Александр Николаевич. Ну, чего? Борь, с меня причитается! Да ладно! Антошка, пойди посиди у меня в машине. Вон она. Ну, ты и не дура после этого, а? Мы могли не успеть. Дура. Как вы вообще здесь оказались? Я искал Богданова. Посетил магазин. Там его не оказалось. Пишел и увидел, как насоски рвану после меня к своей машине. Я сел ему на хвост. Он меня привел в школе, где Антошка учится. И там к нему быстро сели Богданов и Антошка. Я ничего не успел сделать. Позвонил Ромке. Ну, почему ты не позвонила? Ты понимаешь, с чем это могло кончиться? Ну, ладно, ну, чего ты? Ну, ладно, мужики. О, кстати! У меня там колесо проголотое. Надо сменить. Колесо и хорошо. И все-таки, Александра Николаевна, вы поступили легкомысленно. Спасибо, ребята. Они меня посли, понимаешь, я это видела. С меня бздаки и форсили, вы бы всем шкур сняли. Я думала, что все пойдет. Я не знала, что они меня раскусят. Главное было забрать Антона. Потом объявили бы в розыск. Правда? Обычный русский авось. Зато мы можем закрыть сразу два дела. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что это наши уголовнички разгромили магазин и убили продавца. Все-таки доказательств лучше подсобрать. Какие еще доказательства? Налицо налаженный канал катарабанды драгоценных камней. Тарас получал бриллианты в виде сувенирных деревьев и передавал там Носовскому, или как его, второму. Вот, Антонов этого не знал и продал дерево. С этого начался весь сырбор. Макс прав. Дополнительные доказательства по контрабанде нужны. Ай! Когда мы уже поедем? Садись. Курточку? А, прости. Эй, господа хорошие, меня кто-нибудь подбросит? Здесь метро нет. Ну, в принципе, ты прав. Сегодня моя очередь. Давай, садись, Ром. Слушай, а дерево все-таки могло стать счастливым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это наша судьба Это наша работа В поисках правды идти до конца Это наша судьба День и ночь, год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, Саша Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ух ты! О, здорово! Привет! Будьте добры, пожалуйста, подождите в переговорной а с вами поговорят в другом месте Спасибо Пойдем Ну и что это у нас с клиентом? Ну, я так полагаю, вы мне расскажете Одет он как султан Это, конечно, очень поможет следствию Ну, если ты так ставишь вопрос то его зарезали А орудия убийства, я так понимаю, нет Пока ничего нет Но я еще не закончил Ну ладно, я не буду вам мешать Ну ладно Это Анастасия Коблик Наш бухгалтер Здрасте Здрасте С вами поговорят с соседями в кабинете Оставьте нас, пожалуйста, мне Прошу Спасибо У вас часто маскарады проходят? Нет, ну что вы Это просто особый случай Три года со дня основания фермы Хотелось Устроить что-нибудь особенное Вот Устроили А сотрудники знали об этом заранее? Конечно Да нет, что вы, это не они Нет, я в своих людях уверен как в себе Мне бы ваша оптимизма Скажите, пожалуйста У Гуреева же наверняка были завистники Но он ведь занимался гипостом Вообще Руслан был душой любой компании И в работе прекрасно разбирался Вообще Золотой человек Я даже не представляю, как Мы это понятны Ну ладно Опишите, пожалуйста, как происходила вечеринка Что делал Гуреев И как вы его нашли Прошу прощения за фантазии Но в этом образе вы не представляете парящий в ней Это же костюм пчелы Угу Ну вообще-то я другое хотела Просто моего размера только этот остался Он вам очень идет Кстати, я Рома А номер телефона спросишь потом? А, я как раз хотел спросить О Татьяне Как она обнаружила тело Угу Это вышло совершенно случайно Мы с Валей, ну С Валентином Гунько Хотели поговорить подальше от остальных Зашли в кабинет, думали там никого нет, а там он Мертвый Я вообще ужасно испугалась Никогда мертвецов не видела А вы случайно не видели Может быть в коридоре Кого-нибудь из незнакомых? Никого Даже если б видела Все же в масках были Ну да, я заметила Да Где Лапина? Допрошусь в колбок Кого? Финдиректора Ага Продолжайте Ой, ну и строгая у вас начальница Это вам только кажется На самом деле Она Добрейшей души человека Не отвлекайся А, да И еще раз, как вы обнаружили труп? Фух, Саш, скажи мне, почему как в убийство Так ни одного свидетеля И куча подозреваемых И все без алими Ты забыл еще, что нет о роде убийства И убитый ангел не подкопаешься Да, настоящий классический детектив Ага Мы запутаемся в расследовании Появляется что-то типа Арчи Гудрин Не дай Бог Думаю, нет Придется самим Кстати, чего Коблик? Чего Коблик? Ничего не видела, не знает Ёлки-папки, сколько же провозились-то истории Александра Николаевна Что завтра делаем? Завтра мы с Максимом емем к жене Гуреева А ты иди к Коблик Покрути ее Чего-то не верю я в ее чистоту Может и Катюся возьмем? Это что-то наводит без работы Катю Возьми Катю Все, пока, мужики Пока Ну что, поехали? Шарик Ой Ну прости Саша Прости меня Ладно, я уже привык Я думала, ты ляжешь спать Нет, я решил тебя дождаться Ужин всегда приятнее вдвоем Ужинать, ужинать, ужинать Что, тяжелый день был? Ах, как вкусно пахнет Ай, картошечка Ну я не знаю, я не разобралась еще Ну, как ты? Да, ничего интересного Ну? Ой, сейчас, погоди, погоди, погоди Куда ты? Я сейчас Сейчас, 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 сейчас Это мне? Тебе? Угу От меня Мама Какая красота А как же? И это мне? И это И даже коробочки тебе И пакетик тоже Ну это же очень дорого Ну, слушай, я как врач частной клиники могу себе позволить А? Да Да, супер Красота Хорошо сидит Класс А куда я это надену У-у-у-у Я без тебя не могу Я без тебя не могу Ну ладно, посмотрим Только учти, если меня обвинят в том, что я одеваюсь непосредством, будешь отвечать ты С удовольствием Я за все отвечу На тебя нравится? Мне очень нравится А тебе? Угу Угу Спасибо На здоровье Сейчас, подожди Аааа Этот, похоже Этот? Угу Ты отлично выглядишь Женя тебя балдует Чего это с Женей? Может я сама? Да когда б ты успела? Ты с нами не еще ночуешь Нет, это он Я сама, между прочим, решила сменить имидж Пойдем Спасибо Пойдем Пойдем Так Фу ты, блин Ты что это ругаешься с утра? Фу Василий Федорович, доброе утро Доброе Ты меня что испугался, что ли? Вот сколько лет вас знаю Все никак не могу привыкнуть к этой вашей кошачьей походке Ну, какая там кошачья Это в молодости А сейчас Спасибо, я пойду Ясный сокол Пойдем-ка с тобой побеседуем У меня к тебе вопрос назрел Зато нюх у вас остался прежним И хватка тоже Ты что-то сказал? А, не-не, это я говорю Я отороплись просто очень сейчас Опаздываю Ну, пойдем, пойдем Ну, проходи, проходи Спасибо Проходи Присаживайся Я тебя хотел давно спросить С моей внучкой у тебя Как, серьезно? Что? Василий Федорович, ну помилуйте Ну, конечно, серьезно, а как же еще? Ну, если так, а чего не женишься? Или бывшая жена охота отбила на всю жизнь? Да я хоть завтра в ЗАГС А вы попробуйте ее уговорить внучку свою Это она считает, что ей первого брака хватило за глаза, а я – пожалуйста Значит, плохо уговаривал Да как мог, так и уговаривал, что ж тут Потом я не собираюсь сдаваться Тем более, что без официального статуса жены, она все равно никуда не сможет поехать со мной А вы что, с отъездом уже все решили? Вы у внучки своей спросите Ну, теперь от нее все зависит Ну, это не только от нее зависит И от тебя тоже зависит Ты у нас парень во всех смыслах положительный Да ладно Я тебя с детства знаю, соседи как-никак на моих глазах вырос Ты знаешь, Жень, я вообще всегда думал, что вы с Сашкой поженитесь Так я… Хотел на вашей свадьбе погулять, ну, чтобы и правнуков было побольше Один у меня, правда, уже есть, ну, Антошка Ну, правда, он в отца пошел, ни рыба, ни мясо Как-то вы строго к своему правнуку-то Ну, почему это строго, почему строго? Нет, он вообще… Вообще он… В общем, если бы не Сашка, конец нашей династии Вы не хотите, чтобы она уезжала в Хьюстон, да? Я хочу, чтобы она была счастливой Ты сам по сути Она потом сильный милиционер Ну, что ей делать в твоем Хьюстоне? Ну, как что? Повышать квалификацию местных полицейских Учить их стрелять, работать как следует Вот тебе смешно Ну, да А как же она? Василий Федорович, вы не волнуйтесь, все будет хорошо Я тоже хочу, чтобы Саша была счастлива И я уверен, что она примет правильное решение Вы, извините, мне нужно идти, меня больные ждут Да, конечно, конечно, конечно До свидания, спасибо, счастливо Куда мы едем? В офис компании убитого Будем разговаривать со служебцами жертвы Значит так, я веду допрос, а ты молча Понятно, молчать, когда вас спрашивают Ладно А ты куда? Вперед, я привыкла контролировать дорогу Не по рангу Я опер, ты стажер, к кому ехать впереди? Хорошо Правильно Спасибо Спасибо Я даже не знаю, чем я смогу помочь Я вообще не в курсе Меня на этот праздник жизни даже не пригласили Давайте просто поговорим о вашем мужа А у меня больше нет мужа Простите, пожалуйста, мы вас прекрасно понимаем Можно? Поверьте, мы сделаем все, чтобы найти убийцу Да, только это его уже не вернет Он уже больше ничего не вернет Простите, пожалуйста, вы хотели задать мне какие-то вопросы? Да, нам в офисе сказали, что У него не было врагов Да, у него действительно не было врагов Его все любили Я его очень любила Теперь его нет А вы не позволите смотреть его вещи? Ну, может быть, он делал какие-то записи, дневники Ну, причем самые незначительные записи Нам бы это могло очень помочь Да, в принципе, для этого нужен ордер Но если вы не будете против Конечно-то Делайте, что хотите Делайте Вот здесь Руслан проводил большую часть своего времени, когда бывал в офисе. А я вижу, Анастасия, вы неплохо его знали. Я в компании занимаюсь финансами. Он занимался производством. Я почти все его проекты оплачивала. А я думала, у вас главный Валентин Гунько. Я выразилась неверно. Я выдаю деньги на проекты. Как-то здесь пусто, что ли. Да, Руслан часто объезжал на переговоры. Предпочитал играть на чужом поле, он так выражался. А вы? Что я? Вы на каком поле предпочитаете играть? Так, где вы были в момент убийства? Здесь, как и всем. Я была в костюме шамаханской царицы. Вы мне его покажете? Да, могу показать. Он у меня в шкафу. Ты пока я сейчас смотрись. Хорошо. Начни со стола. Сделай опись. Я сейчас вернусь. Начну со шкафа. Вот. Можете осмотреть. Шикарный костюм. О. Уверен, вы всех затмили на маскараде. Ну, вам виднее. Я могу быть вам еще полезной. Мне просто ждут дела. Мне тоже. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Лиз, а что у вас здесь находится? Где? А вот дверь. Здесь туалет. А здесь кладовка. Ага. Ой, какой ящик. Я посмотрю. Смотрите. Ничего себе. Ключик не дадите? Нет, у меня никогда не было ключа. Вы не порыше, я полюбопытую. В этой кладовке хранились рыболовная снастья Руслана. Он до нашей свадьбы занимался зимней рыбалкой, очень увлекался. А потом уже перестал. Хороший улов. Хороший улов. Пойдем. Вдруг мы понадобимся. Хочу тебе дать ценный совет. Не надо никуда спешить, особенно во время приема пищи. Хочешь? Укусить. Что? Так вот, значит, чем мы занимаемся вместо работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Не вместо работы, а во время работы. Я набираюсь сил перед расследованием. А, тогда вопрос. Откуда у закона послушного гражданина с зарплатой... Восемь тысяч уе в месяц. Имеющего молодую, не работающую с запросами жену, оказалось... Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч тех же самых уе в рыболовном ящике. Работал человек. Не доедал, копил на черный день. А вопрос был серьезный. Ну, возможно, он продал какую-нибудь недвижимость. Ну, например, давно забытый дом покойной бабушки. Или еще что-нибудь в этом роде. Исключено. Жена показала, что никакой недвижимости и собственность в них не имелось, не имеется. Жена действительно не знала, что они денег? Ты бы видел ее лицо, когда она увидела эти деньги. Шок в чистом виде. Такой не сыграешь, поверь. Тут остается одно. Что Гуреев, золотой работник душа компании, просто украл эти деньги. Да. Судьба всему не один. Ну да, не поделился с подельником. Тут его и хлопнул. По-моему, все сходится. Кто шляпку спер, тот и тетушку пришел. Это Бернард Шоу, классика. Бернард, это хорошо. Ром, ты не похож на человека, который читает классику. Я кино смотрю. А-а-а. Ну, значит так, значит нам придется еще раз навести трапсодию. А, надо взять в прокатуре ордер. Огрузочек в ворную выкинь. Тебе особое приглашение надо? Этого не может быть. Только не Руслан. Он не вор. Его подставили? Ну если для подставы использовали полтора миллиона. Интересно, сколько же украли? Ну и видимо, господин Гуреев вел двойную жизнь. С одной стороны, было закон о послужении гражданином, а на самом деле, казнокрадом. Спасибо, что сказали. Придется проводить полную ревизию. Мои люди этим уже занимаются. Вот, кстати, ордер на арест всей финансовой документации. Еще нам понадобятся жесткие диски компьютеров. Ну, что ж, это ваше право. Ну, мне тогда надо предупредить сотрудников. Нет, не надо. Это может спугнуть сообщников Гуреева. Можно подумать, обыск их не спугнет. Да это так, бухгалтерия. Девушки все, к тому же, симпатичные. Если с ними ласково, они для тебя горят. Ты чуть было не разложил. Закрытая информация. Так она закрыта. Александра сама говорила их президенту, что мы подозреваем Гуреев во воровстве. Он должен знать, а они нет. Скоро что с тобой. Ну, что, погрузили? Да. Тебя нам здорово не хватало. Ну, знаешь, это не женское дело. Зато бухгалтерины помогали девушке. Значит, им не повезло. Ну, что, погрузили? Палки. Александра Николаевна, Главное, нужно мастеру отнести. Вы знаете, у меня в доме есть отличный ремонт. Там вам все сделают. Погрузили, я спрашиваю. Да. Поехали. Хотите, я поведу. Мою машину? Без вопросов. Спасибо. 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 Ну, что, Юрий Семенович? Саш, ну ты мне и удружила. Это же работать, работать и работать. Без выходных и праздников. Ну, Юрий Семенович, ну я очень на вас рассчитываю. Ну, пожалуйста. Копаться в бумажках не совсем мой профиль. Ну, вы отберите то, что для вас, а остальное останется ребятам. А я для вас еще двух практикантов выбью из соседнего отдела. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, уговорила. Но с тебя причитается за вредность. Молоко. Ой, не пугайте. Что, все так плохо? Ну, не соблазняй. Хорошо, договорились. Только у меня к вам еще одна просьба. Давай. У вас нет какого-нибудь чудодейственного клея? Зачем тебе? До дома дойти. Саш, проще выбросить? Да ну вы что, мне Женька подарил. Это дорогие итальянские туфли. Кто тебе сказал, что это Италия? Типичный Китай. Да нет, это Италия. Нет. А итальянцев швы расположены по-другому. И клей из-под подошвы не торчит. Китай. А это? Не хочется тебя огорчать. То же самое. Подделка? Типичная подделка, но хорошая. Но подделка? Подделка. Но хорошая. Но подделка? Гады. Я им устрою подделку. Счастливо. Не расстраивайся, Саша. Я не знал. Честное слово, не знал. Но тебя же никто не обвиняет. Не, ну это ерунда какая-то. Слушай, может это твой эксперт, он ошибся просто, а? Ну перестань, забудь ты об этом, будем еще смеяться. Не, ну как забудь? Да подожди ты, я пойду в магазин. Ну конечно. А они тебе признаются, что это подделка. Нет, ну тут же дефектное лицо. Ты видишь? Ну нормально вообще без каблука. Но по документам это фирменная вещь. Ну я знаю, что по документам. Но я все равно, я добьюсь, чтобы нам вернули деньги. Я тебе новый куплю. Ты что? По документам это фирменная вещь. Ну, ну я знаю, пока ты куплю. Ну и что? Сейчас я позвоню экспертам. Сейчас. Экспертам, а зачем экспертам? О, ты уже здесь. Я хотел расслабиться в одиночестве. Дружок, кому-то из двоих надо работать. Ну, чем таким интересным занимаешься? Да вот, просматриваю бухгалтерию в обсуде. Надо найти закономерность и на основании ее уже выявить соучастника Гуреева. Я ставлю на президента компании Гунько, а в помощники ему Гуреева. Гунько единственный владелец в обсуде. Воровать его самого себя глупо. Это все равно, чтобы бабки класть из права кармана в левой. А если он хотел уйти от налогов? Ворованные деньги налогом не облагаются. Но Гуреева зачем убивать? Ну, возможно, это было спонтанное убийство. У них завязалась потасовка, бац, труп. Мне кажется, Гунько надо брать и колоть. Не уверен. Батюш, лаборатория, какими судьбами? Обычно мы к вам. Здравствуй, Алексей Менович, садись. Здравствуйте. Я принес заключение для Александра. Она мне вчера вечером звонила, напрягла. Всю ночь работала. Кстати, где она? Кабинет у нее заперт. А что у тебя за исследование? По вашему делу. Говорите, не томите. Доброе утро. Привет, сэр. Ну что, все подтвердилось. Ты была права. Впрочем, как и всегда. Только бы хорошо знать, в чем. Замечательно. Замечательно. Мужики, сейчас нанесем визит одной даме. Используем эффект неожиданности. За мной. Быстро. Ты что не понял? Я привык. Это хорошо. Поехали. Это моя машина. Она не продается. Если, конечно, вы с этой целью ее осматриваете. Я в курсе. Хочу вас пригласить. На свидание? Не слишком мне рановато, а? Вам так не кажется? А мы вас не на свидание приглашаем. Вы что, меня арестовываете? Ну, это как выйдет. Но пока хочу пригласить вас совершить небольшую прогулку. Легкий шоппинг. Машина ждет. Пройдемте. Так я могу узнать, зачем меня сюда привезли. И, кстати, сейчас подъедет мой адвокат. Я ему только что звонила. А адвокат ожидать абсолютно бессмысленно. Тем более, что единственное, что вам посоветовать, это чисто сердечное признание. Простите, а в чем моя вина? Давайте зайдем в магазин. Я вам все объясню. Вам нравится эта блузка? Я такого не ношу. Ну, конечно, вы предпочитаете бренды. А это, между прочим, фирма Рапсоди. Это ваша продукция. И что? Согласно документам, эта блузка состоит из стопроцентного хлопка. А согласно экспертизе, в ней хлопка всего 60%. Я не выбираю ткану. И уж тем более, что ее тоже не я. Ну, вы делаете заказ. И на всех документах ваша подпись, пожалуйста. Замечательный маленький бизнес. Гарантированная прибыль. Зачем было убивать Гуреева, я не понимаю. Что? Я не убивала никого. Мы с Русланом были просто деловые партнеры. Это была его идея. Шить продукцию из более дешевых материалов. Я все это только на бумаге прикрывала. После его смерти все к чертям пошло. Уж кому-кому. А мне его смерть точно была невыгодна. А кому она была выгодна? А почему вы меня спрашиваете? Спросите бы на его жены. Истерички. Ну уж на истеричку она никак не похожа. Я смотрю, вы хорошо в людях разбираетесь. Она и мне звонила. Требовала, чтобы я ее мужа в покое оставила. И считала, что у нас роман. А у вас не было романа? У нас были только деловые отношения. Ну, это мы проверим. Ребят, отведите, пожалуйста, даму в прокуратуру. Там вас будет ждать адвокат. Спасибо, всего доброго. Это ваша ручечка. Яков Рыкач, есть что-нибудь по Гурееву? Вы поехали на задержание без меня. Вот как я смогу научиться профессии, если не буду ни в чем участвовать, а? Ну, если тебя это успокоит, мы сами об этом узнаем только за этим числом. И что? Коблик призналась в совершении убийства? Не совсем. Точнее, совсем не призналась. Ну, я думаю, что убийца президент компании. Я тебя не понимаю. Преступник же, коблик. Мы нашли вора, но не нашли убийцу. Наушники одень. Надень. Осторожно. Ноги, ноги сюда. Руку крепче. Огонь. И что же теперь делать? Кто убийца? А? Я думаю, что убийца Гунько. Не знаю почему, но мне кажется, что ты не прав. Можно? Яков Аркадьевич. Здрасте. Саша, привет. Саша, халат. Так нет никого. Ага, логично. Ну, радуйте. Ну, есть чем. Я закончил осмотр тела, в одной из ран нашел обломок лезвия. Вот, прошу. Странный. Можно? Есть у меня одна идея. Попробую проверить. Ну, удачи тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашли меня? Да. Вы мне хотите что-то рассказать? Да. А те деньги, которые мы нашли... Знаете, меня абсолютно не интересуют те деньги. Абсолютно не важно, насколько честный был Руслан. Мне важно одно, чтобы был найден убийца и чтобы он ответил по заслугам. Вы знали о том, что ваш муж после работы встречался с другой женщиной? Да. Догадывалась. Вы знаете, кто она? Я не могу вам назвать имени пока. Просто в интересах следствия. Я ничего не буду предпринимать. Конечно. Конечно. Мы завтра планируем провести обыск у нее на работе и дома. И если нам очень повезет, то мы найдем улики, которые свяжут ее с убийством. Тем более, что мы уже знаем, каким орудиям было быть ваш муж. Скажите, а если вы ничего не найдете, то вы ее отпустите? Увы. Я надеюсь, что вам повезет. Я тоже. Очень надеюсь. Извините, мне просто нужно идти через 20 минут совещания. Может быть, вас подвезти куда-нибудь? Нет. Я здесь посижу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Вот. Вот этот, тот самый нож. Я его нашла. Он, он был здесь. На нем даже кровь. Вы не волнуйтесь. Вы все, по-своему. И записали. Улыбнитесь. Вас снимает скрытая камера. Я просто должна была узнать, чем он занимается. Узнали? Он был женщиной. в костюме шамаханской царицы. Это была Коблик. Они незаметно ушли с вечера. И закрылись в кабинете. Я не знаю даже, сколько их не было. Я долго ждала. Потом она вышла, я зашла. Он мне все врал. Он врал мне от начала и до конца. Он мне сказал, начал мне что-то говорить, что между ними ничего не было, что я все не так понимаю, что, что я полная дура, сказал мне, чтобы я убиралась и пошла домой. Я не знаю, я схватила первое, что мне попалось под руку. Я, я не знаю, что бы вы сделали на моем месте. Ты что бы сделал? Не знаю. А ты? Не знаю. Я тоже не знаю. Он с ней спал. Это она виновата, а не я. Она, а не я. Гуреев вам не изменял. Они с Коблик обворовывали компанию. Вот откуда деньги в арбаловном ящике. Я что-то пропустила? Это неправда. Это неправда. Ничего не пропустила. Пойдем. Он, он с ней спал. Чуть-чуть-чуть. Ребята, камера не забудьте, она на моей. Ответственность. Он с ней спал. Рома, он с ней спал. Вызывай группу. Звоню. Ну ты знаешь, вроде удобно. Это определенно ваш стиль. Да? А тебе как? Главное, чтобы тебе понравилось. Ну мне вроде нравится. Ну мне-то главное, чтобы тебе нравилось. Мне? Ну мне нравится. Красиво. Врешь. Твой подозритель себя когда-нибудь доведет. Это издержки профессии. Понимаю. А кто производитель? Россия, город Орел. Отечественные. Надо поддерживать отечественного производителя. Ну что, берем? Берем. Так, осталось только сумка, да? Знаешь что, давай не сегодня. Сегодня. Простя, нельзя. Один день столько удовольствий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 В чашку. Старая шуточка. Держи. Наверняка тебя. Да. Сейчас. Это тебя. Да ладно. Сейчас кофе сварю. Алло. Да. Да. Как плохо. Жмур. А что с ним? Это вместо доброго утра. Еду. Еду. Срочный вызов. Пациенту плохо. А моему пациенту уже все равно. Едем вместе? Едем. Вставай, поехали. Ну что, опять не заводится? Садись, подвезу. Да нет, у тебя там вопрос жизни и смерти, а мои клиенты подождут. Садись, говорю. Нет, ты торопишься. Я такси… Так, с врачами не спорят. Диагноз окончательное обжалование не подлежит. Есть. Привет. Привет. Что-то ты припозднилась. Но я без машины сегодня, извините. Теперь понимаете, чего мне стоит каждый раз вовремя успевать на работу? На работу ты успеваешь далеко не каждый раз вовремя. Так что не гони. Он, Катя, без машины не жалуется. Просто я умею рассчитывать время. О! Что я пропустила? Один из жильцов дома обнаружил труп неизвестного мужчины. Даштевич зафиксировал пулевое ранение в затылок. Документов у погибшего никаких. На нем была рабочая куртка, вся в машинном масле. Он явно чинил автомобиль. Да вот еще. Один из местных видел, как где-то в районе двух часов ночи здесь какой-то джип черный крутился. Возможно, на нем привезли труп. И еще, по его словам, этот джип задел забор. Не по его словам, а точно. Там следы краски. Найдете машину, можно будет сравнить. И вот еще. В кармане куртки, найдена это. Очень ценная вещь, правда? Очевидец, не видел, случайно, водителя этого джипа? Нет, я его спрашивала. Он смотрел сверху из окна, а оттуда ничего не видно. Значит, мы имеем неопознанный труп и неопознанный джип, который, вроде как, этот труп сюда доставил. Не густо. Не густо. Ну ладно, поеду тогда, я ковыркачу. Может, он чего нароет? Не, ничего он не нарыл, только уехал. Пока я до него доберусь, нароет. Заканчивайте, Катя, со мной. Пока, Саша. Счастливо. Пока. Все, я свои дела закончил. Ну что, может, пообедаем? Нет, я в лабораторию. Работать, работать и еще раз работать. Ну, а ты как насчет пообедать? Ну, вообще, честно, голодный как зверь, не мешало. Ну, если честно, то я на мели. Пока. Пока. Я шучу. Угощаю. Пойдем. Здесь недалеко, знаю очень хорошую кафешку. Здрасте, Яков Аркадьевич. Надевай часть. А, Александра. Заходите, берем халатики. Да вас целых двое. Догадываюсь, зачем пожаловали? Неизвестные с разбитым лицом. Забавный случай, даже специалист не восстановит. Ну, вы-то определили что-нибудь? Ну, предварительно. Осмотр дал кое-что, кое-какие результаты. Проходите, Александр. Надо себя преодолеть. Это надо видеть. Вы взгляните на эти руки. Видите, какие холеные? У работяг таких не бывает. Мы имеем дело с состоятельным человеком. Да. Очень интересно. Молодец, молодец. Да, так вот, эти руки навели меня на мысль. Состоятельный человек может позволить себе не только маникюр, но и кое-что другое. Знаете ли вы, что стоматология в последнее время шагнула далеко вперед? У меня лично зубы не болят. Завидую. А я сочувствую. А не надо. Лучше смотри. Вот. Вот, обрати внимание. Нет, вот так. Вот этот вот протез, да, это новая технология в стоматологии. Я один раз только с таким встречался. Его делали в спецклинике на заказ. Ну, так поэтому же можно определить личность. Уже определил. У меня есть знакомство в этой клинике. Я послал с ним их челюсти, позвонил, получил ответ. Покойника зовут, вернее, звали Соловьев Егор Николаевич. Гендиректор фирмы «Ореол». Яков Аркадьевич, вы просто сделали нашу работу. Да, ну просто хочется иногда поиграть в сыщика. Я заберу? Пожалуйста. Ну, скажи, Ром. Зачем я в опера пришел? Ну, звали меня работать в ГАИ. ГИБДД. Когда меня звали, эта организация называлась ГАИ. А че не пошел? Че-то бы и я тебя-то и меня кормил. Идиот, потому что. В детстве начитался книжек про сыщиков. Ты чего? А помнишь, говорил Кабаров в черный джип? Черный джип задел бампером за забор, должен быть потерться. Не исключено, что мы удачно зашли. Посмотри-ка бампер и пробей номерок. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Да. Вы не обратили внимание, этот джип долго здесь стоит? Да, со вчерашнего вечера водитель бросил машину, поймал частника и укатил. Что-то случилось? Да нет, как вот хозяин машины увидел? Вы знаете, я не рассмотрела, времени не было, извините. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, привет, Саша. Ох, вот как? Да, обедаем. Да, лестим. Да. Звонил Саша. Установлена личность у дико, значит так. Ты сейчас чешешь к нему в офис, а я с Сашей, с Катей к нему в квартиру. Кто такой, куда ехать? Это Соловьёв Егор Николаевич, генеральный директор. Фирма Орёва. Откуда ты знаешь? Я пробил джип, он зарегистрирован на эту фирму. А удачно зашли пообедать, а? Доедаем, летим. Ну, сначала позвоню Комарову. Давай. Юрий Семёнович, Трижевский беспокоит. Давайте, выезжайте, похоже джип нашёлся. Ага. Адрес записывайте. Прекрасный удар. Вы гольфист? Ой, что вы. Я из милиции. Старший лейтенант Трижевский. А вы Беляев Олег Сергеевич? Да. Прошу. Благодарю. Чем могу вам помочь? Что вы можете рассказать о своём генеральном директоре Соловьёве Игоре Николаевиче? В каком смысле? Ну, он мой партнёр. Что вас, собственно говоря, ещё интересует? Что-то случилось? Его убили. Этого не может быть. Почему? Этого не может быть. Почему? Я даже не понимаю, кому это, кому это может быть выгодно. Вроде всё посмотрели. Да, похоже, здесь ничего нет. А я не понимаю, что мы ищем. Мы ищем всё, что имеет хотя бы какое-нибудь отношение к делу. Документы, фотографии. Ерунда. Ну, не похоже, чтобы здесь было очень много фотографий. Максим, а что это? Катя, я здесь уже всё посмотрел. Ну, папка даже не открыта. Ну, открой. Кстати, эти фотографии забери, пригодятся показывать. Александра Николаевна, а здесь интересный документик. Посмотри. Скажите, а кто у вас в компании едет на чёрном джипе? Что? А, на джипе. Это штатная машина. Мы её специально взяли для командировок. Ну, ей в основном пользуется Егор. Вернее, пользовался. Вы знаете, Егор был заядлый охотник. Ну, а на джипе по бездорожью удобнее ездить. А так, у каждого своя машина. Ромка сейчас в офисе у Соловьёва. Надо сообщить. Извините. Да? Рома? При обыске на квартире убитого найдена улика против партнёра Соловьёва Беляева. А я сейчас как раз с ним разговариваю. Стрижешки сейчас допрашивает Соловьёва. Да, да. Рома, забирай быстро своего клиента и дуй в отдел. Я пришлю за вами машину. Так, понял. Всё, да. Да, понял. Сейчас вам будет необходимо проехать со мной. Зачем? Признаться в убийстве своего друга. Что за бред? С чего вы взяли? Не знаю, но такие приказы просто так не отдают. Так что давайте по-хорошему. Мы спокойно встаём и едем к нам. Я уверен, вам всё объяснят. Беляев, Олег Сергеевич. Майор Старкова. Капитан Лапин. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Рома, сходи к Комаровым. Мне нужно заключение экспертов. Олег Сергеевич, вы знаете о завещании вашего партнёра? Да, я знаю о завещании. Более того, у меня тоже есть завещание, по которому в случае моей смерти всё отошло бы Егору. Но всё-таки убит Соловьёв. И получается, что теперь вы единоличный владелец фирмы. Но я не убивал Егора. И чтобы исключить любые подозрения, вчера с семи вечера. Я был в клубе Эхо. И у меня есть свидетели. А откуда вы знаете, когда он был убит? Догадался. Ага, вы ясновидящий. Вовсе нет. Просто я несколько раз звонил Егору, а он после десяти трубку не брал. Теперь я понимаю, почему. Макс, проверь. Вот заключение экспертов-криминалистов, в котором сказано, что в багажнике джипа, который принадлежит вашей фирме, обнаружена кровь. И сколы из бампера говорят о том, что труп перевозили именно на этой машине. Но я уже давно не подходил к этому джипу. И потом, вы можете узнать у охраны, на какой машине я уехал с работы. А кто еще мог воспользоваться этой машиной? Ну, я не знаю. Ну, может и сам Соловьев. Юрий Семенович. Что нового по полузажигалке из кармана халата убитого? Ромочка, вы проявляете свойственную молодость и нетерпеливость. Что не передать Александре Николаевне? Вот это. А вот это уже интересно. Спасибо. Пожалуйста. Как вы думаете, кому могла быть выгодна смерть Соловьева? Ну, не знаю. Ничего в голову не приходит. Хотя… В общем, у Егора была женщина, а муж все знал. Ревновал безумно. Угу. А кто она, вы знаете? А… Это Лена Сергеева. Работает в турагентстве. Игорь с ней, кстати, муж и познакомил. Виктор Сергеев руководит охранным агентством. Ну, оказывал нам услуги по профилю. Если нужно, вот его адрес агентства. Спасибо. Вы очень хорошо осведомлены о личной жизни вашего партнера. Мне по штату положено знать о таких вещах. Думаете, зря мы такие завещания написали? Спасибо большое, Олег Сергеевич. Вы свободны. Пока. Что значит пока? Если хотите, можем отвезти на работу. Обойдусь без эскорта. Теперь я понимаю, почему многие не любят милиционеров. До свидания. Почему? Не любит он нас. Мы не чаровали, чтоб всем нравится. Значит так, есть информация. Пальчики из куртки кармана убитого оказались разговорчивыми. Так. Это некий Константинов Виктор Павлович, который участвовал в вооруженном налете на инкассатора. Ну, уже теплее. Хорошо. Вы с Максом займитесь этим Константиновым. Вы знаете, где он живет? Ну, в общем, все, что сможете о нем нарыть. А мы с Катей навестим этого Сергеева из охранного агентства. Клиент прибыл. Машинку покараулить не надо? А, машинку покараулить? Да? Да. Да нет, не надо. Мужики, это десятый дом? Девятый или десятый. Район глухой. Могут пары свернуть или колесико проколоть. Ну, с такой охраной я за колесики не волнуюсь. А у нас оплата издельная. Льгот нет. Предоплата сто процентов. Это хорошо, предоплата. Ром, помоги за парковку рассчитаться. Ох, люблю я это дело. Конечно, конечно, верю. Ой, дядя, я больше не буду. Верю, 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 верю. Верю. Покарауль пока колесики-то. Да, долго, а? Долго. Не шали. Так, похоже, коммуналка. Константин, у два звонка. Ну, все. Мое терпение кончилось. А ну, пошли отсюда. Сейчас в милицию вызову. Понятно? Мы как чувствовали, а? Ой, извините, пожалуйста. Ну, мой сосед со вчерашнего дня загулял. Вот проходите. Проходите. Проходи. Благодарю. Сергеев Виктор Николаевич, начальник охранного агентства. Чем могу быть полезен? Виктор Николаевич, у нас к вам несколько вопросов. Ну, тогда прошу. Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в два часа ночи? Так, вчера я был в офисе. Занимался отчетом для налоговой. А чем занимается ваше агентство? Специализируемся на охране ценных грузов при перевозке их на дальние расстояния. Ага. То есть оружие у вас есть? Да, естественно, есть. И лицензия есть. Какого рода оружие? Пять единиц, пистолеты Макарова. А вам знаком этот человек? Да, знаком, это бывший приятель моей жены. Бывший? Ну, так вот этот бывший приятель вашей жены вчера вечером был убит. Простите, а при чем здесь я? Насколько нам известно, у вашей жены были с ним, ну, скажем так, дружеские отношения. Да, были, но она с ним рассталась и уже давно. Вы очень спокойно говорите об этом. Да нет. Поймите, мне не очень приятно об этом говорить. Кто из нас когда-нибудь в жизни не ошибался хоть раз? Вы знаете, я ей все простил. А кто-нибудь может подтвердить то, что вы ночью были в офисе? К сожалению, нет. Я ребят отпустил, был один. Да поймите меня и послушайте. Да если бы я был убийца, я бы себе обеспечил, как у вас там говорят, алиби. Но вы знаете, убийство может быть и непреднамеренным. Катя, подождем результаты баллистической экспертизы. А я вам скажу, без всякой вашей науки, мои пистолеты чисты. Извините, у меня работа. Честь имею. До свидания. Пойдем. Эй, Орел, вставай. Слышь? Вставай давай, э! Отвали. Отвали. Вставай, кому говорю. Поедем с нами, дружок. Куда с вами? Вы кто? Милиция. Какая милиция? Зачем милиция? Так все понятно. Я пойду с соседкой поговорю, а ты попытайся его в чувства более-менее привести. Но не в таком же виде его в отдел вести. Да, да, заходите. К вам можно? Ой, конечно. Проходите, пожалуйста. Нет, спасибо, я на секундочку. Ну что, поможете мне с соседом? Вы знаете, как он мне надоел? Прям до смерти, честное слово. Часто он так? Ой, да не очень часто, но уж если запьет, да хоть цветых выноси. Он когда вчера пришел, не помните? Да, помню. Утром, рано утром. И не один, вы знаете, весь дом переполошили. А с соседом у вас он один живет? Один. Жена-то померла уже у него. А с дочерью они разъехались, она получила однокомнатную квартиру. А сам вот к нам в коммуналку приехал, горь мне с ним. Ой, вообще кошмар какой. А телефончик или адресок дочери не знаете? Оставляла она мне. Сейчас, минуточку. Сейчас. Так, сейчас, 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 вот, вот, пожалуйста, вот и телефончик, пожалуйста, вот. Спасибо. Можешь чайку? Служба. Ну, как хотите. Дяденька, что вы сейчас в караулю? На пузырек не дадите. Пьянство плохо влияет на здоровье, понял? Может, мне кто-нибудь все-таки объяснит, какого хрена меня арестовали? Виктор Павлович, вас не арестовали, вас пока только задержали. Скажите, пожалуйста, знаком ли вам вот этот вот предмет? Ну, это моя куртка, да. Вот. Да, вот, масляное пятно мое. А этого человека вы знаете? Ну, родная моя, это громко будет сказано, знаю его. Ну, видел я его, заезжал он ко мне в автосервис. Я в автосервисе работаю. И в тот день я работал во вторую смену. Заехал, попросил, говорит, баллон заклеить. Я ему заклеил. А сам я, честно говоря, никакой, никакой был вообще. Ну, короче, понимаете. Нет, не поняли, подробнее. Ну, болел я, болел. Но он, видимо, заподозрил и говорит, слушай, ты давай, иди в магазин, лучше опохмелись, а с колесом я закончу сам. А то он, говорит, время поджимает, на охоту-то торопится. Дальше. Я говорю, спасибо. Побежал и, развернувшись, сказал ему, ты хоть куртку эту прикинь, а то замыраешься. Все, потом дошел до магазина, ребят встретил. Там зафугасили бутылочку водки. Может же две, я уже не помню. Я вообще уже ничего не помню. Ну, только когда вы меня утром разбудили, сообразил, что я человек. Вы в мастерскую возвращались? Нет, я в таком виде на работу не возвращаюсь. Макс, я думаю, все-таки надо проверить мастерскую. Да, вот, вы садил, проверьте, а потом сажайте. Это правильно. Добрый день. Здравствуйте. Что вы хотели? Как найти Марину Константинову? Я из милиции. Марина, это к тебе. Добрый день. Здравствуйте. Это я вам звонил. Да, я поняла. Я по поводу вашего отца. Что случилось? Только не волнуйтесь. Он творил опять, да? Мы сейчас как раз выясняем обстоятельства. Я думаю, что он за старое опять взялся. Или по пьяни дров наломал. Скажите, вы давно его видели? Да, да мы с ним редко видимся. Скажите, а вы ничего не заметили в нем странного в последнее время? Странного? Нет. Хотя, знаете, вот пару недель тому назад я к нему приехала, он в таком возбуждении был, я никогда его таким не видела. И все кричит, что вот скоро разбогатею и тебя принцессой сделаю. А это как? Я не знаю, он все прыгал и какой-то газетой тряс. Да откуда богатство, что вы? Это все по пьяни у него. А что за газета? Кажется, бизнес сегодня. Ну, знаете, я еще посмотрела, там выигрышные номера лотерейных билетов печатают. Ну, а билет вы сам видели? Да что вы, откуда? Отец с роду в лотерея не играл. Марина, вы извините меня, мне нужно бежать. Да, разумеется. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Ты сегодня рано. Если хочешь, я завтра приду позже. А что случилось-то, а? Что, дело не клеится? Раздражена. Устала без машины, надо ей заняться срочно. Что ж, на ночь глядишь, что ли? Ну, не сейчас, естественно, но завтра. Правильно, правильно. Утро вечера мудренее. Кстати, Жень, надо все-таки ускорить процесс-то. Ну, я пошел. Это о чем ты? Береги Женю. У тебя правильный мужчина. Вот так вот. Я правильный. Слышь, правильный мужчина, что это за дела? Что? Это наш с твоим дедом секрет. Так, сегодня с работы никто не уходит, пока эта машина не будет готова. Все поняли? Доброе утро. Здрасте. Вы машину посмотрите? Нет, меня другой интересует. А Константин, вы знаете? Витьку-то? Конечно, знаю. Работает у меня. Достал уже своими запоями. Мастер уж больно хороший, когда не пьет. Руки золотые. Клиент к нему идет. А что? Он вчера работал? Вчера работал. Не-не-не, не работал. Позавчера. А что про Витька-то спрашиваете? Натворил что-то? Может, и натворил. Я, конечно, в курсе, что он сидел, но по работе у него все нормально. Так что было позавчера? Не вчера. Вчера утома. Да, алло. Удяйте. Да, здравствуй, милая. Нет, я в аптеке еще не был. Я после обеду сбегу. Да, принесу вечером. Да, целую. Так что ты говоришь вчера? Ну, вчера утром мои приходят. Дверь не заперта, и Витьки нет. Я помещение смотрю? Конечно. А вот ответьте мне, Катерина, на один вопрос. С какой скоростью двигался пассажир до момента столкновения с машиной, если его портфель отлетел на пять метров, а шляпа на два? Не суши мозги девушки. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Рассказываю. По результатам баллистической экспертизы, ни из одного из пистолетов охранного агентства Сергеева не было произведено выстрелов. Поэтому Сергеев ни при чем. Ваши варианты по Константинову. Я думаю, что Константинов не виновен в смерти Соловьева. У него нет мотивов. Это раз. И вот три слоне по-детски, это два. Третьих, зачем ему переодевать убитого в свою куртку? Но, с другой стороны, у Константинова нет алиби. А что если? Ведь покушаться вполне могли и на Константинова. Соловьев оказался в мастерской случайно. И тем более, что на нем была куртка Константинова. Ну, вообще-то да, ни одной комплекции. Их запросто могли принять одного за другого. Версия интересная, но... С другой стороны, зачем мочить простого слесаря? А он не простой слесарь. Он бывший уголовник. Я вот тут взяла отдела Константинова. Из архива. Старые разборки? Смотрите. Я, честно говоря, подумал, что Витек опять запил. А где трудился этот мастер «Золотые руки»? Вот его место, что у меня есть. Самое парадное. Так, а это что там? Где? Похоже, кровь. Какая кровь? Какая кровь? Это я сейчас. Коля, Коля, ты первым сюда вчера пришел? Ну, я. Здесь на полу что-нибудь было? Не знаю. Чего не знаю? Ну, говори, как есть. Из милиции. Мне тут неприятности не нужны. Ну, че, кровь здесь была. Что? А че ж ты милицию не сообщил? А че сообщать? Витек, небось, нажрался. Может, упал, нос разбил. Че, клиенты приходят, убирать надо. Че их фугать? Кровь. 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 Алло, я перезвоню. Я не могу сейчас. Я перезвоню. Да, извините. Так вот, во время нападения один из инказаторов был убит, один ранен. Остался калекой. Константинов был ранен, подельник убит, деньги исчезли. Но в этом деле очень много белых пятен. Вот, смотрите. Вот машина. Один инкассатор. Второй. Вот Константинов. Вот второй нападающий. Инкассатор сразу убил второго нападающего. Потом Константинов его ранил. И второй инкассатор ранил Константинова. Но убит он был с этой стороны. То есть был третий, который вполне мог забрать деньги и скрыться. Ну то есть что, Константинов взял все на себя, а в надежде, что после отсидки он получит свой куш? Меня этот вестник бизнесмена очень беспокоит. Ну там, где лотерея с таблицами. Дочь говорила, что Константинов собирается разбогатеть, газеты это размахивают. Надо проверить эту версию. Кать, дуй в архив, найди эту самую газету. А мы пока с тобой допросим Константинова. Алло, малыш, не бежать, но я работаю. Ну, я работаю. Да. Не печалься, друг. Ну что, Юрий Семенович, я так с Сашей говорю? Это предварительные анализы, но вероятность очень большая. Алло, Саш, это я. Ну что, кровь с пола автосервиса и убитого Соловьева идентичны. Угу. Так что наш Константинов тут при делах. Александра Николаевна, задержанный Константинов доставлен. Заводи. Свободен. Я долго буду здесь еще торчать. Я, по-моему, все сказал. Мне нужны ваши два правдивых ответа. Первое. Как вы собирались разбогатеть? Не понял. Ваша дочь сказала, что вы собираетесь разбогатеть. Дура. Ой, простите, я не вам. Это я про дочь. Наверное, и во сне приснилось. А еще она видела у вас в руках какую-то газетку. Можете про нее что-нибудь рассказать? Про газетку? Конечно. Я, знаете, думал, что я в лотерею выиграл. А оказалось, что я лоханулся. Вот и все. И лотерейный билет давно выкинул. Вопрос второй. Кто был третьим при нападении на инкассаторов? Господи, еще раз говорю. Во-первых, нас было двое. Одного убили. Во-вторых, слава богу, я остался жив. Свою отсидел. И больше никакого отношения к этому делу я не имею. Дурья твоя башка, ты не понимаешь, что тебя хотели грохнуть? Как раз тот, из-за которого ты сидел. Хо-хо-хо, фантазеры. Фантазеры вы мои. Слушайте, все, что хотел сказать, я сказал. Больше я с вами разговаривать не буду. Ну, не будешь, сиди дальше. Сиди и думай. Это поле про началось тебе. Пойду думать. Я могу идти. Уводите. Встал. Пошел, давай-давай. Алло, это действительно моя ошибка. Ну, я действительно тогда ничего не выиграю, учтите. Вот. Вы видели реакцию на фотографию, видели? Вы думаете, что это третья из банка? Баранов Леонид Сергеевич, теория успеха. Мне лично показалось странным, что этот бизнесмен начал свою предпринимательскую деятельность сразу после того, как Константинов сел. И, судя по всему, стартовый капитал у него был очень хороший. Надо работать эту версию. Мы его вызовем? Нет. Мы отпустим Константинова. А ты звони Лапину, надо ехать к Баранову. Угу. Берешь? Ресторан. Обедать. Понял. Что, позрали? Люди! Эй, эй, эй! Что? Что уйдешь ты? Сюда, говорю! Стоять! 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 Я тебя удавлю, так! Это припомнился! Давай, я тут боюсь, идёшь! Дорого, быстро! Подожди, это вот что-то! Все, все, смотри, козел уйдет! Твою мать! Зайнись Константиновым, быстро! Погнали! Погнали, Саша! А стой, дай помогу, кто же мне горе охранит. Э-э-э... Ладно, ладно. Вам зачитать ваши права? Нет-нет, я сдаюсь. Все. Опустите, пожалуйста, руку. Пожалуйста. Угу. Пройдемте. Ха-ха-ха! Без адвоката я говорить не буду. Да вам и не надо. Вы слушайте. А, кстати, Баранов, это ваша настоящая фамилия? Ну, в общем, это все равно абсолютно. Вы же у нас человек разносторонний. С одной стороны, вы успешный бизнесмен, с другой стороны, вы обыкновенный грабитель, который вместе с Константиновым брали банк. Как раз именно вы и убили охранника. Я не знаю никакого Константинова и ни в каком банке я не был. Ну, Константинов вас не выдал и сел один. А вы решили начать новую жизнь. Благо, у вас средства на это имелись немалые. Вот только он вас нашел и стал требовать свою долю. А вы решили не делиться. Узнали, где он работает, приехали и пустили ему пулю в затылок. Должно быть, сильно удивились, когда увидели, что убили не того человека. Но не растерялись, избавились от трупа, бросили машину и снова поехали искать Константинова. Но вам не повезло. Мы его задержали. И, кстати, по подозрению в убийстве Соловьева. Да, и самое интересное, что именно сейчас Константинов опять не раскололся. Даже когда узнал ваши фотографии в газете. Еще раз повторяю, я не знаю никакого Константинова и Соловьева не знаю. Вы напали на меня, как бандиты, поэтому и бежал. А вот этот пистолет, как вы думаете, что скажет экспертиза? Именно из него стреляли в Соловьева. Дайте подписать явку. Пишите. Только я не думаю, что это хоть как-то бы влияет на ваш приговор. А потом таких, как вы, ой, как не любят на зоне. Пишите. И все-таки, почему вы не ждали, когда он повернется? Боялись посмотреть в глаза? Я днем видел его в этой куртке, а вечером было темно. Пишите. Подброшу меня. Конечно. Хотя нет, ты знаешь, есть кому это сделать без меня. Привет, ты за мной? А то за кем же. Здорово. Здорово. Ребята, по-моему, он больше не нужен. Где твоя машина? Или мы пешком? Обижайте, начальник. Прошу. Моя. Твоя. Ты починил. Ты починил. Твою. У нее аккумулятор сдох. Это мы с дедом с твоим выяснили. Слушай, какие у меня замечательные мужики. Что бы я без вас делала? Ничего. Что бы я без вас делала? Что бы я без вас делала? Что бы я без вас делала? Да-да-да-да-да-да. По зову сердца, не за награды. Мы ищем свет в конце пути. Не страх потери, не боль утраты. Нас не заставят с пути сойти Это наша судьба, это наша работа В поисках правды идти до конца Это наша судьба, день и ночь год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца Так, стой, 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 стой Еще, вот, давай сюда, давай, давай, проходи Молодец Ага, хорошо, замечательно Алло, милиция? У нас тут человек выпал из окна Нет, я не знаю, мы не проверяли, но у него голова в лепешку Да, я, я Кирилл Мальцев, фотограф Да, да, будем здесь, хорошо Алло Нет, не очень, а что? Убийство? Еду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александра Николаевна, здравствуй Привет, где все? Лапина Дождевич возле тела, Стрижевский ждет секретаршу Лапина ее вызвала из дома И еще кто-то из руководства должен подъехать Да, Сорокин тоже здесь Ну, что думаешь? Ну, Роман считает, что это банальное самоубийство А ты? Похоже, в кабинете почти пустая бутылка коньяка Один пустой стакан Я телефон забыла, по-моему Да, стул возле окна Кто прыгун, выяснили? Да, Владлен Иммунылович Башко Генеральный директор компании Гарант Инвест Трейдинг Эта компания, кстати, снимает весь этаж в здании Ну, дальше что? Охранник на входе сказал, что вчера вечером у них посторонних не было Хотя, в этом здании есть черный вход Который почему-то охрана не контролирует Это важно, кстати Да, и некоторые арендаторы иногда предпочитают скрывать своих посетителей По крайней мере, так мне сказал охранник Пойдем, посмотрим тело Ага Уважаемая Александра Николаевна Владимир Михайлович Скажите мне, почему всякий раз вы лишаете меня возможности лицезреть вас на осмотре места происшествия? Владимир Михайлович, я просто стараюсь не мешать своей группе спокойно работать А я так понимаю, вы уже составили свое мнение, раз считаете это происшествием, а не преступлением С большой долей вероятности, осмотрев место, я пришел к выводу, что вам остается только найти причины, по которым этот Башко свел счет из жизни Владимир Михайлович, я постараюсь вас не разочаровать Ну попробуйте Попробую И у смысла здесь задерживаться До свидания До свидания Яков Аркадьевич, здрасте Здрасте Ну что тут? Ну что я могу вам сказать? Есть гематомы? От падения или нет, скажу попозже Не все сразу проявляются Перелом шейных позвонков, посмотреть не предлагаю Вы же не любите этого делать Извините, пожалуйста, мы можем уже пойти, потому что мы опаздываем А вы кто? Я Кирилл Мальцев, фотограф, мы видели, как он упал Макс, запиши показания Кирилла Мальцева, а я наверх поднимусь Обычно вы работаете до восьми Почему именно сегодня вы ушли на час раньше? Влад, Владлен Аманович, он сам просил меня уйти раньше Сам Он попросил? Да, он сказал, что я ему не нужна больше Здравствуйте, давайте знакомиться, я Старкова Александра Николаевна Даша, Дарья Рожкова, ну я правда не знаю, почему он это делал Ну не надо так волноваться, вас никто ни в чем не обведет Я принесу воды Да, скажите, пожалуйста, а ваш начальник, он вас часто отпускал? Нет, это был первый раз, я сказала ему, что мне договор нужно доделать Но он сказал как-нибудь потом А вы не заметили, чтобы он в этот день был какой-то нервный или расстроенный? Ну он вообще себя очень странно сегодня вел Саша Почему? Сейчас, минуту Потому что он отпустил меня А, понятно, извините, пожалуйста, сейчас Попейте, успокойтесь На окне явных отпечатков нет Более точно скажу позже А вот диктофон был спрятан под столешницей Прослушали? Понятно, надо отдать нашим кудесникам, может расшифруют Хорошо Приехал Сергей Сергеевич Поляков, заместитель Башко Заводи Сергей Сергеевич, заходите Добрый вечер Здрасте Я вас слушаю? Сергей Сергеевич, скажите, когда вы видели в последний раз вашего шефа? Около семи я уезжал домой, зашел попрощаться А вы не заметили чего-нибудь необычного? Может быть, он как-то нервничал или ждал посетителей каких-нибудь? Мне ничего об этом неизвестно А известно ли вам, были ли у него какие-нибудь проблемы? Ну как вам сказать? Около года назад мы инвестировали в строительство одного торгового центра некоторую сумму А недавно выяснилось, что у них проект не согласован с экологами Ну и начались невыплаты платежей Некоторую сумму, это сколько? Ну вообще-то мы, как правило, не разглашаем условия таких сделок Ведь инвестиционный бизнес, знаете ли, не любит огласки Будем считать это исключением Единственное, что я могу вам сказать, это то, что наш проблемный клиент Торговый центр «Элефант» Ну а человека, под имя которого был выделен первый транш Зовут Василий Иванович Сумцов А вот если торговый центр «Элефант» вместе с Василием Ивановичем Сумцовым Не вернут деньги Как это отразится на вашей фирме? Да, собственно, никак Мы через суд все равно свое возьмем То есть, по вашему мнению, это не могло стать причиной самоубийства Башко? Я вас умоляю Если бы он занял деньги, тогда да, так В общем, обычная история А куда вы направились вечером из офиса? Домой Домой, это хорошо Это хорошо У меня вопросов больше нет, а у тебя? Спасибо, до свидания Всего хорошего Все, ребята, на сегодня хватит А что если я сейчас... Нет, домой Макс, за тобой беспокойный Сумцов, а ты вдове завтра Все, у кого куда буду везти Я пас Если выдать спокойную ночь, то надо провести ее с толком С толком, а это хорошо Это хорошо с толком Езжать домой отдыхать, я Катю сам завезу Катю? Это хорошо Это хорошо, да Хорошо, хорошо Что же у нас юмор у всех Хорошо Ты же в аптеку собирался Нет, ты знаешь, я никуда не собирался Я собирался тут в аптеку за лекарства Мать честная Ё-моё Ой Ой-ой-ой Привет Саша, привет Чего ты? Я решил проэкспориентировать и не сварить, а испечь яйца Как это? Ну и что? Взорвались Да ладно, как? Как гранаты Какой ужас Все? Все, мне хватит А тебе что, не хватит еще? Давай, давай, давай Я уберу все Ты что-нибудь найди по-быстрому, очень есть хочется Ага, сейчас Сейчас Господи Ну нифига себе, а Нет, ну я вообще не ожидал, что так будет Честное слово Видел бы мой героический дедушка, как из его любимой внучки Три секунды сделали домохозяйку Вот там у нас будет домработница Пойду руки помою Домработницей буду я А ты будешь целыми днями торчать в своей больнице Ой О, здорово О, что это у вас? Что это такое? Уборка на ночь глядит? Все нормально, идем А твой американец где? В ванной, а что? Идем Да нет, ну я тогда не буду мешать Чего я? Подожди, ну ты пришел, наверное, что-то сказать хотел? Да, хотел Ну? Ну, я хотел сказать, что у меня сегодня свидание Вот, ну чтоб ты не беспокоился, если меня вечером дома не застанешь Зачем? Какое свидание? Как какое? Обыкновенное, первое Да я с ней познакомился, собственно, недавно Ну, вот и такая же одинокая, как я Ладно, я пойду тогда Кто это был? Это был дедушка А, а что не остался? Саша, что с тобой, а? Ты представляешь, он пошел на свидание Он собирается жениться Так уж и жениться Он боится, что я уеду с тобой в Америку Боится остаться один Саша, твой дед ничего не боится А потом ведь не один остается С ним Павел Есть интернет, телефон Можете хоть сутками общаться, ну Знаешь что, я решил пригласить тебя на свидание тоже Бросай все, идем в ресторан Саша 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 На, держи Вот так Вот так, хорошо Вот ты мой хвостатенький Юрий Семенович Доброе утро Здравствуй, Александр Николаевна Как я понимаю, ты за заключением по вчерашнему самоубийца А вы полагаете, что это самоубийство все-таки? Ну, полагать, сделать выводы, это твоя прерогатива Мой удел — констатировать факты И какие факты? На бокале, на бутылке, на столе, пальчики башком Так Но А на стуле нет Нет? Нет Логично было найти след от подошвы на стуле перед прыжком Логично, конечно Логично Но на стуле только сидели А по заключению Даштевича На теле имеются гематомы не вследствие падения полученные Вот, теперь твоя очередь, Сашенька Думать и делать выводы Я пойду Думать и делать выводы Значит, все-таки убийство Ну да, не мог же он сам себя побить, потом махнуть рыбкой в окно Ну? Логично Сейчас Обрадую Сорокина О-о-о Угу Владимир Михайлович, доброе утро Это Старкова Вы знаете Боюсь, что ваша версия о самоубийстве не катит Извините за выражение Пока Пока Так Ну что тут Ну что ты А? Слушайте, это произвол какой-то Я этого так не оставлю У меня жена рожает Рожает, это хорошо За что меня задержали? Вас не задерживали, вас пригласили для беседы Для беседы, у меня жена рожает, я должен быть там Это Сумцов, Василий Иванович Переживает за жену Она у нее рожает Какая радость Но чем быстрее, Василий Иванович, вы ответите на наши вопросы Тем скорее отправитесь к своей жене Ей когда рожать? Сейчас рожать Не будем терять времени Послушайте Я официальное лицо и расследую трагическую гибель вашего мужа Вы просто не имеете права держать меня перед дверью Какой массажист Вы что, издеваетесь надо мной? Да, да я просто требую, я требую, чтобы вы встретились со мной Так, хорошо, да Через час В каком парке? А, алло С кем я сейчас разговаривал? Василий Иванович, когда вы в последний раз видели Владлена Эммануила Чебашко? А, вчера вечером Мы расстались около восьми Я знаю, что он погиб Мне ночью позвонил Поляков и сказал, что его шеф выпрыгнул в окошко И вас это не удивило? Да, нет Вы понимаете, у меня жена рожает У нее беременность С осложнениями была Вы меня понимаете? Ну, я не знаю, я не знаю, почему Владлен сиганал в окошко Не знаю Говорят, у вас с Башко были трения? Ну, были Были, да сплыли Вчера вечером мы все решили Я отдал деньги и уехал Какие деньги? Обыкновенные, цветные, хрустящие Всю сумму, которую был должен Кстати, у меня ведь и расписочка Имеется Извольте взглянуть Да Алло, да Нет, еще не родила Сам вот сижу у друзей, жду Мучаюсь Будут новости, позвоним Пока Сто тысяч евро А кто знал, что вы должны были привезти деньги? Да никто не знал А во сколько это было? Вечером после семи А когда вы расстались? Извините, я время не засекал Кто-нибудь вас видел? Да вроде нет Я в коридорах офиса не видел никого А Башко меня встретил и проводил до черного входа Странные у вас порядки Это не у меня, это у Владлена Извините, я могу быть свободен? Катюш, зайди, пожалуйста Да, вы можете быть свободны, только из города Не уезжайте, пожалуйста Так куда я уеду? У меня жена рожает И если позволите, я эту расписочку оставлю у себя Извините, не позволю, это финансовый документ Тогда считайте, что я у вас ее конфисковала, как улику преступления Оформите все, пожалуйста Да, хорошо Я, конечно, понимаю, что все это бесполезно Но я это так не оставлю Ох, я буду жаловаться Имеете полное конституционное право Ох, я буду жаловаться Ничего себе поворот А деньги мы вчера так и не нашли Слушай, ну если предположить, что Сумцов про деньги не говорил Остается только Башко, который мог сказать тому же Полякову Или секретарю Даши Да, я, прости, тебе не налила Сам нальешь? Нет, нет, не хочу Я думаю, что на всякий случай надо все-таки проверить подлинность подписи Проверим Ты знаешь, надо поговорить еще раз с Поляковым А не было ли у Башко какой-нибудь потайной сейф, который мы не нашли? Да, Ром Действуй Действуй Ну я поняла, еду Я поняла, она не твоей весовой категории Действуй Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Утром я пришел слишком рано, ждал час. После этого у нее был массажист, потом косметолог. Теперь мацон в парке. А ты все ждешь, ждешь. Ну что вы, вы меня обижаете. Я многое узнал про Вдовушку? Значит так, за неделю до гибели супруги Башко подали заявление о разводе. По брачному контракту все имущество, кроме квартиры, отходило супругу. То есть у Вдовы есть очень серьезный мотив для убийства. А телефонные звонки ты проверил? Да. Значит так, последний звонок с мобильного телефона Башко был зафиксирован за полчаса до гибели и звонил он Полякову. Ну хорошо. Ладно, где твоя красавица? Вон она. У нас есть все основания полагать, что Владлен Башко был убит. Что убит? Почему мне не сказали вчера, что Сумцов должен был принести деньги? Но я ничего об этом не знал. И когда вы звонили Сумцову ночью, он тоже ничего не сказал? Он сказал, что погасил долг, но он не говорил, что наличный. Я был уверен, что он перевел деньги по безналу. Я же вам еще утром говорил о том, что на наш расчетный счет никакие денежные средства не поступали. Но я же все равно должен был убедиться в этом сам. Так. А куда ваш шеф мог положить деньги, которые мы принесли? Только в сейф в своем кабинете. Но мне сказали, что там, кроме личных вещей Владлены и Мануилча, ничего не было. Да, это так, это так. А кто еще имел доступ к сейфу? Никто. Ну, это был личный сейф генерального директора, и ключ был только у него. Именно так. Спасибо. Счастливо. Здравствуйте, Вероника Петровна. Я майор Старкова. Я понимаю, что сейчас не самое лучшее время для разговоров, но у нас есть подозрение, что вашего мужа убили. Ну, все в этом мире, воля Божья. А смерть – это обратная сторона жизни. Скажите, а почему вы решили развестись? Потому что наше время с Владленом закончилось. У него был свой путь. Он всегда хотел власть, деньги, хорошеньких женщин. Если бы вы развелись, то потеряли все. Молодой человек, чтобы что-то потерять, надо сначала это иметь. То есть вы хотите сказать, что вы были абсолютно не в курсе дел вашего мужа? Вы не знали, сколько у него денег? Хоть я и не была в курсе его дела, но я точно знала, сколько было у него денег, и где Владлен их держал. Я все-таки была его жена. А где? Кое-что дома, основная часть в швейцарском банке. Сколько? Десять миллионов евро. А скажите, пожалуйста, Вероника Петровна, вы не знаете, кто бы мог его убить? Понятия не имею. Деньги тема скользкая. И еще один вопрос. Где вы были вчера вечером? Дома. Телевизор смотрела. Могу рассказать, что есть. Ой, нет, нет, нет. Спасибо большое. Извини за беспокойство. Спасибо. До свидания. Вообще кто-нибудь знает, где Комаров? Он сказал, что поехал к экспертам. Сядь. Там на диктофоне, который был в столе убитого, оказался пароль. Подытожим. У нас есть убийство, которое на скорую руку замаскировано под самоубийство. И у нас есть деньги, которые убитый якобы получил накануне убийства. Деньг-то как раз и нет. Если они вообще существовали. У нас есть целая группа подозреваемых с очень сильной мотивацией и полным отсутствием алиби. Должник Сумцов, который не хочет отдавать деньги. Поляков, который мечтает увидеть себя в кресле директора. И, наконец, Дова Башко, которая после смерти мужа стала очень богатой женщиной. Мне кажется, вдову нужно исключить. Женщина просто не в состоянии вытолкнуть здорового мужчину в окно. Сама не в состоянии, но она в состоянии нанять убийцу. Итак, суммируем, что у нас по Полякову? В личном ноубыке Башко наши эксперты обнаружили файл с приказом об увольнении Полякова. Файл создан был за десять минут до смерти Башко. Пожалуйста, вот вам еще один мотив для убийства. Обойный Сумцов. Обойный Сумцов отмечает день рождения сына в ресторане. Алло. Да, даже так? Спасибо, Юрий Семенович. Комаров с экспертами расшифровали диктофон Башко и прослушали запись. Короче, Сумцов не отдавал денег, потому что у него их просто нет. Ну как такое возможно? Вот вчера убил человека, а сегодня в ресторане празднуют день рождения сына, да? Чего вы сидите? Дуйте в ресторан. И счастлив еще. Не забудьте ордер. Хорошо. Поэтому, хлопцы мои дорогие, самое главное, чтобы сыночек мой здоровый был, счастливый. Я его так ждал. Я знал всегда, что у меня сын будет. Ну, не получалось. А в сорок пять бухнуло, и вот он появился. Ну, хочу за жену свою выпить. Столько она натерпелась, молялась на сохранениях. Дай бог ей здоровья. Поэтому я предлагаю выпить. А я предлагаю орех, гражданин Сумцов. Вы подозреваетесь в убийстве генерального директора. Гарант инвесторейдинг. Господин Башко, вот ордер. Прошу вас, пройдемте. Ну-ка, я не понимаю, что за глупость здесь? Майор, парень не догоняет с кем говорит. Максим, веди его в машину. Пошли. Спокойно, спокойно, милиция. Нормально, нормально будет. Сейчас я вернусь, все будет хорошо. Ну, ладно. Так, иди, иди. Че это? Иди, я сказал. Ой, ладно, не надо только. Так, ты мне поговори сейчас, и давай иди. Чем вы за люди такие? Я еще имя сыну придумать не успел. Вы молчи, юный отец. Вы припирались со своими бумажками, что там нельзя было. Что вы меня перед людьми позорите? Только силе, понимаешь, жабри, укропа поесть не дали. Да, Макс, ну как, Сумцов? На допрос просится. С утра, как и протреждал, сразу всех запросил. Прокурора, адвоката. Да, мне дежурный звонил. Хорошо, будем разговаривать. В вызове Романа. Я Романа отправил на рандеву с Афониным. Тот мне с утра звонил, просил организовать срочную встречу. Он сказал, что на нейтральной территории будет спокойнее. Да. Опа. Ну, хорошо, хоть корова не летает. Нет, это для тебя. А, да. Я сегодня хочу встретиться с Кириллом Альцевым. Это тот, помнишь, фотограф, который видел падение Башко? Да, он мне сказал, что он увидел что-то на фотографии, которую делал на месте преступления. Парень хвастался, что у него фотографическая память. А, лишний свидетель нам не помешает. Да, я скоро буду. Хорошо, да, Саша, до встречи. Нет, это большим деньгом. Присаживайтесь, пожалуйста. Василий Иванович, у нас есть все основания полагать, что именно вы убили гражданина Башко для того, чтобы не возвращать деньги. Я буду говорить только в присутствии адвоката. Ну, это естественно. Ваш адвокат в пути, а пока прослушайте, пожалуйста, вот эту вот запись. Алло, Владлен, я уже еду, буду у тебя через час. Ты деньги везешь? Я хочу поговорить. Я еще раз спрашиваю, деньги у тебя? Да нет, банк мне их выдаст только через неделю, они не могут быстрее. Ну, тогда можешь попрощаться и с Элефантом, и с Меркурием, а заодно и со своей шикарной квартирой. Потому что завтра же я к тебе пришлю целую бригаду судебных приставов и исполнителей, а сам буду наблюдать, как опечатывают твои торговые павильоны. Владлен, ты меня знаешь не первый год. Не надо загонять меня в угол. Я не убивал Владлена. Этот разговор был неделю назад. Но, слава богу, что сам факт разговора вы не отрицаете. Вы меня сейчас посадите, да? Вам ведь этому вполне достаточно. У меня сын родился. Я вам сыном. Клянусь, я не убивал Владлена. Честное слово. Уведите арестованного. Я не убивал его. Я не убивал. Я не убивал его. Александра Николаевна, может, чайку? А? А. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Александра Николаевна, я вам кусочек сахара положила. Ну, Катя, ну елки-палки. Переделать? Да ладно, давай. Мужики, привет, простите, спешу. Альсанна Николаевна, привет. Я только что разговаривал с Афонином, и он сказал, что его шеф на кону гибели узнал, что Поляков… Сейчас, твой. Да, только горячий. Ничего страшного. Ой. Предупреждали. И он сказал, что его шеф на кону гибели узнал, что Поляков берет откат из клиентов гранд-инвест-трейдинга. Трейдинга. Ну ты, Рызинка, какая разница? Так, возможно, поэтому в ноутбуке у Башко был приказ об увольнении Полякова. Афонин уверен, что его шефа убил Поляков. А где вообще Афонин? Он готов дать официальные показания? Сказал, что дают завтра. Ага. А вы куда? К Полякову? Можно я с вами? Нужно. Александра Николаевна, звонил капитан Лапин. Говорит, у вас телефон заблокирован. Он просил вас подъехать срочно к какому-то фотографу, к Кириллу Мальцеву. Вот адрес. Ну что, ребят, ладно, тогда выезжайте к Полякову, поговорите, если надо, везите ко мне. Хорошо. Пока. Пока. Ну что, прокатились на машине? На метро? Ну, а что делать? Адрес помнишь? Да. Адрес помнишь? Продолжение следует... Вот, пожалуйста, контрольки. Ага. Значит, вы на фоне нее хотели Машу сфотографировать? Мне понравилось. Тут яркое пятно. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Саша, вот, посмотри, давай вместе подумай, чтобы все это значило. Кирилл, расскажите, Александр Николаевич, пожалуйста, все, что вы мне говорили. Да. Понимаете, меня смущает очень странное поведение одной машины. А в чем проблема? Дело в том, что именно эта машина, но без водителя, стояла с торца здания. Я фотографировал Машу возле нее, и именно в этот момент выпал человек из окна. А потом, когда я звонил в милицию, уже машина быстро уехала. А кто за рулем был, не видели? Нет, я не помню, она очень быстро уехала. Ну, хотя бы мужчина или женщина. Нет. Вы знаете, самое интересное, что когда мы с Машей уходили, вот эта же машина стояла уже возле главного входа в здание. Спасибо, Кирилл, вы нам очень помогли. Да не за что. Идем. Спасибо, Кирилл, всего доброго. Саша, я звонил в гарант трейд инвест, Рогожиной сегодня нет на работе, взяла больничный. А давай поедем к ней домой? Я думаю, что в деле есть ее адрес. Должен быть. Ром, найди мне в деле адрес Рогожиной. Ты знаешь, что-то мне не верит, что это она. Я подожду. Я подожду, давай ищи. Ты понимаешь, такая хрупкая девушка, конечно, не могла выкинуть из окна такого Борова. Но с другой стороны, я же видела собственными глазами, как она на этой зеленой машине подъезжала к офису. Значит, одно из двух. Либо был помощник, либо машиной кто-то воспользовался. Нашел? Говори. Езжай вперед, я за тобой. Да говори, я запомню. Что? Давай, спасибо. Вроде это, без таблички. Ну что, опять ключ забыла? А если б я ушел? А я тут в гости зашел? Коллеги. Домашних тапочках? Ага. Стоять! Нормально? Давай, садись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Афонин, у тебя там вертолёта нет, случайно? Выходи, куда ты денешься? Долго тебя ждать? Урок! Жив? Женщина, сумочку обронили. Держи. Ух ты, коты его. Ну, давай, 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 ну, давай, лапки. Ну что, пойдём, боец, пойдём. Ну что ж ты, на крышу в тапочку попёрся. Фильм американский отсмотрелся, что ли? Вы человек здравомыслящий, поэтому советую вам идти на чистосердечное. Я не хотел убивать, он сам нарвался. Ну, в тот день Даша приехала пораньше, ну, а тут звонок. Шеф пьяным голосом потребовал, чтобы она срочно вернулась в офис. А вы давно живёте с Дарьей Рогожиной? Два месяца. Этот козёл знал, что у нас с Дашей серьёзно. Я сделал ей предложение. Ну, а тут нажрался, видимо, приспичило. Ну что ему, других баб мало, что ли? А вы знали, что Дарья Рогожина была любовницей Башко? Это было раньше до меня. Продолжайте, позвонил Башко и... Что? Башко позвонил. Продолжайте. Ну, Башко позвонил, велел Даше вернуться в офис. Я искал, чтобы она сидела дома, взял её Матис и поехал в офис. В здание вошёл через чёрный ход. Честное слово, я... Я не хотел убивать. Я хотел просто поговорить. Но мы вам верим, верим. Продолжайте. Я вошёл в кабинет. Передо мной пьяная рожа. Мелет всякую чушь, что Дашу он всё равно вызовет. Ну, стал врать, что она всё это время с ним была. Ну, ну не смог я сдержаться, понимаете? Вырубил его с одного удара, а он... Ну, не рассчитал я силу удара. А потом мне ничего не оставалось, как сделать видимость самоубийству. А деньги зачем взяли? Да, по глупости. Решил, что человек с такими деньгами на столе из окна бросаться не будет. По глупости. Глупость, однако, это хорошо для нас. Уведите арестованного. Ты знаешь, а мне жалко этого дурака. Пострадал из-за собственной глупости. Слушай, подожди, а что мы с Поляковым-то делать будем? Ребята сейчас в отдел притащат. Позвони, пускай тащат его в ОБЭП. Финансовые преступления по их части. А нам ещё перед Сумцовым извиняться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это наша судьба, день и ночь год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца КОНЕЦ Да, чего ему не жилось? Какой же у нас все-таки народ нервный, чуть-чуть пулю висок Интересно, Саша, что этому предшествовало? Здрасте, господа Здрасте, Яков Аркач Прекрасное утро сегодня Утро по определению прекрасным не может быть А для него уже вообще никаким Предварительно смерть наступила от огнестрельного ранения Часов в одиннадцать-двенадцать вечера Самоубийство? Очень похоже Но я бы сделал тест на следы пороха Возможно, кто-то пытался изобразить все, как самоубийство Ох, Юрий Семенович, вечно вы все усложняете Личность установили? Да, при покойном были документы Можете смотреть, я уже все обработал Так Пасхалов Анатольевич Так, что у нас тут? Так, вот у нас А, штампик Он у нас женат Был женат Так, Макс Возьми Катю Ей будет полезно, поезжайте к жене А я доброшу свидетеля Да, однако он далековато забрался, чтобы счета жизни свести Вот, возьми клички, мало ли что И заодно проверишь, это его квартира или нет Юрий Семенович, обижаешь Помогаю Все, Катя, погнали Значит так Когда она откроет, я с ней буду говорить А ты стой, молчи и слушай Почему я должна молчать? Просто сообщать женам о смерти их супругов Это целое искусство Большая, поверь, практика нужна Но меня как-то мало привлекает такая практика Ну тогда ты выбрал не ту работу Надо было в адвокаты идти Там бабок больше, трупов меньше Так, а давай попробуем вот эти ключики мы, а? Опа, открылось Пойдем, пойдем Может, я нет дома? Это такое рань, вряд ли Так, а давай-ка попробуем еще раз ключиком А если она в ванной? Или спит? Или вообще не одета? Учитывая нашу новость, это не имеет значения Так, ну-ка, отойди Странно Ключ не подходит, а таблетка к домофону подошла Странно Ой, открыто Ой, мамочки Ну что, я звоню Старковой Проститутка Через А Ну, у кого какие версии? Александр Николаевна Мне кажется, что все дело в ревности Пасхал слетел с катушек Если бы я увидел свою жену с любовником То, не знаю, придавил бы, наверное, что ли Ну, это хорошо Что хорошо? Очень хорошо, что ты не женат Мне кажется, что в этом деле все ясно, как божий день Это любопыт? Ну, давай, излагай Пожалуйста Значит так Пасхалу подают фотографии его жены с любовником В состоянии ревности, в состоянии аффекта Он убивает жену Потом понимает, что наказание неизбежно И стреляется в висок Макс, что думаешь? Ну, знаешь, делать скоропалительные выводы Это прерогатива нашего неженатого друга А я хочу немного поразмышлять А чем моя версия тебе не угодила? Да причем здесь твоя версия? Я исхожу из противного В корзине с грязным бельем найдено 10 тысяч долларов Значит, это не ограбление Выводы достойные Шерлока Холмса Где есть противоречия? Кто говорил об ограблении? Кать, мысли есть? У меня пока нет версии Но мне кажется, что такой человек, как Пасхалов Не стал бы писать слово проститутка с ошибкой Да, во время нервного строго люди забывают, как их зовут Ребят, обратите внимание На всех фотографиях Ольга лицом И нигде мы не видим лица мужчины Он везде спиной, видно? Хорошо? Да, точно Думаете, это липа? Ну, попробуй, проверь Макс, ты поезжай к матери Пасхалова, а я к Олегам А ты иди к Комаровому, что он пробил уже по архиву пальчики Да, Жанна Погода замечательная Нет, нет, я не могу Мне к зубному врачу Да нет, по делу Ну, не получится, не обижайся Все, пока, целую Простите, Софья Андреевна, но я вынужден вам задать один вопрос Скажите, а ваш сын любил свою жену? Что вы имеете в виду? Ну, мы подумали Он мог решить, что она ему изменяет Ну, как это бывает, не сдержался Ну, а потом и сам Это совершенно исключено То ли врач Он не смог бы лишить человека жизни Ну, главное Он с Ольгой в последнее время Относился Поравнодушно Ему было безразлично Чем она занимается У него, у Анатолия, у него был пистолет? Да Кажется, Макарова Он ему был нужен для защиты Для защиты от кого? То ли не доверял банкам Подержал сбережения дома Ну, да, ну, да, да, да Мы нашли у него дома 10 тысяч А остальные? В каком смысле остальные? Толя собирался купить Квартел Под стоматологический кабинет Почти набрал Тот, кто Убил Толю И Ольгу тоже Знал, где деньги Дед Пасхалов Стоматолог был откуда Отзывы исключительно положительные Точка, у меня Закончились бланки учета Принеси, пожалуйста У меня в столе еще есть Точка, ну, побои минут пять Понимаете, мне не хватит Между нами, говоря Человек он был Так себе К людям относился Давайте сутки посмотрим Так как он относился к людям? Хреново Особенно к женщинам Знаете, такой сторонник учения Ницше Отправляясь к женщине Бери с собой пленку Интересно А жену свою он ревновал? Жену не знаю А любовница, да Сам ни одной юбки не пропускал А Юльке Головомойки устраивал Юлька это кто? Юлька Бархатова любовница его Да Дуреха до сих пор думает Что чем больше любит Тем больше ревнует Она, кстати Сегодня здесь Можете с ней поговорить Обязательно Конечно Что вы еще можете о нем сказать? Да жмот был ужасный Да, жил Как в бомжатнике Каждую копейку экономил И между тем игрок Игрок в казино? На бильярде Меня частенько звал С собой поиграть Куда? Клуб Карамболь Здесь недалеко А Спасибо Спасибо, Семен Михайлович Да не за что А вот третий сверху справа Надо лечить Спасибо Вот приходите туда Спасибо Спасибо в другой раз А где я могу найти Эту Юлю Бархатову? В седьмом кабинете Спасибо большое Спасибо Юрий Семенович, привет Привет Привет, Ромочка Ты очень кстати Готовы результаты экспертизы Пасхалова? Да Самоубийство? Нет Уверены? Извини, Ромочка Таковы факты На руках Пасхалова Следов пороха нет Зато есть на его одежде А это значит? Это значит Что Пасхалов не стрелял Но убийца находился Где-то близко от него Например, на пассажирском сидении Ну, а пальчики из машины А, вот тут невероятная удача В архиве обнаружился их хозяин Некто Бархатов Сергей По кличке Бархат Это его пальчики Товарищ парился Шесть лет под Ковровым На Пакинской зоне Довольно серьезная статья Вот я всегда говорил Что экспертиза Великая вещь Ну, а по жене Пасхалова? Ну, извини, Ромочка По Пасхаловой пока ничего Работаем? Ну, ладно Главное, Бархат Пока 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 Смотри Не отвлекайся Юля, вы, конечно, все уже знаете Конечно, знаю У нас вся клиника знает Боже мой, это такой ужас Такой ужас Скажите, пожалуйста А как долго вы проработали с Пасхаловым? Вы знаете, важно, как долго я с ним проработала Важно, как я с ним работала Ну, и как вы с ним работали? Вы знаете, он Прекрасный человек Очень хороший доктор Гениальный врач Боже мой, как же мне не везет в жизни У меня ничего не складывается У вас были близкие отношения? Он говорил, что разведется и женится на мне, как только купит личный кабинет Он собирался открыть свое дело? Он не хотел все время горбатиться неизвестно до кого И вы знаете, мы с ним даже ходили и смотрели вместе комнату Под офис То есть у него были деньги? Ну да, он не бедный был человек Скажите, а у него были недоброжелатели? Недоброжелатели Вы знаете, у нас вся клиника, это полная руднилых зубов Очень образно Да, бери любой и вырывай Все больные Я вам искренне сочувствую Саша Да, Макс Это ограбление Мать Пасхалова заявила, что у сына дома была крупная сумма денег Для покупки стоматологического кабинета Да я знаю уже все Слушай, знаешь, что сделаю? Подожди, я тебе потом позвоню Привет, сестренка Привет Это мой брат Сережа Сережа, это Александр Николаевна, следователь из билиции А вы знали Пасхалова? Ну, конечно, будущий родственник, можно сказать Жалко мужика Очень Скажите, а как вы узнали о его смерти? Да, от Юли узнала, она мне позвонила Ну, не реви Сережа, мне так не везет Мы пойдем, а то она совсем раскалилась, извините До свидания До свидания Ну Ну, не живи Александра Николаевна, пальчики нашлись из машины убитого Пальчики Принадлежат некому Сергею Бархатову по кличке Бархат Только где сейчас взять этого Бархата? Слушай, этот Бархатов Родной брат Юли Бархатовой Которая в последнее время работала с Пасхаловым И была по совместительству его любовницей Нормально? Он, наверное, в бегах Да в каких бегах? Его брать надо, я его сегодня видела Странно для человека, которого подозревают в убийстве Юля, добрый день, это майор Старкова Да-да Нет, Юля, мне нужно задать вашему брату несколько вопросов Только, только несколько вопросов А скажите, пожалуйста, а где я могла бы его найти? Какой клуб? А, клуб Карамболь Юль, спасибо большое Большое Спасибо большое, Юля Юль, да не убивайтесь вы так Бери ребят покрепче И за ним Смотри, он непростой парень Ясно Ё-моё Ну, чистые дети Ну, что же это такое, а? Сергей Бархатов А-а-а Полозит, ты что делаешь, шпана несчастная? А-а-а Так, спокойно, спокойно, билиция Все нормально, мужик, давай Молодчик, молодчик, давай, уезжай Это просто так не расколется Ведет себя нагло, спокойно Ага, видали мы этих наглых, спокойных Задержанный на допрос доставлен Снимите на рученьки За что задержали, начальник? Садитесь Садись Берите ручку, бумагу, пишите Я не виновата, сказала Маше Пиши Пиши Ты проститутка, значит, виновата Достаточно? Написал Ну, чего? Бархатов, да у вас проблемы с русским языком Университеты у нас разные были Да, к сожалению, просто дело в том, что ваши ошибки и есть ваши косвенные улики Какие улики-то? Это вообще урок русского языка или допрос? Че это такое-то? Вот эта фотография сделана в квартире Пасхалова А вот это вы сейчас написали Видите, одни и те же ошибки Я не убивал Вы всех будете арестовывать, кто неправильно пишет? В машине Пасхалова были обнаружены отпечатки ваших пальцев Ну, конечно, он встречался с моей сестрой Мы были знакомы, в бильярд играли Несколько раз меня подвозил А вы от сестры знали о том, что он на квартире держит деньги? Ты если бы и знал, что бы я прям признался бы сейчас Ага, а где вы были в десять вечера? А, часов в десять вечера я был в клубе, бильярд играл А в девять? Я не помню, где я в девять был Ну, значит, алиби на девять нету Вот, я в восемь заходил в пельмены, ну, типа, покушать Значит, поужинал, убил Пасхалова и сытый и довольный пошел в клуб Бильярд любишь? Ну, так не особо, могу шары погонять Значит, на девять, а алиби нет, никто тебя не видел Слушайте, заколебали вы меня со своим алиби На жизнь я зарабатывал Чего? Работал? Кого работал? У девочки я одной сумочку тиснул, ну, там не было ничего, кроме телефона и пары сотен Ну, как мы будем проверять это алиби? Она, короче, по-моему, студентка, потому что я ее встретил у ухода в университет Студентку поищем, а ты здесь посидишь Ну, это ваше дело Ну, я бы вообще на вашем месте Киксом занялся, а не со мной бы возился тот А кто такой Кикс? Ну, он как раз бильярд любитель поиграть Пасхалов ему крупную сумму проиграл, а отдавать не торопился Вот Кикс на нее зубы точил Ну, это вообще ваши дела, вы разбирайтесь, как хотите сами Уведите задержанного Встал, руки за спину Фу, есть Готово Двадцать девять секунд Да, неплохо На троечку Потом от тебя стрелять не будет Почему? Ну, затворный блок перекошен Как? Попробуй передернуть Ну Дай сюда Смотри, учись Тебе в Америке пригодится Да что вы с этой Америкой, Василий Федорович Саша еще ответ не дала Обез нее я никуда не поеду, сами понимаете Так, ну что, стартую? Внимание, время Восемнадцать секунд Ну, это Раньше, конечно, лучше было Ну, что делать, возраст есть возраст Здорово, мужики А че это вы тут делаете? А я вот пришел за Маслицем А Василий Федорович пистолет чистит Ну, мы увлеклись немножко Да, Василий Федорович Вот у него талант к оружию Если бы лет десять назад ко мне бы пришел Был бы большой толк Ну, я понимаю, тебе это скучно А вы, Евгений, чем вы занимаетесь? Да бросьте вы, Александра Ну, было здорово Ну, какой результат? У него двадцать девять секунд А у меня восемнадцать А, девять Ой, ой, ой Ну, хочешь попробовать? Я с детьми в детские игры? Да никогда Ой, ну, вот если побрешь рекорд Я буду две недели мыть посуду Выносить мусор И что еще? Что хочешь? И картошку чистить А я? А ты Будешь две недели сидеть дома И не ходить на свидание О! Сурово Договорились? Ну, что делать? Согласен, конечно Ну, что? Давай Давай Прошу Ой Девушка Вот Спасибо Не за что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушка, которого грабили Неужели нашли грабителя? Нашли Спешим поделиться Достижением с общественностью Даже не верится Я что, в сказку попала? Не помню, чтобы телефон вернули Просто я добрый волшебник Кстати, можно и без объявления? Я ее знаю Это Аня Смолякова С третьего курса Рыдала на весь институт А вы не знаете А вы не знаете, как ее найти? Знаю Двадцать семь Семьдесят Да, верно Я записал Ох, Соня Работа в милиции сложная И опасная штука Все Мы уже пришли Вон Ваша Аня Смолякова Соня, детка Спасибо Созвонимся Анна Смолякова? Да, это я А вы кто? А я Из милиции Можно присесть? Да, конечно Ну что вас украли, Аня? Какая оперативность Мобильник и деньги Я этого гада на всю жизнь запомню Такой наглый, противный Он? Точно он Поймали? Так ему и надо А теперь нужно, чтобы вы его Официально опознали в милиции Не буду я никого опознавать Я боюсь Аня Аня Ань Я же сказала Ну Но очень нужно, поймите А если он потом меня выследит и убьет? Я буду вас защищать Вы смеетесь? Странный вы какой-то Не нужна мне такая охрана И никого опознавать я не буду Максим Она его узнала Да, я понял Да Давай Ну что? Барфата придется отпускать Рома не смог выяснить Спасибо Не смог выговорить свидетельницу Прийти на опознание Я Но сам факт нападения Она подтвердила? Ну подтвердила Но что толку-то? Вот я чувствую, что он замешан А не знаю, как зацепить Все-таки мы, наверное, что-то пропустили Александра Николаевна Я проверила фотографии Они настоящие Ну, в принципе, что и ожидалось Ты знаешь, что меня смущает? Что? Ты помнишь, Бархатов говорил, что убитый должен был деньги этому киксу Кикс — это когда в бильярде мажешь по шару Ну, на бильярде, в принципе Ну, я так и сказала А откуда ты все знаешь? Да я тут недавно играла с профессионалами Слушай, играла с профессионалами, а? Это хорошо Ну так и что, кикс? Надо проверить эту версию А что, если кикс захотел вернуть свои деньги, а? Я думаю, ты прав Надо проверить, конечно Александра Николаевна А А можно я поеду в этот бильярдный клуб, поищу кикса? А кто же ищу? Именно ты и поедешь Только не одна со Стрижевским Спасибо Что дома? А тут не знаешь, что дома Таблетки Микстуры Все и дома Кроссворды разгадывает Я сумасшедшая Я сумасшедшая Я совсем не забывающая Слушай, так инфаркт можно получить, Саша На, я купила Передашь Ну, спасибо Будет мне теперь Чем заняться ночью Хотя, действительно, спасибо Я бы не успел купить Ну, замечательно Движущая сила азиатского такси Ишак На такси разъезжаешь? Да я от метро Значит, так и на разведку Нам всем светиться не стоит Чуть стоя позвоню Хорошо Телефон не занимай Привет Ой Слушай, ты не знаешь, где Кикс Мне с ним поговорить нужно Кикс? А вон он Белый рубачник А, спасибо Мужчина, постойте А что, красавица Мы разве знакомы? Может, прокатимся? Привет, Кикс Поговорить нужно Что, шутка такая? Я не Кикс А где Кикс? Так вы вон только что С ним разговаривали А что такое, красавица? А то Милиция Кикс, стоять! Катя, скорую звони, быстро! Да уже набираю Да что ж такое Возьмет кто-нибудь трубку или нет Александра Николаевна Алло Тут с Киксом Ну, я думаю, что все будет нормально Выкарабкается Вы дождитесь скорую И оформите все Хорошо? Саша, сегодня не наш день Что еще случилось? Бархатва отпустили под подписку о невыезде Да елки-палки Кто? Ну, кто-кто Догадайся одного раза Наш общий друг Я к нему Кто придумал отпускать преступника? Ну, если бы по поводу Бархатова То никто его не отпускал А он так пошел поужинать Его освободили под подписку до суда И вам это известно А вы в курсе Что он подозревается в убийстве? А у вас есть доказательства А вот у него есть алиби Вот как раз это алиби Мне не нравится Да Да Понимаете Милая Закон есть закон И к тому же Если девушка заберет заявление Мы вообще дело закроем Материальных претензий нет А моральный он удовлетворит Так что Полетит он на свободу С чистой совести Вы бюрократ Даша Отмените подписку Ну, не уподобляйтесь своему дедушке Как я слышал От своих старших коллег Ему тоже нельзя было угодить Моего дедушку трогать не надо Вы его не знали И не вам его судить Вам бы работать как он Если бархат исчезнет Отвечать вам Саша, ты? Так Я выиграла пари Ты обещал две недели Никуда не выходить Ну, обещал, обещал А вот Ситуация изменилась Ты не хочешь Ты не хочешь, чтобы я уезжала с Женей? Я прежде всего хочу, чтобы ты была счастлива И именно поэтому Ты каждый день, как мальчишка Бегаешь к женщине Ты что, пришла меня жизни учить? Ну, прости, пожалуйста Я пришла за советом Ну, давай, давай Давай Вот что делать Если У человека есть железные алиби А интуиция подсказывает, что он виноват Ой, прости, пожалуйста Да Без сознания А врачи что говорят? Значит так С этого кикса не испускать глаз Если что, звоните мне Понимаешь, есть подозреваемый Который убегал от нас Но вот чувствуй, что он ни при чем А этот, у которого железное алиби Не дает мне покоя А ты потопчись за этим человечком Глядишь, все и проснется Обычно железное алиби И у тех, кто об этом побеспокоился У меня никаких зацепок Мне Сорокин не даст этого сделать А ты своими ножками потопчись Да меня весь отдел засмеет Ага, отставить разговорчики в строю Тебе генерал приказывает Так что поднимайся И топай за ним до упаду Потом не доложишь В общем, мне пора Свое слово я сдержу Не беспокойся Сегодня у нас встреча в Совете ветеранов А что ж ты сразу не сказал? А ты разве спрашивала, куда я иду? Ага 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да я иду за ними. Советская. Советская, дом 10. Все, жду, приезжайте. Продолжение следует... Милиция, открывайте! А ну-ка, отпусти ее! Так вот, какое у тебя алиби. Дутая, лопнула твое алиби. Ну, что ты теперь скажешь? Стоять! Ты что, дурак? Брось, брось наш, брось! Руки! Пойдем! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что? Девочку отпусти! Девочка пойдет, как соучастница. Так что сидеть вам вместе, только в разных лагерях. Девочку отпусти, договоримся. О чем мне с тобой договариваться? Да ты не докажешь ничего! Ребята, грузите от греха подальше. Сережа! Пошел! Учишься, я так понимаю, в педагогическом, а живешь? Дома с мамой. С мамой. А теперь будешь жить в колонии, Аня. А я не виновата, ты Сережа все придумал. Нехороший, Сережа. Ой, какой нехороший. Мы, мы хотели в Италию ехать. В Италию? Так это он тебя обманул в Италию. Мы даже сумки уже собрали. Сумки собрали? Угу. Сумки это хорошо. А где сумки? Там дома. Макс, мне тут сумки нужно проверить кое-какие. Меня подождите. Ага. Ну, пойдем. Сумки посмотрим. Ага. Че ждем, начальник? А? Че ждем? А, да пока я книжку читаю. Люблю классику. А вы подумайте, может, еще кого-нибудь тут вечер грабанули. Ведь алиби нет. Ну что, Бархатов, деньги мы нашли. И помаду в той же сумочке, которую вы писали. С вашими пальчиками. Ладно, начальник, давай явку с повинной, только девочку отпусти. Я все расскажу. Ты давай не торгуйся. Сначала и по порядку. Ну, короче, от сестры я узнал, что Пасхалов большие деньги дома прячет. И пушку таскает все время с собой. Потом мне Кикс в клубе сказал, что Пасхалов ему проигрался, а должок отдавать не торопится. Бархатов, опять на Кикса валите? В общем, я Киксу предложил помочь должок вернуть. Он с Пасхаловской женой на улице пообнимался. Ну, вроде как обознался. Я фоток наделал. Потом Пасхалов попросил меня из клуба докинуть. Ну, пушку я у него быстро отобрал. Висок пальнул. Потом вложил в руку, ну, вроде как застрелился. К жене его поехал. Шустрый парень, везде поспел. Она ничего не успела понять. Я из порога заданул, потом задушил. Фотки разбросал везде. Помады на зеркале написал. Потом Кикс позвонил, чтобы он туда приезжал. С утра. Адресок ему сказал. Ну, опять Кикс поставить. Если убийство на почве редость не пройдет, а? А что, гениальный план? Я даже деньги не все взял, чтобы вы на кражу не подумали. Хрен вы меня нашли, если бы я в слове не ошибся. А надо было русский язык хорошо учить, дружок. Но мы тебе дадим возможность подучить родную речь. На курсы отправить? По 105-й. Лет на 15. Минимум. Уводите арестованного. Встал. Давай, давай. Если бы вы еще пару дней провозились, искать бы вам меня по всей Европе. Саша, что ты так шлепаешь, а? Ну, так нечестно, дед. Ну, и богу. Ну, что, поймали? Ну, потопало за ним, как ты сказал. И алиби рухнуло. Тут и оно. Приказы генералов не обсуждаются. А выполняются, конечно. Алиби и святой генералов не обсуждаются. Значит, я уже dissу. Так, я уже дышу. Отчасти кplaying урту. Оля会. Во, puisqu Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А вот, давайте сюда присядем. Как это случилось? Вашего гендиректора сегодня утром убили из пистолета. К которому часу вы приезжаете на работу? Обычно к десяти. Я с утра в орбите. Ну, это фитнес-клуб. Как раз сегодня, как вышел из орбиты, я звонил Вадиму. Я звонил, он не подходил. Скажите, а у вашего шефа были какие-нибудь враги? Ну, может, к кому-нибудь перешел дорогу или конфликт с кем-нибудь? У нас полгода конфликт. Поподробнее, пожалуйста. У нашей Кассиопеи два соучредителя. Вадим, Спиридонов и Бражников. Вот, полгода назад Бражников подал на Спиридонова в суд. А в чем суть, не знаете? Бизнес. Подробностей я не знаю, не спрашивал, а Вадим мне не говорил. А с Бражниковым вы общаетесь? Ну, как? По службе я же заместитель. И еще один вопрос. А у вашего соучредителя есть какой-нибудь правильный бизнес? А, у Бражникова, да, там три ресторана, большая транспортная фирма. Я могу идти? Да, конечно. А может, вам вызовут такси? Нет, спасибо, я сам. Бражников, поняла. Так, Лапин сейчас тебя подберет, езжайте в Кассиопию, осмотрите там кабинет убитого. Потом в транспортную фирму, адрес возьмете в Кассиопии. Давай. И Абражникова сюда привези. Давай. Саш, Саш, ну я мог бы сам Бражникова поработать, но... Ну ладно, не обижайся. Езжайте. А я к Сорокину. Спасибо. Не надо ничего рассказывать, полгорода уже судачит. Надо же, заказное ничем не прикрыто и убийство довольно-таки известного предпринимателя. А почему вы так уверены, что убийство заказное? Киллер в машине следы не стирает и документы не забирает. Какие версии? А давайте я сам угадаю. Наверное, его убил партнер, чтобы прибрать к рукам весь бизнес. Я угадал. Какие его фамилии? Бражников. Вот потому что все так и очевидно. На него трудно подумать. Наверняка Бражников и учел это. И намеренно сработал так грубо. А доказательства его вины у вас есть? Наверняка ведь он не сам стрелял, а нанял кого-то. Спиридонов точно знал убийцу. Иначе не подпустил бы к себе так близко. Короче, проверьте все его окружение и выясните, кому это было выгодно. Вечерком доложит. Владимир Михайлович. Да. Вы знаете, не только в прокуратуре умеют вести следствие. Александр Николаевич. Да. Идите, работайте. Спасибо. Похоже, здесь. Ром, ну скажи мне, почему как партнеры, так всегда конфликт? Либо подставят другого, либо еще хуже закажут. Не понимаю. Наверное, все дело в деньгах. Ладно, философ, вон домофон, звони. Катя, ты в конторе? Слушай боевое задание. Здравствуйте. Добрый день, вы к кому? Мы из уголовного розыска. Нам нужен Бражников, Илья Арсеньевич. А вы тоже поздравлять? Нет, скорее соболезновать. А с чем поздравлять? Ну, видите ли, у нас сегодня юбилей, 10 лет нашей компании. Илья Арсеньевич. Ленечка, счастливо. На бой здоров, дорогой. Спасибо, что не забываешь, старых друзей. Ты знаешь, 10 лет в наше время, это большой срок. Так что желаю тебе еще 5 по 10, тебе и твоей фирме. Спасибо, спасибо, Ленечка. Кстати, у меня к тебе будет одно предложение. Это от которого не смогу отказаться? Точно. Вот за что я тебя люблю, ты все на лету хватаешь. Ну, бывает. Давай, Ленечка, счастливо. Давай поцелуемся. Умница. До свидания. Счастливо. До свидания всех, с праздником, друзья. С праздником. С праздником. До свидания. С праздником. Не обижайте его, он хороший. Мы его любим. Счастливо, счастливо. Лазочка, какая ты хорошая. Давай, Ленечка, счастливо. С праздником. Вы, Паражников Илья Арсеньевич? Да. А вы, собственно, по какому делу? Капитан Лапин, уголовный розыск. Очень интересно. Сегодня утром был убит ваш компаньон. Падим Спиридонов. Мы вас очень просим проехать с нами. Что? Как убит? Не понимаю. Зачем? Не беспокойтесь, мы вас надолго не задержим. Да, конечно. Только просто у нас сегодня юбилей. К нам приедут люди, ко мне приедут люди. Вы, по всей видимости, меня не поняли. Убит ваш компаньон. И в ваших же интересах оказать полное содействие следствия. Да, конечно, я... Прошу. Подождите, я пиджак возьму и... Если вы не против, мы пройдем с вами. Ну, да, конечно. Пожалуйста. 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 После вас. Да. Альсана Николаевна. Господи, привет. Я выяснила, почему Бражников хотел подать в суд на Спиридонова. Я не просила тебя это делать. Меня Роман попросил, сказал, что это очень важно для дела. Интересно, ну что ты выяснила? Значит, полгода назад Бражников хотел продать свою долю в Кассиопее, а Спиридонов заблокировал сделку. У них там такой очень хитрый учредительный договор, что один партнер не может выйти из бизнеса без согласия другого. А кому он собирался продать? Физлицо или организацию? Это физлицо. Вот. Некто Говоров Леонид Сергеевич. Да, он бывший депутат Мосгордумы по тому же округу, где и находится Кассиопе. Сейчас он чем занимается? Скупает самые рентабельные предприятия Москвы. Ну, серьезно? Спасибо, Катя. Хорошо поработала. Старалась. Бражникова доставили? Да, уже допрашивают. Вы утверждаете, что ушли из дома в 10 часов утра. Это кто-то подтвердить может? Да, конечно, может. Мой водитель, консьержка, соседи. Вы знаете эту дому? Знаю, конечно. Это Рита Лунева. Это подруга Вадима. Они вместе уже года четыре. И, насколько я знаю, двоюродный брат Риты был местным авторитетом. Убили? Нет. Его посадили. Года два назад. Скажите, а Спиридонов общался с братом Луневой? Он говорил, что нет. А вы сомневаетесь? Сомневаюсь. Понимаете, Вадима всегда тянул лог к таким людям. Он вообще был очень непростой человек. Вот, например, всю выручку от нашей Кассиапии он пускал в развитие. А когда я сказал, что хочу продать свою долю, и что мне не нравится такое ведение бизнеса, он меня просто послал. И вы подали в суд? Да. Скажите, а вы не знаете, где живет Маргарита Лунева? Знаю. Мы с Вадимом раньше к ней ездили. Будьте добры. Да. Вот так вот. Спасибо. Я мог быть свободен? Абсолютно. Спасибо. Знаете, что я хочу вам сказать, господа сыщики? Вы хотите заявление сделать? Да, именно заявление. Не там копаете? Вы что думаете, если мне выгодно убийство моего компаньона, то я? Ну, в общем, как-то у вас все просто получается. До свидания. Всего доброго. Надо за ним наружку поставить. Обязательно. Да вот еще что. Во время осмотра кабинета убитого… Поверхностного осмотра кабинета убитого. Да. Во время поверхностного осмотра кабинета убитого было обнаружено заявление начальника охраны Кассиопеи об увольнении по собственному желанию. Без резолюции и за день до убийства. А что это нам может дать? А это нам дает, что помимо Бражникова был еще один обиженный человек. То есть Спиридонов, возможно, хотел поменять начальника охраны? Возможно, да. Возможно, нет. Мы не знаем этого. Надо выяснить. Хорошо. Только сначала к Луневой. А я поеду к Говору. У этого депутата тоже нехилая мотивация. Ух ты! А Касса Лунева живет недалеко от того двора, где был обнаружен труп. Подожди. Какое удивительное совпадение. Чего стоим? Ну, чего, погнали в адрес. Кать, раскопай мне все, пожалуйста, по этому Спиридонову. Все, ну все связи, ну все, что сможешь найти. Давай, действуй. Привет. Привет, Маша. Уезжаешь? Да. Счастливой дороги. Пока. А вы кому? Маргарите Луневой. Не знаете, она дома? Так она ж только что уехала. Вы что, ее не знаете, что ли? Роман, быстро в машину. Да, Максим. Роман, как уехала? В день убийства? Вот нам фартит, а? Слушай, знаешь что? Давайте догоняйте-ка эту Луневу и везите ее к нам. Давай, все, удачи. Принято. Внимание, всем экипажем. Необходимо задержать такси желтого цвета марки «Волк». Движется в сторону аэропорта. Принято. Водитель такси, машину в право, вы остановливали. Добрый день. Инспектор ДПС Арестав. Пожалуйста, ваше документное. Дай. Леонид Сергеевич Гоборов? Да. Чем обязан? Майор Старков, уголовный розыск. Мне ваша секретарша сказала, где вы в это время суток. Так что не обессудьте. Семен. Чем могу служить? Хорошо, стреляйте. Вы думаете, что это я убил Спиридонова? А откуда вы знаете, что он убит? А мне позвонил Илья. И рассказал все про Спиридонова. И я его не убивал. Но это же вы хотели купить Кассиопею? Да, а теперь не хочу. Почему? А зачем мне такой проблемный объект? Это вы решили после убийства. Вот именно. Леонид Сергеевич, а вы сами когда-нибудь общались со Спиридоновым? Да, общался. Два раза. Ну и как он вам? Характер ужасный. Такие раньше или в разбойники шли, или в пират. А Бражников? Мы с ним старинные приятели, но не близкие. Зачем вам нужна была Кассиопея? А так. Для колец. Это не ответ. Именно такой ответ я и хотел дать сейчас вам. Вы удивлены? Ничуть. Мне все понятно. Спасибо большое. До свидания. Хотите пострелять? С удовольствием. Только чуть позже. Всего доброго. А зря, очень оттягивает. Семен, стреляем дальше. Семен, стреляем дальше. Саша, это я. Да, мы ее догнали. Ну что, сначала вывмущалась, потом заплакала, когда узнала про убийство. Отлично, Макс. Везите в отдел. Кать, проверь, что за персонаж Говоров Леонид Сергеевич. Поняла, записала. Я, кстати, получила данный на Спиридонова. Он, оказывается, в 98-м был привлечен за мошенничество. Ага. Ну, он отмазался. А его подельник, некто Золотницкий, был осужден на 9 лет. И вот год назад должен был откинуться. Ну, хорошо. Выясни, где этот подельник сейчас. Подъем. Клиент решил сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, привет. Привет. Что-то случилось? Нет. А что? Просто пораньше освободился. Василий Федорович порекомендовал мне проникнуться твоей работой. Ух ты, ну да. Да, сказал, что в Хьюстоне это пригодится. Так что, если ты не против, я буду проникаться. Конечно, очень приятно, но я не смогу уделить тебе много времени. Да и не надо, не надо. Я сам во всем разберусь. Ну, заходи. Присаживайся. Вот сюда удобно. Пропитывайся. Сейчас, прости. Старкова, что случилось? Объект очень странно себя ведет. Он уехал из офиса, покружил по городу, потом выехал на шоссе и направляется за город. Он несколько раз останавливался, но из машины не выходил. Мы думаем, что он нас засек. Он еще раз остановился. Ездим, ездим, приезжай. Тормози здесь. ПОТОНОЕ СПОКО입니다. Продолжение следует... Он выкинул пакет или коробку, сел в машину и уехал. Я не знаю, он с ней из офиса вышел. Мы едем за ним. Ну, но объект же может скрыться. Вас понял, все. Что, кого-то убили? Да, убили. А кого? Служебная тайна. Ну ладно. Ну, так не честно. Ну, прости. Спиридонова из Кассиопии. Ага. И теперь вы будете следить за убийцей, да? Скорее нет, чем да. Александра Николаевна, Золотницкий умер в тюрьме. Очень хорошо. А что вы на меня так смотрите-то? Лунь его доставляет. Ага. Да. Мы забрали коробку, но объект скрылся. Мы сейчас пытаемся его обнаружить. Прекратите поиск объекта и везите пакет в лабораторию. Понятно? Вас понял. Возвращаемся. Бражников выкинул какой-то пакет и исчез. Так это он? Ну, возможно, это он, если, конечно, в этом пакете нелюбовная переписка. С Луньевой что делать? Так, Луньеву пускай приведут сюда, а вы с Максом, пожалуйста, сделайте засаду везде, где может появиться Бражников. Хорошо. Что там Говоров? А, хотя понятно, что там Говоров. Письмо я подготовила, но там ничего подозрительного. Что-нибудь еще? Да. Не служба, а в дружбу. Вот тебе визитка, встретишься с начальником службы безопасности казино, расспроси его, зачем он встречался со Спиридоновым. Хорошо. Я понимаю, конечно, что это может быть холостой выстрел, но это хвост, и его надо подбирать. Саш, ты знаешь, я, пожалуй, тоже пойду, ладно? Что, ты уже пропитался? Не до конца пропитался. Не хочу тебе мешать подбирать хвосты. Пока. Ну, пока. Пока. О, Жень, я тебя жду. Да, а что? Вы сегодня с Сашей какой-то клуб не попали в спортивный, да? Да, орбита. Что? Орбита? Да. У тебя там знакомые есть? Ну, есть, конечно, а как же? Слушай, мне там надо поиски мосты навести, поможешь? Да не вопрос, помогу. Ну, пойдем поговорим. Пойдем. Я чувствую, Саша, что до утра застряло. Лунева доставлена. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вы уже знаете, что убили Вадима Спиридонова? Да, мне сказали. Насколько мне известно, вы были в гражданском браке. Да, была. До недавних пор. Вы расстались. Он меня бросил. Так. Понятно. Да что вам понятно? Что, меня тут подозреваете? Я его... Я его любила. Вы успокойтесь, пожалуйста. Мы просто ищем убийцу. И я вас очень прошу помочь следствию, насколько это возможно. Ну, как, я ничего не знаю. А что вы знаете об Илье Бражникову? Бражников? Ну, так, я его видела пару раз. Он заезжал с Вадимом. А ваш двоюродный брат, он общался со Спиридоновым? Это вы про Алексея, который сейчас в тюрьме? Да. Нет, они не общались. Вадим несколько раз намекал, что он мог бы... мог бы сделать с Лешей этакий семейный бизнес, но я была против их общения. Он вас послушался? Тогда послушался. А почему все-таки вы расстались? Я же вам сказала. Он меня бросил. Он увидел меня в кафе с одноклассником. И тут же дал отставку. То есть банальная ревность? Ну, понятно. Да что вам понятно? Понятно ей. У меня от Вадима ребёнок будет. А он об этом знал? Нет. Я думала, что я... свежу в Египет. И потом скажу. Значит, Рита, вы сейчас идите домой, а если вы нам понадобитесь, мы вас обязательно вызовем. Хорошо? Саша, ну это даже не смешно. Как ты думаешь, что было в той коробке, которую мне принесли твои топтуны? Вот именно. По-моему, всё подозрительно просто. Пистолет с глушителем, выброшенный со странной поспешностью, достаточно веский повод для ареста. Согласен. Но всё равно это как-то подозрительно. В день убийства девушка хочет уехать за границу и застрелен Спиридонов, между прочим, рядом с её домом. Да, но давайте всё-таки займёмся Бражниковым. Мы расставили на него засады. Ну, если Бражников лёг на дно, эти засады ничего не дадут. Возможно, вы и правы, но мы обязаны отрабатывать эти варианты. А ведь завтра суббота, суббота. А Бражников мотиву отменил нам эту субботу. Кстати, Александра Николаевна, вашим сотрудникам пора бы порастрястись, а то совсем в кабинет их клерков превратились. Идите, работайте. До свидания, Александра Николаевна. А. Угу. Ой, уже утро. Надо хоть пару часов поехать поспать. О, вот и наша смена приехала. Ну, что, поехали? Угу. Дмитрий, я выброси. Выброси, а куда собрался? Надо проверить одну версию. Ой. О, здорово. Здорово. Ну, что, поспать удалось? Ну, это что, сошли, издеваюсь. Ну, куда удалось-то? Всю ночь в машине у подъезда Бражникова проторчали. Он так и не появился, и не появится, я чувствую. Залёк на дно. Кофе будешь? Ой, кофе, это хорошо. Здравствуйте. Опаньки. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядовой Бражников, для дачи показаний прибыл. Прибыл, прибыл. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай. Садись, садись. Дорогой, садись, аккуратно. А мы тебя так ждали-то, а? Конечно, он записан в нашем журнале посещений. Вот, пожалуйста, Соболев Вячеслав Викторович. Да это понятно, понятно. Вы сами-то вы увидели этого Соболева? Я понимаю, что вы из милиции, но мне кажется, вы излишне настойчивы. Просто так здесь записи не делаются. Вы не ответили. По-моему, я ответил, что наш клиент, Соболев Вячеслав Викторович, вчера посещал наш клуб с восьми до десяти утра. Ну, понятно, понятно. Я знаю, как такие записи делаются. Илья Арсеньевич, как хорошо вы сделали, что пришли. Суд обязательно учтет ваше чистосердечное признание и помощь следствия. Бороженников, почему вы убили Спиридонова? А я не убивал. Не убивал? Ну, как же пистолет? А я его нашел. Понимаете, мне прислали коробку. Подарок. Я ее открываю, а он там лежит. Пистолет в подарок? Это хорошо, да? Илья Арсеньевич, вы вообще понимаете, где вы находитесь? Ну, да. Я в милиции. И вы утверждаете, что вы не убивали Вродима Спиридонова? Я не убивал. Слушай, тебя как звать? Максим. Илья. Максим, у тебя и вы, ну, грамм тридцать, кошечка. А ты точно Спиридонов не убивал? Нет. Надо налить. Наливай. Спасибо. Подожди секунду. Пускай, пускай. 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 Извините, вы что-то хотели? Здрасте. Здравствуйте. Из милиции. Старший лейтенант Стрижевский. Скажите, Соболев, Вячеслав Викторович у вас был вчера? Соболев? Соболев был. Он занимался вот, вот на этом тренажере. Понятно. Пустая фишка. Подожди, Жень. А он куда-нибудь отлучался? Да нет, никуда не отлучался. Спасибо, до свидания. До свидания. Хотя, подождите. Что-то вспомнили? Да. Соболев никуда не отлучался, но он ушел вчера раньше. Часов в девять он пожаловался на боли в спине и ушел с тренировки. Я порекомендовал ему сходить в врачу. До свидания. До свидания. Вы знаете, пистолет мне прислали в качестве подарка на юбиле фирмы. Смешно, да. Вы сами-то в это верите. Если честно, то, верно, я бы и сам бы в это не поверил. Макс, пускай человек отдохнет. Отведи его в камеру. Да? Да. Пойдем? Я сам пойду. Ну, сам так сам. Ну, давай. До свидания. Счастливо. Ну, спать, спать. Честь имею. Пьянь болотная. Александра Николаевна. Катя, что ты врываешься, как сумасшедшая? Ты что, деньги казенные проиграла? Не я, а... Подожди. А ты что здесь сделаешь? А мы вместе. Ух ты, ничего себе. А глаза-то какие хитрые. Что-нибудь нарыли, что ли? Ну, колейтесь. Александра Николаевна, давайте на секунду представим, что убийца не Бражников. Ну, положу. Вы помните Соболева? Помню. Помните, что он говорил? Ну? Вот, мне это показалось странным, что Соболев ничего не знает о сути конфликта между Спиридоновым и Бражниковым. Но он мог не знать? Да, мог. Тогда зачем он соврал про фитнес-клуб? А почему он соврал? Саша, фитнес-клуб Орбита, в который мы вчера с тобой утром не доехали. Так, и что там сказали? А там сказали, что в интересующее нас время Соболева в нем, в этом фитнес-клубе не было. А кто же деньги проиграл? Соболев. 90 тысяч долларов. Он играет в казино каждые выходные. Сегодня его тоже там ждут. Герои. Я супер молодец. Теперь мне будет что-то доложить Сорокину. Обожаю. Ну, петушка. Давай. Вот так вот. Спиридонов обратился ко мне конфиденциально. Не появляется ли в клубе его заместитель Соболев? Нам проблемы не нужны. Тем более, он намекнул, что возьмет меня на работу. Я подтвердил, что Соболев появляется у нас каждые выходные. Он уже проиграл 90 тысяч долларов. Понятно, спасибо. Скажите, он сейчас у вас? Нет. Мы должны подъехать. Сегодня все-таки суббота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вячеслав Соболев. Вы арестованы по подозрению... Что вы себе позволяете? Хулиганка! Ну, зачем вы обижаете нашу сотрудницу? Может быть, сами я расскажу, как убили Спиридонова? Здесь я ничего рассказывать не буду. И вообще, пригласить сюда моего адвоката. А вы не переживайте. Будет, будет у вас адвокат. А вот прокурор у вас уже есть. Следователь прокуратуры Сорокин. Майор, снимите показания с этого счетчика. Счетчика? Это хорошо. Значит, сколько лет его знаю, первый раз вижу, чтобы он пошутил. Ничего, люди со временем меняются. Ха, только не Сорокин. Я все-таки не понимаю, как можно проиграть казенные 90 тысяч долларов? На что он рассчитывал? Для себя это неприемлемо. Для него нормальные деньги. А он ни на что не рассчитывал. Он просто об этом не думал. А когда Спиридонов уприжал, он просто взял и убил его. Хитрый все-таки он, да? Подбросил пистолет Бражникова. Но Соболев неплохой психолог. Вот только про отпечатки пальцев на бантике он забыл. Он себе не мог представить, что Ромка засомневается в алиби. Ребят, хватит на сегодня, а? Давайте по домам. Пока. Пока. До свидания. Ну что, подбросить молодежь? Да. Ну, поехали. Пойдем. Алло. Жень, ты чего трубку не берешь? В казино. Как в казино? Так. А сколько ты проиграла? Тридцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пиастра. Но главный мой выигрыш сейчас едет домой. Я жду тебя. А ты? Ждешь меня. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Скажите, пожалуйста, значит, кроме вас у Алены никого не было? Нет, есть еще брат Миша, но он сюда заходит редко. Мы нашли в квартире шприц. Алена употребляла наркотики? Нет, она их ненавидела. У нее из-за этого даже с братом была проблема. Подождите. Тогда откуда в квартире шприц? То есть, наркотики употреблял Миша? Да. Но он не мог убить. Никак не мог. Он сейчас находится в клинике, проходит курс реабилитации. А где вы работаете? У меня своя фирма. Тимелекс. Вот возьмите. Эдуард Васильевич, вы приехали сейчас с работы? Нет, из дома. Вы сказали, что Алена вас пригласила сегодня. Вы на что намекаете? Аленка у меня была как дочь. Я ни на что не намекаю, я просто выясняю обстоятельства. Как она вас позвала? По телефону или… Да, позвонила, попросила приехать. Умоляю вас, найдите убийцу. Постараемся сделать все, что от нас зависит. Пойдем, Катя. Ну, что мы имеем, ребята? Я узнал про повестку в суд. Убитая проходила свидетелем по делу о разбойном нападении на обменник. Она работала там кассиром. На обменник напали трое. Двоих задержали сразу, а третий до сих пор в федеральном розыске. Некто Тимофей Новиков. Он, кстати, был ранее судим за разбой. Так может, этот Новиков и решил, что убийство Скоковой позволит развалить дело? Тайный грех. Только где его искать? Посмотрим. У тебя какая версия? Мы нашли шприц. Брат Скоковой наркоман. Он шернулся, под кайфом совершил убийство, потом забрал ноутбук. Согласно паспорту, который мы нашли, этот ноутбук не из дешевых. У скупщиков за него очень неплохие деньги может получить. Две версии и обе перспективные. Я думаю, нам надо разделиться. И каждый должен порыться в своем углу. Правильно. Ром, ты займись братом, а ты Новиковым. Пройдись по его родне. А я? А ты езжай по скобкам, поищи ноутбук. А я к экспертам. Я думаю, что они мне про флешку расскажут. Гораздо больше, чем все мы вместе взяты и можем понять. Так, ребята, все ясно? До завтра. По домам? Мы искать еще посидим. Взвесимся, варианты. Варианты? Это хорошо. Это хорошо. Посидите, взвесьте. Пойдем, Макс? До встречи. Пока. Пока. Слушаю. А, Антоша, здравствуй, дорогой. Ты почему это не спишь? А, ах, вот в чем дело. Это, конечно, серьезно. Угу. Ой, 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 хорошо. Ай. Знаешь, звонили из клиники Хьюстона? Ага. Обещали прислать условия. Ой, замечательно. Вот все изучим, потом примем решение. Да? Угу. Тебе лишь бы время потянуть. Потом. Ну, не обижайся. Ну, я правда не знаю, как поступить, что я там буду делать. Было бы желание, а работа всегда найдется. Какая? Я могу там быть только домохозяйкой. А домохозяйка ты сам знаешь, какая. Плохая. Кто это может быть? Дедушка, наверное. Здравствуй, дедушка. А я так и знала, что это ты. Я. Да. Значит так, пока вы не уехали в свой Техас... Хьюстон. Ну, Хьюстон. Саш, ты должна защитить честь семьи. Что это значит? Как? Звонил Антошка, и вот то, что я услышал по телефону, ну, это просто позор. Твой брат, Павел, какому-то Андрею проиграл в тире. Ну, впрочем, от него я другого не ожидал. А при чем тут Саша? Саша? Саша должна обыграть этого Андрея. Я прав накудал обещание. Угу. У меня как раз есть время играть. У меня столько дел, ты же сам прекрасно знаешь все. А что у тебя? Я могу помочь. Ну, задушили девушку. И убийство замаскировали под взрыв газа. Надо понять, кто? Мужчина. Почему? Ну, женщина душить не будет. А потом пиротехник – это не в ее стиле. Мужчина. А подозреваемые-то есть? Есть двое. С одним я завтра сама поговорю. А другого надо будет искать. Он проходит по делу об ограблении. Зайду к соседям, они этим занимаются. Ты смотри, как вот все сразу, все сразу решила и определила. Значит, через три дня в городском парке будешь защищать честь семьи. Готовься. Ничего не скажешь, генерал? Вот-вот. А я и ничего не говорю. Здравствуйте. Добрый день. Меня интересует вот эта модель ноутбука. Отличный выбор. Вы знаете, сейчас в наличии такого нет, но я могу вам предложить подобную модель. Я вообще-то из милиции. И у меня к вам вопрос. Может, вчера кто-то сдавал на комиссию именно эту модель ноутбука? Вчера, да. Да, приходил парень. Мы по цене не договорились, но он сегодня перезвонил, сказал, что передумал. Так что вот ждем с минуты на минуту. Тогда я здесь покручусь, а если он придет, дадите мне знак. Да без проблем. Спасибо. Пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста. Александра Николаевна, я в магазине. Должен подойти интересующий нас объект. Угу. Игорь Новиков. А кто его спрашивает? А его спрашивает милиция. Че? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Че надо? Меня интересует ваш брат. Достали вы уже. Тысячу раз говорил, не видел я, Тимофея. Вам придется все-таки ответить на мой вопрос. Когда вы в последний раз видели вашего брата? Давно. До того, как в розыск подали. Он в бега опустился. То есть вы не поддерживаете с ним связь? Нет, вы что, глухой что ли? Я же говорю, не поддерживаю. И все-таки, если он вдруг позвонит и попросит о помощи, позвоните мне. Пожалуйста. Обязательно. Конечно. А, кстати, а где вы были позавчера вечером? А, это типа алиби. Ну-ну. Я, в отличие от Тимоши, криминалом не балуюсь. У меня цветочный магазин есть. Так вот, я там проводил ревизию. А-а-а. Добрый день. Ну что, надумали? А-а-а. Мне жалко такого красавца. Тут же и ведуха, и процессор. Полный фарш. Да знаю, сам выбирал. Понимаю. Бабки нужны. Угу. Милиция, вы задержаны. Э, стоять. Че, в чем дело? Не дергайся. Вот, дела с поличным. Дело раскрыто. Какой с поличным? Так, опусти пистолет. Подними его. Капитан Лапин. Откуда взял ноутбук? Откуда? Купил я месяц назад его. У меня вон на него паспорт есть. Как есть? Паспорт у меня. Покажи. Да его я осверял. Что, его? Похоже, ты его. Ошибочка вышла. Разрешение на пистолет есть? Да он газовый. Я вижу. Так есть? Да, конечно, я... В следующий раз покажешь. Конечно. Погнали. Че, глаза красные? Че, к гриппую. А, гриппуешь? Ну, погнали, погнали. Ты бы, Катюша, проверяла при тем, как вызывать? А то я с места сорвался, ничего не узнал о русских погибших. Так, сколько тебе точек осталось проверить? Четырнадцать. Ой-ой. Четырнадцать, это хорошо. Ну, давай проверяй. Ну, вперед, вперед. Григорий Степанович? Акимов. А вы Старкова, если я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Старкова. Случайная ночка, Василия Федоровича? Случайно она. А вам дежурный пара ОВД настучал. Ну, а что вы хотели? Вы же его чуть было до заикания не довели. А сам виноват. Надо было сразу говорить, где вас можно найти. Так. Чем я вам могу помочь? Меня интересует Тимофей Новиков. Угу. Знаю такого. Дело о нападении. На обмене, я его сам веду. Он в вашем районе засветился. Ну, когда бы он успел? Он у нас с позавчерашнего вечера нары греет. Подождите. Вы хотите сказать, что Тимофей Новиков задержан? Да, позавчера. Шесть-десять вечера во дворе дома Алены Скоковой. А почему нет ничего в сводке о задержании? Потому что... Мы не успели дать. Позавчерашнее, сегодняшнее удали. Сегодняшнее я не читала. Как это было? Расскажите, если не секрет. Мы оставили во дворе Скоковый милицейский пост. Все-таки главный свидетель по делу о нападении на обменник. Ну, и думали, что он туда не придет. А он не бился. Он теперь сядет надолго. А вы его взяли прямо во дворе? Да, прямо во дворе. И в дом он не заходил? Нет, не заходил. А что такое? Тем же вечером была убита Скокова. Да, делал, знал бы, оставил кого-нибудь. Жаль девушку. А скажите, пожалуйста, после гибели главного свидетеля дело о нападении на обменник может развалиться? Нет. При задержании у Новикова был взгляд пистолет, из которого стреляли в кассира. Ну, значит, и друзей Новикова можно тоже исключить. Ну, хорошо, спасибо вам, не буду мешать. Да не на что. Всего доброго. Доктор Жеглова! Тише! Вы что, не понимаете? Здесь люди пытаются отвлечься от своих проблем. А вы в курсе, что тот человек лепит большую черную гусеницу? Молодой человек, это для вас она гусеница. А для него концентрированная эманация его прошлой жизни. Предав своим воспоминаниям зримую форму, он избавится от них и начнет жить заново. Понятно. Очень интересная методика. Да. Хотите испробовать на себе? Упаси бог. Я не наркоман, я из милиции. Старший лейтенант Стрижевский. Что бы ни натворили мои пациенты, это все в прошлом. Ну, меня интересует позапрошлый вечер. Все пациенты проводят вечера здесь. Курс лечения три недели. И Михаил Скоков тоже здесь? Нет, Миши нет. Он ушел из клиники, не долечившись. Что, его отпустили? А здесь не тюрьма. Если пациент не хочет помочь себе сам, он может уйти в любой момент. Так, значит, он ушел. Да, как раз позавчера. Где я могу его найти? Ну, спросите в регистратуре. Он заполнял карточку, там должен быть адрес. Спасибо. Подождите. Вы знаете, его там, наверное, нет. Посмотрите вот здесь. Если вы его найдете, сообщите мне. Ему еще можно помочь. Его надо просто в этом убедить. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, а тут у нас что? Заходи. Я тебе, конечно, помогу. Ты объясни, что случилось. Садись, сейчас все расскажу. Вот, смотри. Вот эта вот флешка. Ее нашли в квартире убитой. Хочешь чай? Да, давай. Мои ребята-эксперты ее вскрыли. Она пустая. Но она явно не новая и была в работе. Ой, не остыл еще. Понимаешь, мне нужно, чтобы ты восстановил информацию. Сможешь? Ну, попробую. Попробуй. Че Антоха? С нетерпением ждет, когда ты с ним в тир отправишься. Ты же там обещала кое-кого наказать? Да не я обещала, а дед. Ага. Ну, ладно, накажем. Ну, все, сиди здесь, тебе никто не будет мешать, а я пойду к ребятам. Хорошо. Удачи. Давай. Пашка, а я тебя закрою, чтобы никто не мешал. О, Александр Николаевнович, здравствуйте, я к вам. Чего? Значит так, есть информация от Комарова. Кровь на теле Скоковой принадлежит ее ближайшему родственнику. И эта кровь идентична крови шприца и кровавым пятнам на полу, которые мы обнаружили. Получается, значит, это Михаил? У него нет алиби. Слушай, у меня замок сейчас работает. Давайте я могу. Пробуй, может, получится. Я был в лечебнице, и мне сказали, что он... Да, е-мой, что он ушел оттуда два дня тому назад. Сейчас. Осторожно, не сломай стенку. Не сломай. Дай. Ну, к отчиму он не пошел, потому что омский не знает. Надо приподнять о том, что он сбежал. О, есть. Ага. Возможно, он своей подружке. Она забирала его из лечебницы. Да что там? И на всякий случай оставила свой адрес. Слушай, найдите этого Михаила. Он у нас конкретный подозреваемый. Хорошо, я возьму с собой Макса. Ну, возьми Макса, давай. Максимка. Привет. Миша. Миша, иди ко мне. Да отстань ты. Не видишь меня колбасит. Я тебе говорила, тебе соскакивать надо. Может, было бы лучше, если бы ты долечился. Ну, да, давай еще ты меня полечи. Вот чему не хватает с его наставлениями. С Аленой нехорошо получилось. Знаешь что? Сам дурак. Если бы ты не шевелся, ничего бы не случилось. Алло, Колян. Здорово, это я, да. Слушай, надо одну вещь толкнуть по-скорому. Да не, моя. Серьезно. Отче, мага подарил. Ага. Сейчас подъеду. Давай. Здрасте. Добрый день. Капитан Лапин. Я могу увидеть Михаила Скокова? Да. Очень хорошо. А ты правду говоришь? Действительно, правду. Извини, я перезвоню. Далеко собрался? Максим, клиент готов. Айди. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Так. Стой, 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 стой. Куда? Так. Хорошо. Есть! Ну-ка, парень, да что ж? Открывай! Я за машиной. Ну-ка, парень, да что ж? Ну-ка, парень, да что ж? Ну-ка, парень, да что ж? Саша, хочешь узнать результат вскрытия флешки? Жду. Ну-ка, парень, да что ж? 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 Ну, ты вскрыл? Да. Смотри. Стоять, милиция! А что случилось-то? Братаны, братишки, братушки. Чего ты нас убегал? Ну, причин много. Таких причин? Да ну, разных, всяких. А что у тебя в сумочке такое тяжелое? Слушайте, ноутбук. Разбился, наверное. Нет, не разбился, ноутбук. Откуда ноутбук? Отчим подарил. Ты же его не видел, просто из больницы вышел. Не ваше дело. Наше дело, наше, еще как наше. Сейчас разберемся. Поехали в отдел. А мы спешим. Так нет же, а как же велик-то? Чего же, как же велик-то? Видишь, на флешке записаны пароли и коды доступа к банковским счетам фирмы «Томилекс»? «Томилекс»? Слушай, с ума сойти можно. Оказывается, господин Омский не очень откровенен. А это кто Омский-то? Ты о чем? Это очень интересный Омский. Ой, какой интересный Омский. Пашка, ты мне так помог, ты мне так помог! Я даже не ожидала, что получится. Слушай, пойду или к пацану отдать? А я тебя подберу. Хорошо. Пускай ведь наш милиционер будет. Давай, поехали! Вырастет, может, милиционером будет. Хорошая машина, слушай. Вот туда. Пацан, ты где? Ну вот, отстреляешь в тире, отстаешь в честь нашей семьи, как говорит дед, и будем в расчете. Ну понятно, теперь я никуда не денусь. Передай Антошке, что я постараюсь победить. Хорошо. Да, кстати, всю информацию я слил в твой комп. Угу. Угу. Сейчас, прости. Да. Сейчас приду. А может быть, ты посмотришь, что там со счетами этой компании? Слушай, всегда так. С самого детства. Бессовестное. Мне стыдно. Сейчас посмотрю. Сейчас приду. Давай флешку. А кто это ее так? А ты сам не знаешь? Откуда? Майор Старкова, здравствуйте. Здравствуйте. Ну я вижу, вы уже в курсе, что убили вашу сестру. Когда вы ее видели в последний раз? Это... Давно. Еще до клиники. Неправда. Наш эксперт установил, что кровь из шприца и кровь на полу, которую мы обнаружили, принадлежит вам. И появился она там не более полутора суток назад. Так что давай, Миша, выкладывай. Ладно. Это... Я был у Алены. Ну, вчера. Там еще во дворе мы мужика какого-то повязали. Ну и что было дальше? Я подождал, пока они свалили. Ну, зашел в дом. Аленка, она, ну, сказала, без проблем. А у меня ломка. Ну я это, шприц достал. Слушай, давай дальше. А. Ну, вот. А тут Аленка вбегает. И прям мне сразу в нос и врезало. Прям как кошка вцепилась. Кричит, мне не нужно, говорит, брата, на наркомана. И прямо весь нос разбило. Ну а я что, я ушел, в маршрутку прыгнул и уехал. Все. Чего ты вообще туда поперлся? Да я денег хотел у нее занять. Денег она вам не дала, и вы забрали вот этот ноутбук. Да вы ж, да вы что, вы, я, я Аленку не трогал. А ноутбук это вообще не ее. Подожди, подожди, стоп, 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 Миша. Объясни нам внятно, чей это ноутбук и где ты его взял. Я говорю, я поехал потом к отчиму, у него денег взять, а его дома не было, но я ноутбук и позаимствовал. Украл? Да нет, взял, отчим же. Михаил, скажите, пожалуйста, а в каких отношениях была ваша сестра и Омский? В плохих. Аленка, она, она была уверена, что это Омский довел матушку до самоубийства. Грозилась ему это, отомстить. А это было самоубийство? Я не знаю, знаете, история темная. У меня у самого тогда проблем было выше крыши. Опять же, отчим меня в эту клинику положил, а сам ни разу ко мне не приехал. Спасибо большое, Михаил, вы нам очень помогли. Александра Николаевна, товарищ майор, я… Капитан Лапин, сейчас Михаил уйдет, только даст нам подписку о невыезде, да? Я никуда ехать не собираюсь. И я вам все объясню. Ромочка, проводите Михаила, пожалуйста. Рюкзачок, можно? И оформите. Все. До свидания. До свидания. Слушай, Миш, тебя в больнице ждет доктор Жиглова, может подбросить? Спасибо, я сам. Тихо-тихо-тихо-тихо. Привет. Александра Николаевна, разрешите доложить, никто подобную модель ноутбука не сдавал. Ой. Так вы нашли его? Мы его изъяли при задержании? Саша, именно при задержании подозреваемого, которого ты только что отпустил. Я жду объяснений. На флешке, флешке, которую мы нашли у убитой Алены, находились пароли и коды банковских счетов фирмы «Темилекс», хозяином которой является Омский. Что ты хочешь сказать, что… Ну, конечно, конечно. Я сейчас попытаюсь убедить Сорокина в том, что нужна хорошая проверка этого «Темилекса», и ты поедешь с официальным письмом в банк, а ты езжай к дому Алены. Ну, поговори еще раз со всеми соседями, может, мы кого-нибудь пропустили. Хорошо, есть. Привет. Мне бы войти. У нас ревизия, посторонних не пускаем. Милиция. А мне все равно, хоть из Интерпола. А, типа независимая структура, да? Банк закрыт. Я же сказал, у нас ревизия, урод. Слушай, какой же ты грубый, дружок. Ну, чего? О, Смирнов, ВВ. Будем звонить твоему хозяину. Алло, Палыч, привет, да, это я. Ты знаешь, тут на входе некто у тебя… Смирнов, ВВ. Не пускает. Ревизия, говорит. Он же у тебя не работает, да? Слушай, как смешно, а. Стоит здесь уже безработная, не пускает. Нет, милиции не нужно, я его сам арестую. Ну, пока. Ну, так чего? Я прохожу или будем арестовываться, урод? Разрешите. Проходите. Спасибо. Что-то вы носите здесь. Ну, что, будем арестовываться или я прохожу? Послушай, а здорово, что я никого не звонил, а, Вован. Вообще-то я Витя. Ты Витя? Это хорошо. Ну, так что ты не понимаешь? Я вот не понимаю. Если из числа подозреваемых остается только отчим, то каков мотив? Зачем ему это надо? Паша вчера вскрыл флешку этой Аленой, и там были все пароли фирмы Омского. Она просто могла снять деньги. Вот тебе и мотив. Ну, тогда понятно. Да, Макс. Да ты что? Спасибо. Что? То, что я и говорила. Что, денег на счетах нет? Угу. Да, да, Кать. Угу. Скоро буду. Угу. Давай. Ну, куда ты побежала-то? Сейчас. Ром, ты где? Позавтракали называется. Вот я как раз сейчас разговариваю с Эдуардом Васильевичем. Передает вам привет. Интересуется ходом дела. Да. Прям туда? Хорошо. Сделаем. Я не понимаю, чему, чему вы улыбаетесь? Вам что, сказали что-нибудь веселое, да? Вы что, не понимаете меня? Только что погибла падчерица. И жена только что ушла из жизни. А ее сын Михаил вообще безнадежно больно наркоманией лечится. Да и в бизнесе дела у меня сейчас не у… Вы не волнуйтесь. Мы во всем разобрались. Александра Николаевна просит вас проехать на место преступления. Прошу. Ну вот, выхожу из этой квартиры. Я у Маринки был. Мы с ней скоро поженимся. Понятно. И что вы увидели? Я увидел, как из этой двести второй квартиры мужик выскочил и понесся вниз. Даже лифт не вызвал. Глаза выкатил и вниз. У меня к вам будет просьба. Сейчас сюда приедут несколько человек, войдут в квартиру. Вот если вы этого мужчину узнаете, кивните мне головой, ладно? Да у него такая рожа. За километр узнать можно. За километр? Это хорошо. Спасибо. Паш, ну что, узнал про деньги? Где говоришь? Спасибо, ты самый лучший брат в мире. А вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Николаевна. Может, объясните, что происходит? Я все объясню. Проходите, пожалуйста. Я готова объяснить вам, зачем вас сюда привели. Мне все это напоминает спектакль про Ретюри Пуаро. Только, знаете, мне это сейчас не смешно. Тем не менее, вам придется меня выслушать. Если вам покажется что-то не так, попытайтесь меня опровергнуть. Я вижу, вы говорите серьезно. Я готов внимательно вас выслушать. Алена считала вас виноватым в самоубийстве матери. Да, это ее трагическое заблуждение. И попрошу поаккуратнее с определением моего участия в этой драме. Об этом мы поговорим потом. Она выполнила свое обещание разорить вас, и, будучи хорошим хакером, она вскрыла коды банка и сняла все деньги с ваших счетов. Допустим. Я знал, что вы узнаете о моем разорении. Мне вообще-то жаль, что на них поступило. Жаль. В тот день к ней пришел ее брат, который сбежал из наркологической клиники. В связи с тем, что она не одобряла его наркологических пристрастий, она его выгнала. Я, между прочим, тоже не одобрял, поэтому я его определил в клинику. Я не знал, что он сбежал. Потом к ней пришли вы. Да, да. И вы меня видели отлично. Прихожей мы с вами встретились. Это был второй раз. А в первый раз вы пришли, чтобы потребовать свои деньги обратно. Алена, видимо, отказывалась. И тогда вы в состоянии аффекта накинулись на нее и задушили. Бред какой-то. Вы сошли с ума. Вам срочно нужен отпуск. Мне правда нужен отпуск. Когда вы поняли, что произошло, вы решили все замаскировать под самоубийство. Вы открыли газ и зажгли свечку. Квартира должна была наполниться газом и взорваться, но вы не учли одного. Когда вы выходили, был сквозняк и свечка потухла. Вы забрали ноутбук Алены в надежде узнать, куда она перевела деньги. Да чушь какая-то! Я никого не убивал! Там на лестнице стоит свидетель. Который видел вас в убегающем из квартиры в момент убийства. У Михаила мы изъяли ноутбук Алены, который он, в свою очередь, взял у вас из квартиры. Вы что, не обнаружили пропажи? Спасибо, Рум. Уйди же ты! Быстрее! Да быстрее же! Я на перехват! Омске не дурите! Омске не дурите! Вот за что я тебя люблю, Рома? Ты быстро бегаешь! Давай, вызывай наряд в первомедицинскую и на допрос. Извините, каблуки. Не сломала? Нет. Пошли. Пошли. Ой, а куда, кстати, наш хакер принял один? Уйдал. 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 Сказал, что он наркологическую холению. Есть. О, молодец. Ура! Ну что, доволен? Конечно. Честь семьи спасена. Ну так, я старалась. А вот это было лишнее. Иногда хочется быть старомодным. Ура! 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 Держи. Здорово. Держите. Давай, Мишку. Спасибо. Убашка, заслужили. Ну, пошли. Ура! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова День и ночь год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Катя, ты, значит, сверяй, все ли правильно делай? Хорошо. Ну, а я общий, так сказать, руководцем. Ну да, кто бы сомневался. Ну, а где мои инструкции-то? Ну, как бы... А вот она у вас. Ну, читаю. Так, шкаф-купе трехсекционный, отличается современным дизайном и простотой в эксплуатации. Что там еще? Иду. Жень, помоги. Мать умирает. Иду. Я с тобой. Скорую вызвали? Да, но они еще не приехали. Угу. Жень, давай сюда. Что хоть случилось-то, а? Не знаю, я с ночной смены пришел, а она... Вот. Уведите ребенка. Пойдем, Игорек. Саш, пойди, открой окно. Хорошо. Жень, ну что? Все. А если бы скорая приехала раньше? Нет, они потому что ничего не успели сделать. Уже поздно. Похоже на отравление. Вы обязательно проверьте ее на отравление метанолом. Запомнили? Метанолом. Все признаки были. А вы что, врач? Да. Да, я врач. Кардиолог. А что случилось? Ой, Петь, а ты что это? Че, бабка наконец померла? А вот это вы рано радуете. Вы думаете ее отравить? Ой, ну ладно, ладно, ладно. Вы думаете, ее отравить? Хрен вам в вашем городе. Вы будете у тебя сливки ночевать? Вы все свидетели, ты посмотри, а? Мать свою бил, меня бил, а? Дочки вон жизнь испортила, горька еле отстояли. Гадюки вы, гадюки. Слав, ну ты тоже, ну, оставила женщину одну в доме. Ну ладно, ну че, не ваше дело, ладно. Считайте, что это я спрашиваю. У меня че, серьезно, что ли? Это отравление какое-то? Кому она нужна-то? Ну ладно, че мы? Да не, ну че вы, холодильник-то пустой, мы вон в магазин вышли. Ну продуктов-то нет. Она как лежала, так и лежит. Ну, ну не первый раз. Вон Петька должен был прийти. Пусти, ты где был, козел? Ты где был, козел? Пусти меня, давай, иди, у нас же поминки делали. Пошли, мама. Отпусти руку, я в порядке. Пусти, бабка-то померла. Ой, стартая, небесная. Ой, доча. Эй, стойте. Собрали шкафчик. Как же вы теперь без меня с ним справитесь? Я постараюсь. Надеюсь, шкаф будет собран до вашего отъезда? Ну не начинай, пожалуйста. Ну, пока еще никто никуда не уезжает. Кроме вас. Я-то еду недалеко на дачу. А ты вот в Америку. Ну, это через полгода, да и то еще неизвестно. Ну, хватит, а? Согласен. Сейчас нужно думать о другом. Умнеешь на глазах. Стараюсь. Че ты стоишь? Садись. Ты ведь не собираешься пускать это дело на самотек? Какое? Какое? Все симптомы указывают на отравление. Тебе с коричневой или с белой начинкой? Не увиливай. Симптомы — это не доказательства. Да? А что доказательства? Так с какой? С коричневой или с белой? Не до этого сейчас. Доказательства? Заключение патологоанатома. Женя, сегодня выходной. Нормальные люди отдыхают. Это говоришь мне ты? Саша? Да. Вот позвони Яше, чтобы он утром занялся овалей. Пусть затребуют ее из городского морга. Позвони. Позвони, позвони. Я уверен, что прав. Заключение патологоанатом. Нет. А вы кому звоните? Ах, вы даже знаете, кем работает Яков Аркадьевич. Да, видно, дело далеко зашло. Вы замужем? Нет. А сколько вам лет? А, судя по голосу, намного моложе Яков Аркадьевич. Ах, 32. Ну, все равно ему не пара. Нет? Да, Сашенька, слушаю тебя. Не обращай внимания. Просто трубку хватает, все, кому нельзя. Что случилось? Сделать вскрытие для тебя с наслаждением. Как фамилия Брахина? Что-то я не помню такую. А, соседка. Ясно. Отравление-то кто сказал? Твой Женя. Понятно. А тело где? Ну, хорошо. Хорошо. Не-не-не, раньше 11 не приходи. За результатами только после 11. Ну, все, пока. Кто это Сашенька? Товарищ по работе. Мариночка, я очень прошу тебя, ну не делай так больше. Никогда. Чего не делай? По телефону моему не надо разговаривать. Пей кофе. Да, жалко, что у нас с этим шкафом-то ничего не вышло. Сегодня не наш день, явно. Да. Да. А вы кому, простите? Я этажом ошибся. Какой-то подозрительный тип. Подожди меня. Кто? Кто? Я кто? Что долго там? Зинкин жених. Кто? Зинкин жених. Ну, подозрительный тип. Я чувствую, понимаешь? Ну, перестань, ты сгущаешь краски. Ну, Саша, Саша, это непростое дело. Ну, ладно, поживем посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Подозрительный тип. Посмотрим. 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 О, Саша, пойдем, пойдем ко мне, поговорим. Ну что, Яков Аркадьевич? Ну что ж, то, что. Сейчас, отравили твою соседку метанолом, прав Женя оказался. А как давно, можете сказать? Ну, без анализов очень приблизительно, ну где-то в районе трех часов. Принуждали? Понимаешь, какая штука, есть гематомы на теле, обнаружены и немало, но не в районе шеи и не в районе рта. Да, я поясняю, если бы ее душили, чтобы она открыла рот, или там раздвигали зубы, чтобы залить метанол, остались бы следы, их нет. Поэтому я, например, не склонен предполагать, что ее заставляли пить. То есть получается добровольно? Угу. А что, она не понимала, что пила? Ты знаешь, я тебе так скажу, нет такого человека, который бы сразу мог точно определить, какой перед ним спирт, этиловый или метиловый. Но только что нечистый металл, он отдает дымком и немножко желтоват по цвету. Вот и все различие. Ну тогда зачем это надо было пить? Угу. Угу, непременно. Вот. Я попросил, и Юлика все быстро организовала. Ой, спасибо. Сейчас Александр придет и начнет гонять. А я не могу. Голодно работать. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ну что, как вы думаете, Александра цена это от дела? Скорее всего. Соседи, которые сто лет знаешь, это как родственники. Возможно, придят. Ну, не только. Думаю, она сама не захочет заниматься этим делом. Ежа еще жить с ними дальше. Вот, Катюш, не хотела работать в детской конкурсе милиции? К нам стремилась. Романтика. Погони, выстрелы. Что получила? Парушку, которую отравили? Что? Ну, что начальство сказала? Меня отстранили. Главнокомандующая теперь Лапин. Так, Ромка, дуй за санкции на обыск. А ты позвони Комарова, скажи, через час будем. Хорошо. Уже же командовался. Так, я говорю, быстро доедаем, погнали. Максимка, надо как-то поласковее с подчиненными. Беру пример с тебя. Привет-то. Привет. Привет, Кирилл Сыночек. Привет, Сережа. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Не знаете, Брахины дома? Да вот только что дрались, конечно, дома. И часто они так? Ну, не часто, а бывает. Только жалко Зинаиды Брахиной, потому что если ее посадят, с кем она останется, понимаешь? Да ладно, не посадят. Она в положении, разве ее посадят, правда? А муж у Зинаиды Брахиной есть? Да какой муж, господи? Она привела его с этого, с базара. А ну иди, иди. Игорька тоже принесла в подоле. А вы в каком подъезде живете? Мы живем вот здесь. Девушки, а паспорта с собой? Нет, дома. Спокойно, спокойно. Знаете, пошли, взяли паспорта и поднимаете в квартиру Брахиной. Понятыми будете, понятно? Хорошо, понятно. Все ясно. Хорошо. Пашу, вперед. Ну что за детский сад? Что, не могли подождать и подняться, как люди? Ты знаешь, Илья Федорович, мы поспорили, что добежим Девятого и не рассыпимся. Видишь? Не рассыпались. Вижу. Нет. Потому что мы не рассыпались, но еще не такой забег, и я рассыплюсь. Понятно, чем вы занимаетесь своим отделем. А где Саша? Дело идет, Лапин. А Александру Николаевну как-то неудобно соседей допрашивать. Понятно. Катюш, там у них мальчик маленький. А ты веку, Саша, Женьки сердом нет. Не надо мальчик носить, смотреть. Так, даже как-то непривычно без нее. Справишься? Юрий Семенович, ты-то здесь, значит, справимся. Ну, пошли. Пойдем. Так, стоп. А где понятые-то? Здравствуйте. Так, пошли все сборе. Стой! Откройте милицию. Че надо? Вас надо, откройте! А мы милицию не вызывали. А мы взяли и пришли. А вот ордерок на обыск. Так, ордерок вернули. Давайте, проходите быстрее, сквозняк. О, и эти тут. Здравствуйте. Здравия. Че у нас есть-то? Че у нас есть-то, чтоб искать? Ну, это козел-то, он все пробил. Посмотрите, вот книжки еле сберегла. Да сама ты тура. Я не одну книжки не пробил. Да заткнись. Мальчик где? Там. Это что это такое-то? Мам. Что, мам? Не мамка. Что такое случилось? Тихо. Да заткнись. Назад кнись, ты, крестяк. Ты что, заманка? Да люди же на вас смотрят. Перестаньте хабариться. Да что же это такое? Так, ты чего сюда расселась, а? Ты чего, постыдилась бы? Так, тихо. Так, тихо. Скажите, где комната покойной? Ну, так вот здесь. Вот она. Что, в прихожей? Че это в прихожей? Вон большая светлая комната, вон люди хуже живут. Все, я начинаю работать. Так, понятые хозяева, проходим. Проходим. Проходите. Так, проходите. Давайте, идите. Это, ковер-то не попортите, а? Не волнуйтесь. Проходим, проходим. Ой. Тетя Саша. Проходи, проходи. Тетя Саша, а кто нам обещал чайку с конфетами? Ну, как ты? Если я обещала, то, конечно. Рука, давай, садись. Вот конфеты. Садись. Сейчас будет чай. Ага. Все, оставляю тебя. Ну, Игорек, а что ты рисуешь? Ты мне покажешь? Ой, как здорово. Это бабушка на диване. Да? Спит? Нет, не спит? Бабушка болеет? Ага. А почему ты молчишь? У тебя языка нет? А что ж ты молчишь? Не говоришь? Ну, хорошо. Тогда молчи и рисуй. Сейчас я сделаю чай. Так. Скажи, это все твое хозяйство, а? Ну. Слушай, Петрух, а ты получаешь все типа водитель, да? Да. А посмотри внимательно. Ничего не пропало у тебя. Да, не знаю. А, вот тут бутылка с незамерзайкой стояла. Ее, видимо, свистнули. Незамерзайку свистнули? Интересно. А кто бы это мог быть, не знаешь? Не знаю. А, ну. Я жиле только что. Зинкин ухожора. Больше некому. Зинкин ухожор. Юрий Семенович, скажи мне, а незамерзайка на метаноле? Вообще-то, в найти лень. Но если левая, очень может быть. Может быть, значит, свистнули. Понятно. Значит, вы утверждаете, что вместе с матерью ухаживали за покойной Валентиной Петровной? Кормили ее, поили? Да. Чем поили? А что мы пили, то и она пила. Ага. А мусора можете не смотреть. Он у нас регулярно выносится. Чтоб никакая разная живность в доме не заводилась у нас же ребенок маленький. Все-таки. А бутылки? А бутылки это не мусор. Их сдать можно. Юрий Семенович, зайдите, а! О! Водка, пиво. Юрий Семенович, ты на всякий случай экспертизу-то сделай. Хорошо. Значит так, берешь сейчас Катерину и дуй с ней на рынок. Пускай вам Зинаиды своего знакомого покажут. Похоже, это он не замерзайку с лоджи увел. Понял? Понял. Пойдем? Давай, собирайся. Угу. Одеться можно, да? Ну. И так хорошо, не в большой идешь. Да? Давай-давай. Что такое сеть? Все собирать? Ну, все, Семенович, бери на всякий случай все. Хорошо. Ну, вдруг что всплывет. Да. Не пьющая камера. Ну, пошли. Пойдем. Яблоки из Молдавии. Шикарные молдавские яблоки. Вкуснейшие яблоки. Мерли Молдова. Продам недорого. Шалар. Шалар. Куда? Стоять! Вставай. Давай-давай, вставай. Ой. Ужас какой. Руки. Это что? Это не мое. Ага, понятно. Да ты, друг, плывешь, а? Связалась над карманом. Тихо, тихо. Так. Шалар. Эмиль Григорьевич. Место рождения, город Фла-реш. Фла-решты. Фла-решты. Республика Молдова. Регистрация в Москве. По сериалам. Понятно, нету. Разрешение на работу. Украли. Нету. Ага. Привлекался? Привлекался. По какой статье? Мошенничество. Не ты старушку замочил? Какую старушку? Я никого не мочил. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Козел. Так, спокойно. Так, показывай, где вы кто-то с незамерзайкой. Какая незамерзайка? Который у Брахиных украл. Я ничего не украл. Ключи от машины, быстро. Да зачем мне ключи? Она не едет. Я сплю в ней. А кто же это стоит рядом с бабушкой Валей? Наверное, это бабушка Клава. Да? А что у нее в руках такое интересное? Бутылочки. А, наверное, это чай. Нет, не чай? Ну, тогда молоко. Не молоко. О, какая я глупая. Это же лекарство. Да? Да? Ну, конечно, она же лечила бабушку Валю. Ну, что? Произвели задержание знакомого Зинаиды. Пытался скрыться. Красота. Господи. Сейчас, Игорек, мы придем. Пойдем, обработаю. Сейчас, Игорек. Мы сейчас придем. Ешь. Игорек сделал мне картину, где Клавдия поет Валентину из какой-то пузатой бутылки. Ну, вроде как лекарство. Так что ищите эту бутылку. Давай. Ну, ладно, я дуть буду сейчас. Терпи, боец. Ничего плохого я и не делала. Как за родной ходила. А когда доктора от нее отказались, я в деревню, поехала к знахарю, привезла настойку. Так. Настойку привезла. Какую настойку? Рома. Нужно искать бутылку с жидкостью. Так, стоять. Юрий Семенович, можно вас? Иду. Что еще? Ну, в смысле, Лапину покажите. Руку-то отпустите, а то больно ведь. Ам. Вот эту настойку вы давали покойной? Да. По чайной ложке перед сном на стакан воды. Короче, я записываю. Вы признаете, что именно из этой бутылки вы давали покойной настойку? Ну, да, из этой. Юрий Семенович, а что ты скажешь? Слабоокрашенная жидкость желтоватого цвета, без осадка, спиртосодержащая с запахом пригоревших котлет. Конечно, без анализа ничего утверждать не могу, но по внешним признакам вполне подходит. А ты мне дело шил? Да что я, нехрич что ли какое свою мать травить? Это все она со своей настойкой. Вы кого слушаете? Этого алкаша, что ли, да? Я ее отравила, да? Тихо. Это вот мне за все хорошее, да я сдохну, а докажу, что я ее не травила. Клава, Клава! Гражданка, да что вы? Ты что? Ну, что у вас там? Ну, что? Промывание сделали, лежит сейчас в палате под капельницей, но пока не выписывают. Угу, понятно. Сыночка, пойдем, дорогой, иди скорее ко мне. Иди, мой мальчик, скажите сейчас спасибо. Чего он молчит у вас? Ну, с чужими стесняется, мы ему разговаривать с чужими не велим, всяко может быть, так что... А рисует очень хорошо, надо учить его. Ну, где же денежек-то взять? Нету денежек-то, да, солнышко? Пойдем. Так что, до свидания, Александра Николаевна. До свидания. Пойдем. Мне? Ой, спасибо большое. Ну, мы пойдем. Спасибо. До свидания. Пойдем. Привет, ребят. Спасибо, что собрались здесь. Не будем дразнить гусей в отделе. Александра Николаевна, мы взрослые люди, все понимаем, закон есть закон. Ну, давайте подведем итоги. Значит, так, вскрытие показало, что Валентина Петровна Брахина была отравлена метанолом, который, как известно, входит в состав левой незамерзайки. Но кто из четверых ее убил? Тем более, что учтите. Следов насилия на трупе нет, так что это не мог сделать кто-нибудь из чужих. Квартирный вопрос. Квартира записана на Брахина. Какой ему смысл убивать мать, если квартира и так его? Но он водитель и знает о свойствах метанола. Шалар тоже водитель. К тому же он сидел. Мог на доме иметь женщин. Возможно. Шалар подала мысль. Клавдия съездила за настойкой и приучила ее пить свекровь. И в какой-то момент подменила жидкость, которую она привезла, на жидкость с незамерзайкой. Бутылку она выбросила. Вы помните, Брахин сказал, что у нее пропала бутылка с незамерзающей жидкостью с балкона. Да, но доказательств нет. Тем более, бутылку мы не нашли. Одни умы заключены. Ведро было пустое. Клавдия уверяет, что каждый день выбрасывает мусор. А если попробовать полиграф? А? Он определит убийцу, а мы потом уже психологически прижмем его. И он сам выдаст доказательство своей вины. Так он все сам и рассказал. Но, кстати, это неплохая идея, Кать. Правильно, давайте пропустим эту кампанию через полиграф. Макс, давай ты, главное, тебе все оформлять. Саша, нам здесь без Сорокина не обойтись. А кто говорит, что без прокуратуры? Вот пускай Сорокин теперь все это и возглавит. Давайте, ребята, действуйте. А я в деревню к дедушке. Деревня-то хорошо. Хорошо. Деревня-то хорошо. Ну, как там? Никак. Шаларом пролетели, так же, как и Зинаиде. Никто из них не убивал. Остается только Брахин. Видите его. Присаживайся, пожалуйста. Сюда. Да. Угу. Присаживайся, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Брахин. Петр Ильич. Это фон. Возьмем это за основу. Сколько вам лет? 53. Будет. Сейчас 52. Вот алкаш, да, свой возраст не помнит. Вы попивали сегодня? Нет, я хотел для храбрости, потом не стал. Объясняю, полиграф обмануть невозможно, поэтому говорите правду. вы меня поняли? Да. Ну вот и чудненько, тогда начнем. Вы ухаживали за своей матерью, когда она болела? Не, не, я не мог. Я, я же работаю, это все они. Клавка с Зинкой. Значит, за Валентиной Петровной ухаживали вашей женой и дочери. Да. Ухаживали. Они орали на нее, валяли как бревно по дивану. А я что, я, что я мог сделать? Я ради матери чего не вытерпишь? А кто, по-вашему, виноват в смерти Валентины Петровны? Они. Им надоело за ней ухаживать, они ее и отравили. Весь дом слышал, как они орали, чтоб ты сдохла. А они знали, что не за мерзавикой можно отравиться? Ну, конечно. Я когда принес, я всем все объяснил. Мать еще тогда ходячая была. Это она потом слегла. А вы? Лично вы видели, как ее отравили? Нет. Полиграф обмануть невозможно. Товарищ следователь, мать убил я. Это не они. Да, 方面. Мать убил я. Один. Она тут мать убил яркий Твое волос. Якобы訓完 меня переходит . Хозяева, есть кто-нибудь дома? Привет, Саша. Ой, кто это ко мне приехал? Привет. Ой, гости дорогие, здравствуйте. Проходите, проходите. Ну, когда ехали? Хорошо. Хорошо? Уютно как. Ой, собака у тебя потрясающая какая. Страшная. Александра Николаевна, вы знаете, я когда услышала признание Брахина, мне стало сразу понятно, что он наговаривает на себя. Ей стало понятно, а полиграфу не стало понятно. Такую прямую вытолк, Сорокин аж подпрыгнул. Не может быть, держи. Не может быть, спасибо, но было. Здесь все просто. Дело в том, что Брахин говорил несказательно. Он действительно считал себя виноватым. Он не травил мать, естественно. Он своим пьянством довел их до смерти. Точно. Как он кричал. Чего кричал-то? Разве я человек. Вот какая-то проклятая. Из дома все вынес и пропил. На мне вина до конца дней моих. Отца вспомнил. Говорит, отец встретил на том свете. И скажет, как же ты, сынок, мать погубил. Просил его стрелять. Сего? Высадить по жизни, да? Ну ладно, чего смешного. Ну раскаялся человек. Ну что? Я Сорокин вспомнил. Чего? Он так испугался, что полиграф сгорит. Кричит, отстегните его от аппарата. Ребята, смех смехом, а дело все-таки у нас повисло. Феномных мы так и не нашли. Александра Николаевна, а может нам с генералом Старковым посоветоваться? Может и посоветоваться. С генералом это хорошо. Ты знаешь, Саш, давай-ка мы поедем до дома, до хаты. А ты сделай здесь сама по-семейному тет-а-тет. Без нас тебе проще будет. Я пляничков возьму на дорогу? Сколько? Все бери, бери все. Какой все? Так что Василий Федорович не остался. Василий Федорович, форму надо держать. Он вам посоветует после этого. Хватит, положи на место. Ты все пряники собрала вообще. Вот держи себя. Давайте помянем, наконец, память моей матери. Ну и, значит, твоей Зинка-бабке. Че сидишь? Ну, пей. Как получается? Никто не виноват. Типограф? Фу ты мэ. Полиграф этот. Типа все правильно показал. Никто не виноват. А ты что ж считаешь? Кто виноват, я? Или, может, мать вон, которая в больнице лежит, готова была сама отравиться, только чтоб... Иди, иди, мы разговариваем. Только чтоб доказать, что не травила. А? Или мошала? Так его что ж проверили? Ладно, не трынди. Но если никто не травил, так как же? Ты же не думаешь, что это сделал Игорек? Ты что, с ума что, сошел уже? Допился? Господи, когда же это кончится, а? А-а-а-ай! Игорек! А почему ты здесь сидишь один? Игорек, это с чужими говорить нельзя. Со мной можно, мы с тобой друзья. Ты помнишь, что было у меня в гостях? Да. Вот, значит, мы с тобой друзья. И что ты делаешь здесь так поздно? Делаю пить вину. А баба Вали нет. Игорек, а баба Вали пила вино? Нет. А что она пила? Лекарства. А ты ей приносил лекарства? Да. А где ты их брал? Она мне сказала, и я принес. На балконе в шкафчике? Угу. А потом баба Валя выпила лекарства, ты помыл стаканчик, а бутылочку выбросил, да? Да. Игорь, я уже хотела в милицию убежать. Ты почему один из дома ушел? Не смей никогда из дома один уходить. Здрасте, Зина, вы бы последили за ребенком. Что же у вас один-то? Я слежу за ребенком. Да, у нас один никогда не гуляет, правда? Он хороший, мальчик послушный. Просто у нас очень много событий случается в этой жизни. Вот. Просто ему плохо без бабушки, правда же? Пойдем скорее. Пошли. Макс, к сожалению, мы с дедом ничем помочь тебе не сможем. По-моему, у тебя вырисовывается висяк. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, хорошо Прошу Ну, что ж Да-да О-о! Василий Фёдорович! Какими судьбами? Сколько же вы не виделись-то? О, с момента моей отставки. Но я не по твою душу. Яша, я к тебе. Здрасте. Присаживайтесь. А как вы вычислили меня, что я у Юры? Насколько я помню, вы здесь всегда после работы собирались на мензурку чая. Правильно помнишь. Ну что ж, присоединяйся. Нет, я по делу. Какие проблемы? Да нет, проблемы-то не у меня, а у Сашиного приятеля. У Жени? Да. А мне Саша не говорил ничего? Ну, она ничего и не знает. И ты ей тоже не расскажешь. А, секреты? Угу. Так что случилось-то? Вроде живым я нечасто нужен. У Жени умерла пациентка, и его подозревают во врачебной ошибке. А от меня что хотите? Вскрытие сделать, да? Ну, в больнице тоже вскрытие не делали, потому что не могут родственников пока найти. А что я могу сделать тогда без вскрытия? Вот тут я тебе дам распечатку. История болезни пациентки. Ну, тут и анализы, там все. Ты посмотри, может быть, нароешь что? Только имей в виду, мне надо это очень быстро. Ну, для друга и учителя брошь все дела. А сами что думаете делать? Ну, буду шерстить в окружении умершей. Может быть, там какие-нибудь недоброжелатели найдутся. Значит, все-таки думаешь, что криминал? Ну, пока не знаю. Вот. Саша тоже так всегда говорит, когда не уверенно. Так одна кровь. Кстати, про кровь. Не худо бы у покойницы взять кровь для анализа. Потому что, ну, одно дело бумаги, а в больнице, если криминал не искали, то передайте ему вот это. Это для забора крови у покойников, но он знает. Да. Ну, что, теперь-то можно? Естественно, естественно. А вот у нас она изурочка есть. Третья. Так, где сосуд? Вот, там. Позвольте вам налить. Все, трудитесь? А, Сашенька. А ты, можно подумать, все отдыхаешь. Я бездельничаю. Составляю отчеты для передачи в прокуратуру. Вот пришла сверить ваши копии со своими. У меня вот не копии, а оригиналы. Все, что тебе нужно на столе. Вот эти? Угу. Так. А кто это, Пирогова? Нет, вот это не твое. Ну, там же Женина фамилия. Нет, Василий Федорович просил меня проверить причину ее смерти. Жень тут совершенно ни при чем. А при чем здесь дедушка? Ну, там проводится какое-то расследование по поводу профессиональной пригодности Жени. Василий Федорович подключился. А почему я ничего не знаю? Ну, теперь ты можешь лично подключиться. В каком смысле? А мне Женя добыл кровь этого трупа. Я там нашел такой препаратик для замедления сердечной деятельности. Вот. Он этой Пироговой ее замедлил до полной остановки сердца. Кто, Женя? Да нет. Ни один доктор-то такой дозировки не назначит. Но, тем не менее, вот есть вероятность того, что эту Пирогову убили. Но, впрочем, выводы ты делаешь сама. Хорошо, поняла. Да. Да, и труд для обследования нам всяко нужен официально. Поняла. Спасибо. Давай. О, Саша, привет. Все, Аречка, спасибо. Приветик. Ну, и когда ты мне собирался рассказать? Ты уже знаешь? Да, я знаю. Даштевич проболтался. Боюсь, что это все-таки моя ошибка. Это не твоя ошибка. Даштевич сказал, что ее убили. Убили? Зачем? Вот если вы с дедушкой не конспирировались, мы бы узнали об этом гораздо раньше. Так еще и двух дней не прошло. Ладно, я докажу, что это не твоя вина. Не беспокойся. Ну, я все-таки тоже лицо заинтересованное. Интересно знать. Интересно? Знаешь что заинтересованное лицо? У тебя есть друг-сыщик? Вот с ним и продолжайте играть с сыщиков. Только мне не мешайте. Погоди, слушай, ну, Саша, ну я просто, я не хотел тебя волновать, понимаешь? А так я не волнуюсь. Пока. Ты куда сейчас? В прокуратуру. Дело возбуждать. Пойдем, провожу тебя. Александра Николаевна, для возбуждения дела не хватает материалов. Ну, для начала расследования достаточно? Ну, это ваше личное предположение. И не отрицайте, что в этом деле у вас нет личных интересов. А я и не отрицаю. Но вы же знаете, что Дождевич вполне уверен, что… Дождевич пишет, что обнаруженного в крови препарата было достаточно, чтобы вызвать остановку сердца. Только как этот препарат попал в кровь, вот это вопрос. Вот для этого нужны дополнительные расследования, именно нашими специалистами. А если Дождевич ничего не найдет, чем мы будем мотивировать наше вмешательство? А если это настоящее убийство, и мы из-за боязни, как бы чего не вышло, упустим преступника? Александра Николаевна, вы меня просто под монастырь подводите. Или под раскрытие преступления. Подпишите, Владимир Михайлович, ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Только из-за доверия к вашему профессиональному чутью. Спасибо. И учтите, официально вам это дело вести нельзя. Знаю, сына. Спасибо. Мы все из тумбочки пироговой сложили в пакет. Родственники появятся, мы им передадим. Нет, это вы передайте нам, а мы же сами решим, что оставить у вас, а что забрать с собой. Что же вы пустую бутылку не выбросили? Ну, это больная. Такая скандальная была. Вот все и свалили, что от нее осталось в один пакет. Давайте я прошу. Нет, 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 нет. Это вы очень хорошо забыли выбросить. Поняла. Так вот, пациентка не умерла, ее отравили. Нам важно знать, кто был у пироговой в тот день. Ну, мне-то что. Видите, я вижу, кто, куда, кому. Они здесь пропускаться заказывают. Здесь строго с этим. А память у меня хорошая. Еще хорошая? Да, да, да. Вот увижу кого-нибудь в лицо, обязательно запомню. А вот, кстати, в тот день девушка мимо меня внутрь не проходила, а вдруг вышла. Как она туда попала? Она мне положится спрашивать тех, кто выходит. Только входящих. Ясно, ясно. Ну, что же. Это уже информация. Ну, ладно, спасибо. Спасибо. Да не за что. Ее навещал кто-нибудь? К ней только один мужчина приходил. Еще накануне ее смерти, днем. Ром, а больше в мою смену никто. А кто этот мужчина? Ром, постарайся, может быть, узнаешь в регистратуре и пробей по базе. А к ней, кроме этого мужчины, никто больше не заходил. Сын у нее за границей работает. Скоро должен прилететь. Ой, вы знаете, я одну историю странную вспомнила. Я тогда была в процедурной, выхожу и вижу, девушка из палаты Пироговой выходит. Прошла по коридору, у паста задержалась на минутку и дальше пошла. А спустя пару минут сама Пирогова со второго этажа спустилась. Значит, девушка одна была. В палате. Что ж ты мне сразу-то не сказала? Она, наверное, карту Пироговой и забрала, а меня старшая чуть не съела. А вы могли бы узнать эту девушку? Вряд ли, я ее только со спины видела. Но вообще она такая маленькая, хрупкая. Ну, хорошо, спасибо большое, девочки. Спасибо. Евгений Борисович, с вами можно переговорить? Да, конечно. Присядем? Рассказывайте, Евгений Борисович, вы ведь наверняка вели беседу. Ну, вел, конечно. А как же иначе, а нам не собрать? Только ничего интересного она мне не рассказала. Живет одна. Сын, как уже сообщили, за границей. А работает где? Работает. Работает. Конюшню держит. Итак, что мы имеем? Приехал сын Пироговый. Разрешил вскрытие. Значит, мы теперь наконец-то узнаем, что у нее там было со здоровьем. Что еще? Врачи могли быть заинтересованы в смерти Жениной пациентки. Могли? Могли. Могли. Но доктора эту бумажную версию истории болезни красть не будут. Но они же знают, что есть электронная версия. Ну, значит, кто-то чужой. Значит, кто-то со стороны. Что еще? Вот, Комаров уже проверил эту бутылочку от Эвиана. Значит, на ней, помимо всего, отпечатки покойные еще какие-то. По нашей базе не проходят. Я пробил посетителя. Это Самойлов Олег Петрович. Тренер. Воспитал много жакеев-чемпионов. Работал на конюшню Пироговой. Имел долю в бизнесе. Правда, небольшую. Процентов 20. Вот. Вот вам мотив, пожалуйста. У них же существуют между собой какие-то наверняка интриги из-за лошадей. Ну, я не знаю. Саша, есть еще какая-то странная девушка, которая, ну, она как бы не входила, а потом почему-то выходила из больницы вечером, как раз накануне смерти. Потом никто не знает, у кого она была. А почему ты сразу не сказал? Это же как раз вот та вот самая девушка, о которой говорила медсестра. Конечно, это она была у Пироговой. Только где ее искать теперь? Саша, а давай-ка я съезжу на эту конюшню, поговорю с людьми и вообще посмотрю, что там к чему. Давай, хорошо, правильно. Александра Николаевна, а мне что делать? А ты давай, езжай на ипподром, узнай, какая репутация была у конюшни Пироговой. И пошерсти этих ипподромных жучков. Угу, хорошо. Через неделю лошадей привезут. А у вас здесь конь не валялся. А вам что? Олег Петрович? Да. Капитан Лапин, уголовный розыск. Мне надо поговорить с вами по поводу Ларисы Петровны Пироговой. А почему смертью Ларисы интересуется милиция? А потому что ее убили. Как? Подождите секунду. Уберите здесь все. Вот давайте на эту тему с вами пообщаемся. Скажите, пожалуйста, как давно вы были знакомы с Пироговой? Давно. Знаете, наш профессиональный круг не так велик. А работать я с ней начал три года назад. Она предложила 20 процентов и пост главного тренера. Пока еще ни разу не пожалел. А что она была за человек? Человек она была безусловно непростой. А простой человек с таким бизнесом и не справится. Но работу свою любила. За лошадьми смотрела как никто другой. Знаете, у нас за последние годы денеков вдвое увеличилось. Считается хорошим тоном лошадей у нас держать. Так а враги у нее были? Ну, может, кому-нибудь до рук перешла. Кстати, а что со всем этим будет? То, конечно, не управлять будет сын. Но враги-то у нее наверняка были. Вокруг скачек крутятся огромные деньги. А что теперь с конюшней будет одному Богу известно. Сын-то управлять не станет, а ясно. Он ничего в этом не понимает. Да и владельцы лошадей, если узнают об убийстве, заберут их. Сами понимаете, беда. Да, да. Какие отношения были с сотрудниками конюшни? Ровные. Требовала жестко. Но и за работу платила отменно. Вот только Танюша выделяла. А кто такая Танюша? Танюша. Танюша Жакей от Бога, как ее покойный отец. Но почему же она ее выделяла? Таня на мать была подругой Ларисы. Она умерла родом. А отец Тани здесь работал, на конюшне. Таня тоже здесь росла. Тренировать ее начали лет шесть. Потом случилась эта темная история с ее отцом. То ли убили его, то ли сам слушать и упал. Хотя для Жакея это довольно-таки странно. В общем, погиб он. У Тани никого не осталось, ее забрали в детский дом. В 16 лет она вернулась сюда и попросилась к Ларисе на работу. Так, конечно, не отказала, да и вообще за девчонкой приглядывала. В институт помогла поступить. В ветеринарную академию. Ну да. Ну да. Саша, подай, пожалуйста, мне порошок и кисточку. Этот, да? Ага. Ага, спасибо. Ну что? Ну, а теперь скажи мне, как ты догадалась, что на подоконнике следы будут? Понимаете, Юрий Семенович, и медсестра, и охранник сказали, что какая-то девушка появилась в больнице, минуя охрану. Ну как-то же, она должна была появиться? Тем более, что палата на первом этаже. Ну, эта девушка твоя, прям какая-то акробатка. Забраться сюда не так-то просто. Но мы-то с вами ящики нашли. Я думаю, что она их тоже могла найти, тем более, что они здесь лежат. Логично. Хорошо. Опа. Старость, не радость. Понятно. Ну, в общем, я понимаю, битвы Пироговой никого не было. Ну почему не было? Наверняка были. Взять хотя бы, вот, к примеру, конюха Кольку Матвеева. Вряд ли мы за что Ларису любить. Хотя он сам во всем виноват. А что это за история? Да Лариса увидела, что Колька по пьяни лошадей бьет. Так он вылезет из конюшни, как пробка. Скажите, вы были в больнице у Пироговой. Это дружеское посещение. Нет, друзья мы не были, только сотрудники. Я приезжал, чтобы узнать, кого на ближайшие соревнования выставлять. Танюша должна на Цезаря выступать. Кстати, приходите посмотреть. Уникальная лошадь, фаворит соревнований, летит стрелой. Да что вы. Не каждый же окей с ним справится, а Танюша может. Спасибо, если получится, приду. А вам этот препарат знаком? Да, знаком. Его применяют при перегрузках лошади, чтобы замедлить сердечную деятельность. То есть вы им пользуетесь? Я? Нет. Им пользуется ветеринар наш. А где можно найти этого уволенного кониха? Вы знаете, он всегда где-то поблизости возле конюшни ошивался. Но где-то дня три, наверное, я его уже не видел. Вы поговорите с нашими девочками в конторе, они вам его адрес дадут. По-моему, он и живет тоже где-то недалеко. Спасибо. А где ветеринара, придать? А вот за углом дверь. Там и поговорите с ним. Счастливо. Комбинации на так называемый выигрыш существует несколько. Но есть, например, так называемый экспресс, тройной, четверной. Ну, также есть длинный. В общем, их достаточно. Петр Михайлович, скажите, а вот таким образом можно выиграть большие деньги? Можно. Можно выиграть, но при одном условии. если вы, наверное, знаете, что фаворит, которого играет весь ипподром, не придет первым. Ну, а также осведомлены о том, кто пересечет финишный столб первым. Но эта информация, к сожалению, доступна немногим. Понимаете, есть при подроме деляги люди, которые определяют порядок прихода лошадей. скажите, а что, если жакей не идет на сделку? А если он, как бы это вам выразиться, не продается или не желает иметь дело с этими людьми, то иногда это кончается весьма трагически. Ну что, убийство? Бывает и такое. Ладно. Спасибо вам большое за консультацию. Мне уже пора. А как же ваше мороженое? Да все, времени нет. Работа, работа. Уже в следующий раз как-нибудь. До свидания. Всего вам доброго. Здравствуйте. Здрасте. Я, собственно говоря, к вам. Да е-мое, опять обезболивающий, что ли? Ты сам ляжешь под нож без наркоза, а лошади, думаешь, боли не чувствует, да? Я под нож без наркоза не лягу, но я, собственно говоря, по другому вопросу. А, извините, а по какому? По какой причине я должен прерывать свои дела? У меня с законом проблем нет. Проверяли, перепроверяли, но я чист. Вот, дело у меня ведет согласно законодательству. А почему вы думаете, что я к вам пришел вот именно с этим? Хм. Чем я могу вам помочь? Вы знали Ларису Петровну Пирогову? Да. Эта дама занимается таким же бизнесом, как и я. Кстати, у нее очень хорошая конюшня. Ну и в каких с ней были отношениях? В отношениях. Ну, в обыкновенных, как и с другими. То есть, она вам мешала? Ну, узнаете ли, конкуренты, они всегда мешают. Но у нас была разная клиентура. Хм. А вы собирались расширить бизнес? А почему вы интересуетесь именно Пироговой? Что нет других конкурентов? С Пироговой что-то случилось. Понятно. Что вам понятно? Понятно, почему вы пришли. Но непонятно, почему вы пришли именно ко мне. Я здесь ни при чем. Пирогова убили. И как вы понимаете, первое подозрение падает на того, кому это выгодно. Я ни к чему не причастен. Мне скрывать нечего. Но больше ни на один вопрос без своего адвоката я вам не отвечу. Вызывайте повесткой. Там и продолжим нашу беседу. Я вас не задерживаю. Ну, я вообще не понимаю. Я правда не понимаю, куда он мог деться. У меня же препараты строгой отчетности. Меня же за него. Вы въезжаете, что? Я там въезжаю. Вы не волнуйтесь, так, следуй, побоечь. Вы просто вспомните, когда вы видели последний раз этот препарат? дня четыре тому назад у нас один молодой коник загнал лошадь, и вот меня вызвали. Вы взяли препарат, положили его в сумку. Да. А по дороге сумку оставляли где-нибудь? Нет. А препарат использовали? Да. Нет, нет. Слава Богу, все обошлось народными способами. Угу. После этого вы вернулись обратно? Да, да. И препарат выложили из сумки? Нет. Вы что? Я никогда не выкладываю. Я сумку положил на стол. Угу. И как раз вот в это время пришел Колька Матвеев, он, простите, с бодуна, и я ему антипохмельный коктейльчик приготовил. Очень не надо? Ну, ладно, да. Вот. И все. Коктейльчик. Скажите, а когда вы коктейльчик делали, вы выходили, он оставался один? Да. И препарат в это время лежал в сумке? На столе. На столе. В сумке на столе. Угу. А много препаратов-то было? Доза. Обыкновенная лошадиная доза. Лошадиная, хорошо. Скажите, а кто вас вызвал к лошади? Тренер? А? Нет. Нет. Танюха из Хакова, а она у нас Жакей. Танюха, угу. Спасибо. Вы знаете, вы мне так помогли. Спасибо. Очень был рад познакомиться с вами. Сойдем в обувь. До свидания. До свидания. А еще он мне презентовал два билета на скачки. Так, где же они? Ой. Такой замечательный старичок. Возьмешь меня с собой? Или у тебя другие кандидатуры? Боюсь, что у тебя нет подходящего костюма. Ведь там очень строгий дресс-код. Дамы в вечерних платьях и шляпках, а мужчины в светлых костюмах. Ну, давайте. Да, мои мужчины. Рассказывайте, кто что знает. Начнем с меня. Ну, давай, Ром. Тем более, фактов у меня немного. Одни ощущения. Поговорил я с прямыми конкурентами Пироговой. У них тоже большие конюшни. Конечно, есть вероятность, что после смерти Пироговой часть ее клиентов переведут своих лошадей в другие конюшни. Но не факт. Дело в том, что главное не как содержится лошадь, хотя это тоже очень важно. А самое главное – это жокей. А у Пироговой есть жокей-восходящая звезда. Девушка-жокей. Зовут ее Таня. Так что мы можем копать в сторону конкурентов, но мало вероятно. Макс, ты что? У меня главный подозреваемый – это конюх Николай Матвеев. Три дня назад исчез в неизвестном направлении. У него был мотив. Пирогова его уволила. И была возможность. Он был в ветклинике и мог украсть препарат, которым отравили Пирогова. Матвеева срочно в розыск. Уже? Кать, у меня много интересного. Оказывается, что вокруг скачек крутятся очень криминальные личности. На махинациях зарабатываются огромные деньги. Бандиты обычно договариваются с конюхами или с жокеями. И достаточно перед скачками дать лошади выпить много воды, она ни за что не придет первой. Несколько лет назад в придерживании лошадей подозревали жокея конюшни Пироговой из Хакова. Должны были проводить расследование, но из Хаков погиб. И расследование проводить не стали. О, как интересно. А вы знаете, что этот погибший жокей это отец нашей восходящей звезды Тани из Хакова. А насколько мне известно, жокей должен быть маленьким, изящным. Ну, естественно, а то ему на тяжеловесах придется ездить. А в больнице перед гибелью Пироговой была замечена девушка невысокого роста. А еще Комаров нашел на сливе окна след обуви примерно, ну, 35-го размера. Ну что, может быть, побеседовать с этой Татьяной из Хаковой? Ты знаешь, побеседовать, конечно, можно. Но вряд ли это она. Все в один голос говорят, что для нее Пирогова была что мать родная. Помогла им институт устроиться. Не было у нее мотива. Да и вообще она в этот день была на соревнованиях на Кубок Москвы. Ну, хорошо. С этим разберемся завтра. Приехал сын, дал разрешение на вскрытие и сразу стало ясно, что никакой патологии я не проглядел. А лошадиную дозу препарата для замедления сердечной деятельности, между прочим, вот так вот просто, ну, точно никто не мог туда подсыпать. Смешно, лошадиную дозу. Но в свете место работы покойное. А у нас, между прочим, есть подозреваемый, но мы не знаем, где он. В розыск объявили? Ну, конечно, как же. А еще я собираюсь встретиться с девушкой, Жакеем, Татьяной. Говорят, что Пирогова ее очень любила. Вообще, кстати, вокруг этой Татьяны очень много странностей. Ну, что же, поработали хорошо наша школа. Ладно, ребята, пойду-ка я на боковую. Спокойной ночи, Василий Федорович. Спокойной ночи. Ах, ну что, молодец, что позвонила. Хорошо. Деловой разговор. Как это? В накладе не останешься. Да, я поняла. Только надо действовать осторожно. Я отойду, руки помою, хорошо? Конечно, иди. Любезный. Алло. Да, Лапин. Да, понял. Ребята, Матвеев нарисовался, погнали. Я, как ориентировку получил, удивился очень. Куда это Колька, Колька детства мог? Домой к нему пришел, а там уж три дня его никто не видел. Тогда я решил ветеринарак предупредить. Матвеев вечно у него похмеляется. Ну и не прогадал. Понятно. Скажите, пожалуйста, а где вы были пятого числа этого месяца? Водички дайте. Простите, что? Дайте водички кто-нибудь, а? А пятое число, это когда было? А? Ну ты красавец. Держи. Пятое число, это вторник, как и между прочим. Четыре дня тому назад. А во вторник я, как и в среду, и в четверг, и в пятницу пил, Таньки, скакал, и собственно, и еще в понедельник начал. Ты, Врида, не забирайся. Когда ты с Таней подружиться-то успел, она тебя на дух не переносила. Не-е-е. А подождите, а кто может подтвердить, что вы были у этой из Хаковой дома? Так это Танька может. Она, кажется, заходила, только я не в том состоянии был, чтобы такие мелочи замечить. А она вас сама пригласила к себе пьянствовать? Ну да. И водочки купила, хорошие водочки, не поскупилась. И закусила, а сама ушла. А по какому поводу ты водочки купила? А я думаю, это она в благодарной за то, что я ей глаза на змею эту открыл. Я тут воды французской взяла. Угощайтесь. Прекрасно. За пивочка? В общем так, за даток сейчас мы тебе отдадим, но смотри, Цезарь должен прийти третьим. Да. Любезный, а стаканчики будь так добр. А змея, я так понимаю, Пирогова Лариса Петровна? Она гадина. И на что же вы ей глаза-то раскрыли? Да и змея эта Пирогова отца ее, Алика из Хакова, бандитам сдала. Алик хороший мужик был. Дружили мы. Как, подождите, все по порядку. В каком смысле сдала? Так, говорит, бандиты на нее Лариску наехали и требовать стали лошадей придерживать. А она и Маликой подставила. Пригрозилась, что из конюшни выгонит. А у нее девка малая на руках была. Куда бы он делся? А он, правда, мужик с понятием был. И в конце концов отказался лошадей придерживать. Лариска и предложила бандитам самим с Аликом разобраться. Ну, вот они и разобрались. Тросик на тренировочной дорожке натянули. Вот Алик шею и сломал. А откуда вы все это знаете? Я же тогда на конюшне работал. За конем Алик и смотрел. Рана характерная на передней ноге у коня была. А почему же вы милиции все не рассказали? Тоже мне, товарищ. А меня кто спрашивал? Да и потом не хотелось мне со сломанной шеей валяться везде не водить. и... Хэй, я это чё, Свобоин или чё? И куда, чё это они? Ну, вообще, да. Что-то совсем хреново. Водка, лавеная. Ну, я полагаю, мы же обо всем договорились? Ну, отлично, я тогда пошла готовиться к соревнованиям. Олег Петрович, здрасте, хорошо, что мы вас встретили. Здрасте. Вы не знаете, где сейчас Таня искакла? Сейчас конкретно не знаю, но она где-то здесь была. У нее тренировка через полчаса, значит, появится. А что такое? Она подозревается в убийстве Ларисы Пироговой. Да что за бред? Я же говорил вашему коллеге, что Лариса очень много сделал для Тани. А вот и Танюша идет. Танюша! Вы как раз и поговорите с ней. Танюша, тут хотят с тобой поговорить товарищи из милиции. Да. Вы подозреваетесь в убийстве Ларисы Пироговой. Спускайтесь, поехали с нами. Таня, 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 ты куда? Таня, Таня, стой! Таня! Таня! Таня, ты не ошибся, мой хороший. Ну давай, вставай, вставай. Молодец. Видишь, ты научился прыгать. У нас все с тобой получится. Хороший мой. У нас завтра соревнования. Мы сможем участвовать? Не думаю. Пишите, Таня, чистосердечное признание. Вас опознал охранник больницы. У вас дома нашли историю болезни Пироговой, которую похитили, когда приходили травить Ларису. Кроме того, в больнице находятся два участника криминальной группировки, которых вы отравили. Сейчас они в реанимации. Но когда придут в себя, я думаю, они вспомнят, как вы подсунули им препарат. Выжили, значит, жаль. Пишите, Таня, пишите. А знаешь, мне ее даже немного жаль. Все-таки это Пирогова была человеком. Знаешь, это все равно не повод для самосуда. А потом самое ужасное, что это Татьяна решила, что смерть Пироговой примут за естественную. А как же бандиты, которых отравила Татьяна? А доказать их участие в убийстве Татьяниного отца невозможно. Ничего, полежат в больнице, вылечатся и выйдут на свободный промысел. О, слышишь, как движок стучит? Слышу. Выдут, но ненадолго, потому что мы все равно будем за ними следить, чтобы на чем-нибудь их взять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Это наша судьба Это наша работа В поисках правды идти до конца Это наша судьба День и ночь, год от года Охранять ваши жизни И ваши сердца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День и ночь 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 Давайте, чего сидите? Вперед! Ну, извините меня, пожалуйста. Здравствуйте. Яков Рыкаевич, я готова, слушаю. Его сильно избили, по всему телу гематомы. Но почему он умер, могу сказать, только после вскрытия. То есть смерть наступила в результате побоев? Рома, не торопитесь. Торопливость приличествует только при ловле блох. Сказал после вскрытия, значит, после вскрытия. Ребята, увозите. Макс, что у тебя? Так, Саш, у меня тело обнаружили сегодня утром. Погибший некто Володин Павел Алексеевич, 54-го года рождения, колост. Он проживал здесь неподалеку, нигде не работал. По словам соседей, промышлял в основном по помойкам. Ты знаешь, я думаю, его могли убить бомжи. Второе всего на их территорию. Юрий Семенович, у вас что? Следы от покрышек, неизвестных, неустановленных транспортных средств. Провезете там? Ну, это не машины, может быть, потоциклы, хотя, скорее всего, скутеры. И, да, еще есть следы краски на стене, видно, зацепили, когда газовали. Понятно. Итак, при жизни покойный не отличался крепким здоровьем, много пил и не следил за собой. Короче говоря, покойный был алкоголиком. Ну, если тебе так понятнее, можно и так сказать. При таком образе жизни он вообще мог умереть по естественным причинам. Но, тем не менее, его убили. Ну, да, не повезло. Володина умер от внутреннего кровотечения, которое, в свою очередь, произошло в результате того, что покойного избили. А кто избил? Вы меня спрашиваете? Я, Харкач, я имею в виду другое. Нет ли на теле следов, которые могут указать на личность нападавших? Вы таки будете смеяться, но указание есть. Я, правда, не знаю, что это за личность. А что вы имеете в виду? Прошу суда. Вот что я имею в виду. Это не татуировка покойного, это следы, оставленные орудием убийства. ДР. То есть вы хотите сказать, что на предмете, которым его избивали, были эти буквы? Именно, Сашенька, именно. И более того, могу добавить, что этот предмет был деревянный предмет, типа дубина. Или бейсбольная бита. Или бита. Ну что ж, надо будет узнать, что это за бита. И кому она принадлежит. Да. Нет, ты соображаешь, что ты делаешь, а? Мы же вместе планировали провести выходные. Поехать за грибами. Я собрал вещи, поменялся дежурством. А у тебя, понимаешь, опять новое дело. Ну, пожалуйста, я умоляю тебя, не нервничай. Ну, пожалуйста, мы поедем с тобой в другой раз. В другой раз? В другой раз? В какой другой раз? С тобой же ничего нельзя планировать заранее. Ты прекрасно знал, какая у меня работа. Да, я знал, какая у тебя работа. Именно поэтому я заранее тебя предупредил. Заранее ты согласилась. Заранее я. У меня тоже график плавающий, между прочим. Но я же нашел время для нас. Нет, только отъезд может разрубить этот гордий фузел. Только отъезд. Ты что, ты что, все уже решил? И ты все решил за меня? Я, к сожалению, за тебя ничего решить не могу. Но я абсолютно убежден, что только Хьюстон может избавить тебя от твоих этих убийц, бандитов, трупов, этих преступников, этих извращенцев, чертовой матери. И ничего не трогай. Я поеду один. Но мы же хотели поехать вдвоем. Хотели вместе. Но ты не можешь. Поэтому я поеду один. Не пропадать же входному. Ты сейчас вот это вот говоришь серьезно? Вполне. Мне только стельки поменять и все. Меняй стельки. Пожалуйста. Добрый день. Простите, пожалуйста, это вы главный по подъезду? Так точно. Очень приятно. Майор Старкова. Ага. Скажите, пожалуйста, а знали ли вы Володина? Ну да, так подожди, он вроде помер. Ну да, он умер в результате драки. А насколько мне известно, вы не ладили. А с ним поладишь? А? Нет. От него весь подъезд страдал. Я ему сколько раз говорил, Володин, успокойся, успокойся. Нет ему все по барабану. Скажите, вы просто разговаривали или до рукоприкладства доходило? Что, драться, что ли? Да вы что? Нет, я, конечно, обращался в милицию, но нет, до драки дело не доходило. Ну а с кем Володин мог подраться? Ну откуда же я знаю-то? Да вообще мне, если честно, не до этого. У меня повадились, понимаешь, подростки во двор. Хулиганят, ночью орут, безобразничают. Все вон скамейки у меня повыдергивали. Ну вот теперь мы обратно все, понимаешь, восстанавливаем. Сейчас вот бетонировать будем ножки, чтобы, понимаешь, намертво было. И куда вы мне, скажите, родители смотрят? Куда милиция-то смотрит, а? Нет, мы, конечно, попытались с ними поговорить, с этими-то, с пацанами. Но такого от них понаслышалось, что у меня вообще уши вяло. Простите, ради бога, вот как раз меня и интересует, это что за подростки приезжали? Да бог их знает, приезжают на этих, как их, как мотороллеры или как? Скутеры. А, вот-вот-вот, на скутерах. И начинают здесь включать, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, на весь двор, понимаешь? А, скажите, вчера они приезжали? Вчера? Нет, вчера. Так вчера у нас заседание домового комитета было. Вот мы и постановили, понимаешь, бетонировать все, чтобы намертво, вот так вот. А вы лиц их не помните? Да откуда я знаю, они все в шлемах приезжают. Какие лица-то? А, ну да, спасибо большое. Извините, что оторвали вас от работы. Спасибо большое. Всего доброго. Давай, давай, перемешиваем, перемешиваем давай. Зря вы, Александра Николаевна, от штука отказались. Очень даже седобный. Я думаю, что Володин очень нуждался в деньгах. Заводьте, он не работал. А где взять денежку на бутылку? Эту же бутылку и сдать. А если не одну? А если больше? А кто у нас промышляет бутылками? Правильно, бомжи. Так вот, я думаю, что у Володина вполне мог быть конфликт с местными бомжами. Ну вот, отработай эту версию. Узнай, где помойки ближайшие к дому Володина. Странно. Я думал, вы меня совсем не слушаете. Слушай, я вот что думаю. Вот, например, ты молодой человек, у которого есть скутер. Ездишь, да на нем по городу. Зачем на помойке заезжать? По нужде. Ну, хотя да. Ладно, ешь скорее, у нас работы очень много. Последний кусочек. Продолжение следует... Тук-тук. Откройте. Милиция. Не мешай. Я на задании. Хватит дуру гонять, поговорить нужно. Ах ты, блин, спортсмен, а! Мадагаскар. 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 Ну, вертикаль тогда получается, амбивалентность. Да, вот такой я умный. Всё, не могу больше говорить пока. Слушайте, ребята, у меня тут возникли мысли по поводу. Узнай-ка, пожалуйста, Катя, не было ли у нас в районе каких-нибудь стычек с участием молодняка на скутерах? Хорошо, я выясню. Но только вряд ли это обычные подростки. Разве они могли такой ужас сотворить? А может, скинхеды какие-нибудь? Чего-то я не слышал у нас в районе о скинхедах. Да и Володин тоже русский. Но всё равно узнай. Хорошо, я прямо сейчас пойду выясню. Ну, чё ты убегал? Поговорили бы. Разбежались, если не виноват. Я? Не виноват. Мне в милицию попадать, когда тепло, смысла нет. Зимой всегда, пожалуйста. А бегать? Полезно. Физкультура, брат. Ну, ты, олимпийский чемпион. Ты Володина знал из тринадцатой квартиры? Эт, который помер недавно? Да. Хороший мужик был. Нежадный. Наливал всегда. Когда у него было, а у меня трубы горели. Ты с ним не дрался, случайно? Я ж тебе говорил. Душевный мужик был. Нежадный. На дочь жаловался. Корыстная она у него. Выпивкой попрекала. А что ему оставалось делать? С работы уволили. А возраст такой, что другой не найдёшь. Только пить и спать. Чё, как ты, что ли? Я? Я другое дело. Я потомственный бомж. Ладно, потомственный бомж. Скажи мне, здесь три дня тому назад никакой свары не было? Свары, говоришь? Свары не было. Но кое-что приключилось. Всем привет. Привет. Ну что, узнал что-нибудь? Это что, допрос? Так. Ну, давай, колись. Значит так. Потомственный бомж Толик поведал мне одну очень интересную историю. Он её видел своими глазами. Кого её? Историю. Историю-то хорошо. Какую историю? Он видел, как молодые люди в шлемах битыми избивали Володина. А он их сможет опознать? Не уверен. Они в шлемах были. Друзья мои, для того, чтобы их опознать, для начала их надо поймать. А давайте поручим Кате узнать, где они тусуются. Кате, я не против. Я тоже. Прокуратура изволит сердиться. Медленно работаем. Александра Николаевна, спешу доложить. Ну? В нашем районе зафиксировано три заявления о нападении подростков. Избиты двое бомжей и подросток... Абрамов Константин. И все они произошли в сквере возле английской спецшколы. Адреса потерпевших взяла? Ну, адреса это громко сказано. Есть только один адрес подростка. Но участковый говорит, что потерпевшие, кроме того, что в компании была девушка с длинными волосами, ничего сказать не могут. Все остальные были в шлемах и, естественно, похожи, как братья-близнецы. Но всё равно нужно ехать. Может быть, они хоть что-нибудь вспомнят? А можно я поговорю с потерпевшими? Ну, они же подростки, мне с ними будет проще установить контакт. Это намёк. Можно. Есть. Александр Николаевич, у вас деньги на телефоне закончились? Нет. Да. Ну, сейчас позвоню Женьке, пускай положит. Да все знают, что Рохин с компанией бомжей округи бьют. Но говорить об этом себе дороже. Почему? Ну, я же тоже в этой школе учусь. А ты не знаешь, они всё ещё в этом сквере собираются? Не, они из сквера уже давно приблазировались. По какой причине? Да они на Костю Рыжего наехали. А у него брат сильный такой спортсмен. Он их так отмутузил, говорит, ещё раз увижу, ноги поотрываю. Ну, они, наверное, ему поверили. Теперь из заброшенных домов собираются. А ты не знаешь, где этого Костя сейчас найти можно? Рыжего? Ага. Да дома он сейчас, я видел. Он полчаса назад как пришёл. Проводить? Да. Эти уроды давно тут развлекались. Рохин говорил, что нужно город от всякого мусора очистить. Они себя так и называли. Мусорчик. Ну, как гангстеры американские? Господи, Кость, если вы всё знали, почему они заявили в милицию? Больно надо с ментовкой. Связываться. Ой, извините, это я в том смысле, что Баня им и так навалял. Ну, а ты-то как под раздачу попал? Да рыжий я. И фамилия Абрамов. Не, Рохин не антисемит. Он просто урод. Он даже не понимает, что его фамилия тоже явно не русская. Но когда я ему это сказал, он сильно обиделся. Видно, слову не понравилось. А ты не знаешь, где этого Рохина и компанию можно увидеть? Ну, там у заброшенных домов или в кафе у Жора. Ну, на сквер у школы они теперь не ногой. Ну, а ты хоть их лица видел, когда они тебя били? Нет, я не видел. Но когда пришел Иван, брат мой, он с них шлемы посаскивал и по мордасам лупасил. Он всех видел, точно. Угу. Скажите, а я могу увидеть Ивана? Вы знаете, Ваня только завтра вернется с соревнований. Так что... Ну, хорошо. Попросите тогда завтра прийти к нам. Да? Угу. Хорошо. Ну, все, спасибо. До свидания. До свидания. Александра Николаевна. Это Иван, брат Костя Абрамова. Если он опознает эту банду, можно будет их задержать. Здравствуйте, Иван. Посмотрите внимательно, нет ли среди этих фотографий знакомых вам лиц. Вот, вот эти вот трое избивали Костю. А вот эта вот девушка стояла рядом и подначила всех. Ну, я ей тоже хотел по заднице надавать, но жалко, бегает быстро. А было ли у них оружие какое-нибудь? Биты. Ну, американцев моду взяли. Ну, да. Ну, те-то хоть в бейсбол играть умеют, а эти? Понятно. А биты обыкновенные? Ну, да, деревянные. Хотя, вы знаете, у Кости остались синяки странные в двух местах. С такими буквами Д и Р. Спасибо. Вы нам очень помогли. Вам спасибо, что ловите этих. Всего доброго. До свидания. Ну, чего, ребята. Думаю, пора пообщаться с нашими подозреваемыми. Зовите бомжа, а я к Сорокину. Хорошо. Владимир Михайлович. Владимир Михайлович. Я слушаю вас. Мне нужен ордер на задержание Дениса Рохина и троих подростков. Александра Николаевна, ну что у вас есть по этому Рохину? У меня есть показания нескольких свидетелей, которые видели, как они избивали подростков. И, судя по всему, эта же банда избивала Володина. Я так понимаю, судя по всему, прямых улик у вас нет, так? Но пока нет. Именно для этого мне нужно постановление на задержание и обыск. Александра Николаевна, а вы хоть знаете, кто такой Николай Андреевич Рохин? Честно говоря, не знаю, знать не хочу. Набрасненько. Он очень известный адвокат. И доказательства вины его сына должны быть железными. В противном случае нас с вами ждет биржа труда, Ферштейн. А это что, повод ничего не делать? Александра Николаевна, Рохин-старший, я вам объясняю, величина, с которой очень трудно бороться. Эти гадцы невозможно. Так что еще раз подумайте, все проверьте. Может, это оговор. Да какой оговор, Владимир Михайлович? Несколько человек видели, как они избивали этого подростка. Ну что они видели? Людей в шлемах, это мог быть кто угодно. Александра Николаевна, советую вам, настоятельно советую. Не спешить. Все, идите, не парьте мне мозги. Я могу говорить с Николаем Андреевичем Рохиным? Здравствуйте. Это Владимир Михайлович Сорокин, следователь прокуратуры. Тут вот какое дело. Денис? Ты дома? Да, пап. А ну иди сюда. Да, че, пап? Ты что там со своими дружками вытворяешь? А че мы вытворяем? Ничем не делаем. А ну выплюнь ее. Мне сегодня звонили с прокуратурой. На вас хотят завести уголовное дело. Какого? Какого такого? А право вы избили? Пап. И что еще за бомж? Да ничего не было. Это брат его у нас, между прочим, избил. А с Рыжим, ну да, была стычка. Он сам первый затеял. Сказал, что фамилия у меня не русская. И в зубы. Ну получил, конечно. А бомж я впервые слышу. Вообще сколько? Пап. Чувствую, ты врешь, Денис. Чувствую, что врешь. Ладно, я как-нибудь разберусь с этим делом. А ты иди к себе в комнату и хорошенько подумай. На сегодня хватит, ребята. Шор, молочек. Мы закрываем. Шор, я не понял. С каких это пор ты закрываешься в 11 часов? Тебе что, бабусы совсем не нужны? Без обид. Твой отец считает, что ты слишком много времени проводишь вне дома. Ничего себе. Мой отец? То есть мы его отца? Ты боишься меня? Ты не боишься, да? Давайте покажем, кто и что. Ладно, есть другие места. Сегодня у тебя счастливый день. Садись ко мне, Полин. Не, Бак, ты сегодня какой-то скучный, вялый. Я веселье хочу. Так давай повеселимся, детка. Садись ко мне. Ну, вообще, я только с крутыми, но ты сегодня относительно крут. Садись ко мне. Садись ко мне. Это точно наша клиентка? Мне тоже так кажется. Сейчас проверим. О, ну что скажете? Здрасте. Трудную задачку вы мне задали. Толь, не тяни. Про парней ничего не скажу. Парни тогда в шлемах были. Деваха точно она. Вы бы видели, как эти молокососы перед ней выпендривались. Мне показалось, она вообще какая-то чукнутая. Вы бы знали, как она подзуживала этих молокососов Леху Володину бить. Они, знаешь, своими дубинками машут. Вот. Я свободен? Свободен, спасибо. Нижайший всем поклон. Я к тебе позже загляну. Угу. Мы закрыты. Уголовный розыск. Вы насчет спиртных, напитков для несовершеннолетних? Так у нас с этим строго. Нас больше интересуют ваши посетители. У нас их тьма бывает. Кто-то конкретно. Ну вот сейчас молодежь выходила. Вот. Кто они? Сказать по чести? Уроды. Золотая молодежь. Денис Рохин у них за главного. Чуть что, сразу в бутылку лезет. А верьте ты мне всеми, Полина Кириллова. Совершенно отмороженная. Тут как-то парень один на входе случайно сумку ее задел. Так она подговорила эту банду свою избить его. А характеризуйте Рохина, пожалуйста. Самовлюбленный, наглый, богатенький поганец. Мне из-за него дважды пришлось новые витринные стекла закупать. Он их разбивал. Хотя талантливый парень в компьютерах разбирается похлеще любого спеца. А почему все это терпите? Да потому что он со своей компанией приносит денег больше, чем все гости вместе взятые. А папаша оплачивает его все издержки. Часто бывает? Да практически каждый день ошиваются. Спасибо. Рохину не говорите о нашей беседе. Само собой, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Какой-то жорный, гостеприимный. Внутрь не пустил. Товарищ генерал, вызывали? Саша, зайди. Чего? Чего? Понятно. Ну, если ты по поводу моих отношений с Женей, то извини, пожалуйста, это мое личное дело. Саша, скажи, пожалуйста, а что за дело ты ведешь? Ну, подростки избили мужика, он умер. А что, собственно говоря? Звонил Петр Борисович, ну, это бывший. Я даже и должность его не буду называть. Поверь мне, что это очень влиятельный человек. Так, ну, ну. Ну, вот он настоятельно просил, чтобы ты умерила несколько свою активность. Это может положительно сказаться на твоей карьере. Это ты мне говоришь сейчас? Вот это вот ты говоришь мне? Саша, у меня только ты одна. И Павел, никакие подростки не стоят того, чтобы ты рисковала своей жизнью. Это не просто подростки, дедушка. Это настоящие, законченные уроды. И их надо сажать. Ну, и, в общем, я не знаю, не знаю, не знаю. Ну, ладно, мне пора. Куда? Василий Федорович, может, хватит валять дурака, а? У тебя за последнее время было шестнадцать первых свиданий. Видишь ли, Саша, найти приличного человека, ну, как бы спутника жизни, это, это непросто, это очень трудно. Ну, ладно, я это, я пошел. Давайте подумаем, что мы имеем. Павел Володин, убит группой лиц. Возможно, подростками, которые часто тусуются в этом месте. Свидетель опознал девушку, Полину Кириллову, которая присутствовала на месте преступления. Ну, она сама, как я понимаю, в нападении на Володина не участвовала, только смотрела. Вполне может отпереться. Ну, сказать, что просто проходила мимо. Такое бывает. Да. К тому же, отец Рохина очень известный адвокат. Запросто всех отмажет. Докажет, что бомж — это антисоциальный элемент, и его показаниями верить нельзя. Вот так. Лапин слушает. Да, Старкова здесь. А кто говорит? Тебя какой-то очень грозный товарищ. Да. А, собственно говоря, кто вы? А с каких-то пор правонарушением подростков заведует Мосгордума? А может быть, вас интересуют не все подростки? А-а-а. До свидания. Все, ребята, началось. Если мы на них что-нибудь еще не нароем, нас точно съедят. Вообще, откуда дует ветер, скажите, пожалуйста. Сначала звонит Сорокин. Потом какой-то депутат Мосгордумы советует оставить несчастных подростков в покое. Сорокин Рохина настучал к гадалке, не ходи. Ребята, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать. Александра Николаевна, может, черт с ними, с этими подростками? Мы все равно ничего не докажем. Считай, что я этого не слышала. Что у нас еще? А еще у нас имеется след, ведь букв ДР на плече у убитого. Не Дмитрия Рохина ли это бит, а? Но только как узнать? Ну, выход один, брать их с поличным. Тогда арсенал будет при них. И следы крови, и свидетели. Что предлагаешь? Устроить слежку за всеми? Да нас живьем сожрут. Тот же Рохин. Что мы знаем о Рохине-младшем? Ничего, мы с ним даже не разговаривали. Ты не прав. Мы знаем, что он тщеславен, что он алчный, что он самолюбив, самоуверен. Ребята, мы знаем, что он под каблуком у Полины. Мы знаем, что она им вертит, а он всеми остальными. Я думаю, что на этом можно сыграть. Ну, правда, если только найти подходящего человека. Давайте я. Нет, нет, нет. Должен быть кто-нибудь, ну, поопытнее. Александр Николаевна, я начинала в детской комнате милиции. Ну, я знаю трудных подростков. Ну, пожалуйста, ну, доверьте мне это задание. Это не трудный подросток Катя. Это взрослый мерзавец. Катя, извини, но это дело действительно не для девушки. Александра Николаевна, умнее сиди. Сейчас. Хорошая? Одну минуту. Сложи сюда, коза. Если ты не оставишь там за дом в покое, и теперь родные подела, где куклы-то родные так надеть, что мать разная не узнали. Ты мой забыл. Ты все родные. Но я думаю, я тебя прошу не узнали. Хотя, может, ты этого не хочешь сморать? Может, пожигал тебя давно не было? Ну, что ты молчишь, сосулька? А? Женька, ты чего? Эй. Саша, ты какое дело сейчас расследуешь? Ну, здрасте. И ты туда же. Ну, что такое? Саша, так жить нельзя. Это же не люди. А это не люди. Это ужасные преступники, которые совершают тяжкие преступления, а я их расследую. Тебе смешно, да? Дай мне, пожалуйста, поесть. Я тебя умоляю. У меня нет времени совсем. Ах, как пахнет. Привет. Ну, что, едем? Привет, Саша. Хотел тебя спросить. А тебе больше с угрозами эти не звонили? Ну, звонили. И что? А ты не думаешь, что это может быть опасно и чем это может кончиться? Макс, твоя фамилия, по-моему, не Стрижевский. Зачем ты мне говоришь то же самое? Ты знаешь, что я не отступлюсь. Поехали. Знаю. Поэтому волнуюсь за тебя. Ну и долго мы будем так стоять? Бычара, привези мне мороженое. Окей, сейчас будет. Вот тормоз. Да ладно. Кать, у тебя все нормально? Кассета, камера, все в порядке? Не волнуйтесь, Александра Николаевна, все сделано как положено. Ну, ладно, давай, с Богом. Полина, ты сегодня в обновке? Че? Где такую куртяжку оторвала? Это мне маман из Рима привезла. Как мне все тут надоело. Слава Богу, мы на следующей неделе уезжаем на Бали. На Бали? Да. Блин, а меня в Армению отправляют. Говорят, нечего здесь тусоваться. К бабушке на перевоспитание, что ли? Жму к бабушке. У меня там дядя депутат. А я вот хочу в одиночку по Европе прошвырнуться. И батя согласен уже, говорит, там жизнь, знаешь, все дела. А мне вот интересно, как там наши братья избавляются от всякого мусора. Есть там бомжи вообще в Европе? Дин, ты че, тупой? А как же клошары? 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 Клошары, если только. О, спиди гонщик. Ну, че, привез? Да, ну, что ж. Давай. На, держи, Полин. Спасибо. Не за что. Слушай, Саш, я не могу понять, как ты узнала, что эти отморозки именно здесь соберутся? Катя с участком и разговаривала, они ей рассказали, где эта мерзота обычно собирается. А топтанные Рохи навели от дома, засекли, когда он назначил здесь именно встречу. О, Бака, смотри, кто к нам идет. О, клошары. Клиент прибыль. С Новым годом. Клошары. Клошары. Хорошенький такой. Ты че? Ой, извините. Ты посмотри, ты посмотри. Ты что на шоу делай, Ром? Ну, артист, молодец. Сейчас все исправят. Уберите его от меня. Э, отвали. Ты че вообще делаешь? Че попутал? Ты ж мраще, башку вырючил. Стой, 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 стой. Заняйте его. Да я его сейчас урую. Так, надевают шлемы, садятся. Внимание, ребята, Рома ведет всех на нас. Рома ведет всех на нас. Ну че, красавчик. А, далеко убежал? Стоять, полиция. Куда? Эй, ну че, больно? Да я сам. Больно же. Больно. Сюда, черт, стоять. Ну? Кто тут? А? Фу, Денис Рохин. Правильно, и Вита здесь. ДР. У меня есть право. Какое? На один телефонный звонок, и без адраката я с вами говорить не буду. Конечно, конечно. Будет тебе телефонный звонок твоему папе. Он же у тебя адвокат. Подойдет такой адвокат? Ну че, всех взяли? Да. Боюсь, правда, все не поместятся. Придется дополнительный транспорт поздравить. Забирай. Ну что, пойдем? Клошара-лошара. Клошара-лошара. Пойдем. Я хочу знать, на каком основании задержан мой сын. Я жду объяснений. Ваш сын, Денис Николаевич Рохин, задержан за хулиганское нападение на сотрудника милиции. Денис несовершеннолетний. Я его отец, и к тому же адвокат. Я хочу знать все подробности. Пожалуйста. Сегодняшний случай очевиден. Кроме того, он подозревается в непреднамеренном убийстве. С группой лиц он избил человека, который умер. Этого не может быть. Да и сегодняшний случай вызывает большие сомнения в законности ваших методов. Вы же спровоцировали детей. Я вынужден буду обратиться в прокуратуру. Это ваше право. Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. А сейчас я требую свидания со своим сыном. У вашего сына обязательно будет свидание. С адвокатом. Вы не можете быть адвокатом собственного сына. Жаль, что я вынуждена вам это напоминать. Мы еще с вами поговорим. Но уже не здесь. Обязательно. Не думаю, что это поможет вашему сыну. Какая-то в тебе перемена. Переоделся. Отмылся. И даже подушился. Ну и куда это мы собрались? Женька, а поехали за грибами? Я знаю, у тебя завтра нет дежурства. Во-первых, откуда ты знаешь, что у меня завтра нет дежурства? А во-вторых, может я уже сходил за грибами? Ну, балда ты. Я же опер, ты забыл? Я знаю прекрасно, что никуда ты не сходил. Поехали. Что, прямо сейчас, что ли? Прямо сейчас. Но если очень хочешь, я могу подождать до утра. Давай до утра подождем. Дождевайся ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Мужики и сказали. Мужики и сказали, это хорошо. Ну, спасибо. Счастливо. Я для этого просила спокойной, чтобы спать, пока другие настоящие отделы расследуют. Не вижу ничего плохого в том, чтобы выспаться. В твоем случае, это даже полезно от недосыпа. Мешки под глазами. У меня нет мешков под глазами. Ну, хорошо. Что у нас за шум без драки? Так, где Старкова кто-нибудь знает? Катя переживает, что ее на труп не взяли. Нашла, из-за чего переживать. Не взяли на этот труп, возьмем на другие. До этого на все трупы брали, ай, я мой. А Старкова и экспертов? Спасибо за информацию. Поедешь к подозреваемому? Конечно, поеду. А у нас что, есть подозреваемые? Дружок, в отличие от тебя, я работаю. Я тоже работал. Ага, работал. Я думал. Думал, это хорошо. Поехали, мыслитель, додумаешь по дороге. Продолжение следует... Здравствуйте. Здрасте. Здесь живёт Трофимов Борис Евгеньевич. Здесь. А вы кто будете? Нам надо поговорить с ним. Допился. Так мы можем его увидеть? Его нет, во дворе он с дружками. Будь они неладны. Вы его жена? Ну, не мама же. А, да? Тогда нам с вами тоже надо поговорить. Давай, Катюш, пообщайся, а мы в дворе будем. Хорошо. Можно зайти? Проходите. Ну, что, ходи. Мой ход, да? Семерочка. А мы её восьмерочкой. Семерочка. Козырь не в счёт. А мы её ищем. Взял. На, ищи восьмерочку. Это хорошо, что взял. Ходи. Опять семерочка. Друзья, вам известно, что распитие алкогольных напитков в общественных местах. А тем более, на детской площадке у нас преследуется по закону. А ты нас арестуй. А в лёгкую. Ладно, извините, мы сейчас уйдём. Так, можете не торопиться? Кто из вас? Борис Трофимов. Это к тебе. Поехали. Мы пошли, вечером доиграем. Ну вот, компанию разбили. Что вот с лицом? Да подрался вчера, когда сработаешь. В котором часу? Да не помню уже, ночь была. А вам знаком вот этот человек? Володька Еремеев. Один из моих заказчиков. Он иногда халтуру мне подбрасывает. Он чего, от того, что ли? Какая наблюдательность? Ну, адрес его телефона знаете? Не знаю. Он сам мне к Лишту звонил. У него фирму, он мясо по ресторанам разводит. Вот и мне иногда халтура перепадает. Какие рестораны названия? Чёрт его знает, много. Ну, вот последний раз, когда Володь как-то нанимал меня, в ресторанов десять объездили. Когда вы видели Еремееву в последний раз? Где-то с месяца. Как с месяц? А вчера его не видели? Я вчера в рейсе был. А разве вы не с ним подрались? Увидели его у своего подъезда, преревновали и… Да вы чего? Я же говорю, я вчера Володьку в глаза не видел. Я же говорю, я с мужиками какими-то на улице подрался. Ну, а связи вашей жены с Еремеевым вы знали. Вот это уже мое дело. Я же вам говорю, вчера я Володьку Еремеева не видел. Ну, ничего, экспертиза покажет. Вам будет необходимо проехать с нами. Ну, поехали. Потом с вами будете извиняться. Надо будет извиниться. Мы только будем рады отпустить невиновного человека. Угу. Отпустите. Как же. Так вы думаете, это Борька Володя убил? А чего же вы хотели? Двух мужчин в такое положение поставили. Где же он его нашел? А Еремеев должен был вчера к вам прийти? Позавчера. Вчера муж с командировки возвращался. А позавчера я его ждала, но он не пришел и не позвонил. А телефон его у вас есть? Мобильный. Спаса вчерашнего вечера никто трубку не берет. Уже в трудах. Ну, ты же знаешь мой принцип. Работать, работать. И еще раз работать. Кстати, благодаря этому у меня для тебя кое-что новенькое есть. Вот взгляни. Пальчики с часов погибшего. Который слева это убитого, а с другой стороны пробил по базе. Все координаты на него имеются, и он числится у нас. Михеев Алексей Алексеевич привлекался за пьяный девуш. Прекрасно. Придется мне самой ехать. Да, но это еще не все. Вот пиджак погибшего. Видишь, частицы биологического происхождения. А что это значит? Ну, проще говоря, частички мяса. Какого мяса? Обычного. Свинина, говядина, курица. Так вот смотри, на спине и с левого бока. Их особенно много. Борис Евгеньевич Трофимов, наш подозреваемый, водит в фору холодильника. Ну вот, тебе и карты в руки. О, вот тут Михеев и работает, мой крест. Вечный возмутитель спокойствия. Что ни день, то происшествие. Постоянно за ним приходится приглядывать. Замечательного человека вы описываете. Да. Сейчас, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Да, Рома. Да? Я не... Опознали? Я плохо слышу. Еремеев? Владимир. Владимир Еремеев, правильно? Спасибо, Рома, кстати. Спасибо. Извините, пожалуйста. Ну, так и что он творит, ваша красавица? По-разному творит. А вот, кстати, он. Ну-ка, Леш, поди сюда. Ты что опять ученик? А что? Машка все врет. Я ее и пальцем не тронул. Она сама об угол ударилась. Личная жизнь ваша нас не интересует. А вы кто такая? Я вас не знаю. Че, Василий Фомич, смену себе готовите? Уймись, Михеев. Майор Старкова из убойного отдела. Скажите, пожалуйста, вот это вот. Ваши часы? Похоже, мои. А где вы их сфотографировали? А как они могли оказаться у Еремеева Владимирова? Не знаю. Потерял я их. А где вы его видели и когда в последний раз? Позавчера в подъезде пересекались. А бровь где рассекли? Это так. Вчера ночью об угол ударился. Много у вас углов? Леша, как ты мог, а? Вы же со школы дружите. А что это вы намекаете? Дело в том, что эти часы сняты с убитого Еремеева Владимира. А на часах обнаружена ваша кровь. Ну, подрался немного. Позавчера бы пошел тете Люби, Вовке нам, мама, денег перехватить. Тете Любы нет, да нет, нет, да нет. А тут Вовка как раз из лифта выходит. Ну, он, видимо, смекнул, о чем мы с тетей Любой-то разговариваем. Он сразу дверь в свою квартиру закрыл и давай мне. Я тебе говорил, не приходи. Я тебе говорил, с лестницы. Мать мою, не приставай. Потом, как мне дал, он ее ударил сразу. Это он начал драку? Так он же, говорю, конечно. У меня же кровь пошла не у него. Ну, видимо, значит, за это и попало. А как они в драке-то слетели, я не заметил. Я не убивал никого. Вот, можете, у тете Любы спросите, она все знает. А где вы были вчера, с полуночи до часу? С приятелем выпивали. С Генкой, что ли? С ним. Я никого не убивал, нет. Подрался-то, а за это можете меня судить. А убивал мне? Что, я зверь, что ли? Вовка-то? Нет. Но это мы проверим. А вас придется задержать. Пройдемте. Пойдемте. Василий Фомич, доигрался. Да не убивал я. Алло. Да, это я. Тут какого-то мужика прихватили. Ага. Наверное, подозреваемый. Да нет, все будет с порядки. А иначе и быть не может. Отбой. Так, Катя, ну-ка, иди сюда. Ого, детализация. Уже готова. Уже готова. Вот, это оперативно. Так, смотрим последний исходящий. Вот он. Угу. Алло. Здравствуйте. С вами говорит капитан Лапин, уголовный розыск. Будьте добры, представьтесь. Так, 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 минуточку. Так, 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 Микошин. Микошин Михаил Иванович. Михаил Иванович, у нас с вами есть повод для встречи. Да. Тетя Саша, тетя Саша, что нового? Так, ну-ка, Антон, знаешь, дай человеку раздеться. Иди готовь ужин. Давай, помогу тебе. Что-то ты неважно выглядишь. Устала? Сам сказал, дай раздеться сначала. Ну, раздевайся. Ну, как вы сегодня? Антошка не сильно тебя напрягал? Да нет, отлично. Слушай, после шахмат мы пошли в парк, катались на лошадях, потом пошли в кафе мороженое, ели мороженое, ты не поверишь. Слушай, Антону повезло, день удался. Точно. Очень много впечатлений, просто то выше крыши. Знаешь, мне даже понравилось. Хорошая практика. Жалко отдавать Антошку обратно. Слушай, Женька, а ты точно хочешь уехать в Америку? Там совсем другой ритм жизни. Ритм жизни везде один, вот жизнь другая. Это точно. Ну, ты понимаешь, что мы там будем совсем одни? Что даже невозможно будет подкинуть родственникам детей. Потому что просто не будет родственников. Ты хочешь детей? Да нет, ну, это я так, теоретически. Саша, я серьезно. Понятно. Ладно, пойдем. Антошка заждался. Он ведь принимал активную участие в приготовлении ужина. Это есть можно будет? Я не рискнул попробовать. Ну, ладно. Ты доктор, ты спасешь. Постараюсь. Яков Аркадьевич, здрасте. О, Сашенька, очень кстати. Мне тут пришли некоторые мысли по поводу раны. Ой, я очень люблю ваши мысли. Да, я знаю. Я думаю, что орудием убийства мог быть болт арбалета. Простите, что? Болт арбалета. Так называется стрела арбалета. Да что вы, я не знала. Но арбалет, это же забава не для бедных. Теперь по поводу трупа. Мне кажется, что все-таки что-то с ним не так. Но вы это говорили уже при первичном осмотре. Вот по некоторым признакам я полагаю, что тело было полностью заморожено. На это нужно часа четыре. Потом было полностью разморожено еще четыре часа. И судя по тому, что на одежде были частицы мяса, это мог быть обыкновенный бытовой морозильник. То есть вы хотите сказать, что мы неправильно определили время убийства? Да, такие мои выводы. И во сколько же он умер, по-вашему? Ну вот, минимум на восемь часов раньше того момента, как мы определили. А уж специально кто-то хотел нас запутать, чтобы обеспечить себе алиби, или так просто сложились обстоятельства, это вам решать. А, ну да. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, как найти старшего оперу полномоченного Лапина? А, это вам на второй этаж. Это через главный вход, потом по лестнице и направо. Ага, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. рекомендует, я. Не знаю, hal Pubgau, FlipровYN. что это? Да, долина от которой ну ладно, что это да? Да, что это да? ты чего ты? писать сценарем, если потом не увядка сделать, ну ладно. в рабочем месте играть, а? Как тебе ещё не убили, Рымба-хренов? Мне помогает это сконцентрироваться. Подожди, мне осталось три мины. Он обычно подрывается на последние. Ну, ребята, детский сад какой-то. Да, войдите. Здравствуйте. Мне тут звонили, просили срочно приехать. Вы не… Микошин. Микошин Михаил Иванович. Да, это я. Только я вот не пойму, зачем я понадобился нашим доблестным органам. Присаживайтесь. Вы знакомы с Владимиром Александровичем Еремеевым? Да, я его знаю. Он мой партнёр. Он поставляет мне в кафе «Жасминхаус» мясные продукты. Вот сегодня вечером должен был подвезти. А зачем вам Еремеев? Вчера вечером был обнаружен его труп. Что? Труп? Он умер? Нет. Его убили. Кто? Когда вы виделись с Еремеевым в последний раз? Ну, Еремеев заходил два дня назад. Поздно вечером, после закрытия в кафе, мы составляли заказ. Два дня назад, поздно вечером? Да, он раньше не мог прийти, мы его ждали. Но он деньги взял вперёд на поставку. Мы обычно всегда ему вперёд деньги даём. Ну, потом посидели слегка. Вдвоём посидели? Нет, ещё Валерка был Сергеев, совладелец кафе, и ещё… А где сейчас ваш совладелец? Ну, по идее, должен быть в кафе. Так кто с вами ещё был в тот вечер? Ну, ещё Марков был, Марат Иванович. Тоже партнёр? Да, тоже поставщик переговорить с нами приехал. Понятно, и чем вы занимались? Да, особо ничем. Выпивали, общались. Во сколько разошлись? Ну, уже за полночь было, кафе закрылось. И чем дальше занимались? По домам поехали. А можно поподробнее? Ну, Марков с помощником первый уехал. А ещё был помощник. Как его? Ну, я даже не знаю. Помощник и помощник. Марков его Иваном называл. Иваном. А чем вы занимались? Ну, за руль уже нельзя было садиться. Мы пешком пошли. Еремееву тачку поймали. Он сразу уехал. А с Сергеевым мы решили продолжить. А у меня дома. Так как семья на даче. Решили продолжить. А куда Еремеев поехал, не знаете? Да, вроде нет. Но, если я не ошибаюсь, он говорил, что к женщине какой-то собирался. К женщине-то хорошо. Александра Николаевна, добрый день. Привет. А разрешите мне со Стрижевским поехать? Куда? В кафе Жасминхаус. Сейчас допрашивают Микошина. Он рассказал, что два дня тому назад убитый Еремеев был в этом кафе, и оформлял с владельцами сделку. Стрижевский пошел за Комаровым, а мне бы с ними хотелось. Ну, поезжай. Скажи Комарову, чтобы он очень внимательно осмотрел холодильную камеру. Угу. А вы сейчас пойдете на допрос Микошина? Нет, я подожду вашего звонка. Да, еще возьми с собой этого. Ну, как его? Ну, лейтенанта. Ну, боже мой. А, Васюкова. Васюкова. Господи. Хорошо. Вот. Надо проверить алиби одного задержанного, некий Михеев. Узнай, был ли Еремеев в кафе именно в этих часах. А если был? Если был, тогда Михеев не виноват. Все исполню. Пока. А с кем это Стрижевский остался ворковать? Меня попросили найти все возможное на Марата Ивановича Маркова, а Рома пообещал помочь. Вот и звонит кому-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужен Валерий Сергеевич Сергеев. Вы договаривались? Ну, можно сказать. Итак. Валерий Сергеевич, к вам тут из милиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший лейтенант Васюков. У нас к вам несколько вопросов. С удовольствием помогу нашей милиции. Вам знакома эта вещь? Вроде да. Два дня назад у нас в кафе постачик мяса был, Еремеев. На нем точно такие же часы были. Это точно? Так он сам рассказывал, что эти часы принадлежат его однокласснику, с которым они потом подрались. А после драки он нашел их и собирался вернуть. А кто еще может это подтвердить? Так Микошин. Он один присутствовал при разговоре. Сотрудников в кафе уже не было. Да они и не знали, что Еремеев вернется. Так, а Марков, другой наш партнер, еще не пришел. Вы не могли бы нам показать помещение, в котором вы выпивали в тот вечер? Да легко. Прошу. А на чем уехал Еремеев? На частники. Жигули, девятка. Вроде красная. Номера не запомнили? Да зачем? Водила был мужик, как мужик. Прошу, прошу. Шеф, менты вышли на Жасминхаус. А я, как в том анекдоте, что увижу, а то мы пою. Нет, петь я не собираюсь. Предупрежу мальчиков еще раз. Я работаю. Попробовал бы я не работать. Значит, здесь вы сидели позавчера вечером? Ну да. У нас эта комната специально для отдыха оборудована. И с чего стреляем-то? Ну, в основном из арбалета. Ну, пару раз приносили лук спортивный. А еще можно и ножички. Ну, хорошее развлечение. А где сидел Еремеев? Да вот, на самом этом месте. Свет выключите. Свет? Так. 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 Что и требовалось доказать. Можете включать. Понял, Осипов. Давай звонить, докладывай. А, чё это было? А сейчас не видно. Ха, фокус такой. А, ага. Александр Николаевн, ну что, следы есть. Замытая кровь на столе и на полу. Да, Комаров возьмёт на экспертизу. И на стене, на стене следы мишени. Самой мишени нет. Ну, говорят, что стреляют из арбалета. Да, да. Так. Ага, ясно. Ясно. Ну что, целы получены. Юрий Семёнович, вы остаетесь здесь, вы всё осматриваете. К вам скоро подъедет бригада. Ну, а вы, Валерий Сергеевич, поедете в отделение. Моё начальство очень хочет с вами побеседовать. А, ну, так надо, так надо. Долго это ещё продолжаться будет? Я курить хочу. Может, можно выйти покурить? Да вы не волнуйтесь, это ненадолго. Нам надо кое-что прояснить. Это в ваших же интересах. А покурить можете в окно. Откройте, да курите. Что-нибудь не так? Нет, просто я не ожидал, что и Сергеев здесь будет. О, у нас к нему есть тоже несколько вопросов. А чего не покурили? Расхотелось? Это я. Сейчас и второго привезли. Ну, не успел я его обработать. Нет, проблем не будет. Я... Я обещаю. Хреново. Александра Николаевна, вот материалы по Маркову. Он отдыхал вместе с Сергеевым и Микошиным в кафе «Жасминхаус», когда там был убит Еремеев. В обоих педали старая история. Интересный персонаж. Слушай, сколько раз он попадал под следствие и всё время отмазывался. А вот предварительный результат осмотра Комаровым. Он по факсу прислал. Ну, когда вам уже починят. Да молчи. Есть? Ну, что там? Вот, смотрите. Значит, обе машины подозреваемых чистые. Но рисунок протекторов автомобиля Сергеева идентичен следам от легковой машины на месте обнаружения трупа. А кровь, обнаруженная в кафе, принадлежит убитому Еремееву. Ага. Да, в кафе также обнаружен след от мишени, по которой стреляли из арбалета. А болт от него был орудием убийства Еремеева. Вот. Очень интересно. А Стрижевский уже доставил Сергеева. Хорошо, сейчас поговорим. Здравствуйте, я майор Старкова Александра Николаевна. У нас с вами будет долгий разговор, но прежде мне хотелось бы, чтобы вы ознакомились с результатами экспертизы. Пожалуйста. Можно тебя, Макс? Ты видела, у РВД стоит джип? Да, и что? Эта машина есть в этой папке. Более того, за последние два дня я ее вижу уже не первый раз. И за рулем все время один и тот же человек. Возьми ребят, приведи его сюда. Только аккуратно. Обижаешь. Я слушаю вас. Пожалуйста, выйдите из машины. А что случилось? У меня к вам есть несколько вопросов. Угу. Сейчас. Давай за них. Стоять! Из машины! Выходим! Ну что ж ты бегаешь, а? Нехорошо. Ну что, продолжим наш разговор? В отдел его. Есть! В машину. Ваше участие в убийстве Еремеева доказано. Теперь ваша судьба будет зависеть от вашей помощи следствию. Да вот же, вот, вот, кто вам нужен. Это он убил, Еремеева. Ты думаешь, что ты говоришь? Угу. Да, я подтверждаю слова Сергеева. Вот, вот. Козлы. Господин Марков, майор Старков. Спокойно, милиция. Спокойно. У нас к вам несколько вопросов, вам придется проехать с нами. Вы обвиняете в убийстве Владимира Еремеева. Что за глупость? Я никого не убивал. Это сделал ваш охранник Петров. Ваши руки? Мне нужен мой адвокат. Не вижу препятствий, тем более, что после показаний Микошина и Сергеева он вам очень понадобится. Только вряд ли он вам поможет. Покажите, где были вы и где был убитый. Еремеев сидел вот там, Марков вот здесь. Вот, вот, вот здесь, ага. Вот, а Петров оттуда стрелял по мишени из арбалета. Откуда оттуда? Что откуда? Стреляли откуда? А, ну я же говорю, вот, вот оттуда. Марков хотел бизнес у Еремеева выкупить, а тот отказался. Ну, потом я ушел за пивом, а когда вернулся, Еремеев был уже мертвый. Марков, Марков отдал приказ Петрову, а тот и выстрелил из арбалета. По колюте куда попала стрела? Только, ой, извините. Вот, вот сюда. Вы абсолютно уверены, что это был приказ? Так он же сказал, если не отдашь, то и сам не воспользуешься. Очень злой был. Да, а потом нам сказал, если не поможете от трупа избавиться, то с вами будет то же самое. А, а труп мы погрузили в рефрижератор и отвезли в промзону. Во всем виноваты Марков и Петров. Это все они. Еще раз повторите. А, чего? А, во всем виноваты Марков и Петров. Это все они. Да, давай Сергея правду открывай. Ну, как вам кино? Угу. Мой клиент готов к сотрудничеству со следствием. Но я же говорила, господин Марков, адвокат вам очень понадобится. Ну, куда? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ура, пять-три! Ну что, проигрываешь? Сам попробуй. Да, а что тут трудного-то? Главное, реакция хорошая, и все. Ну, давай, покажи реакцию. Да, пожалуйста. Ну-ка, давай. Давай, начали. Тихо, 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 тихо. Ура! Шесть-три. Дедуль, дедуль! Ура! Я выигрываю! Шесть-три, я выиграю! Молодец, молодец, наша кровь. Ну что, показал класс? Ну, это была разминка. Ну, как тебе твоя новая знакомая? Ну, не при ребенке же. А чтоб тебя успокоить, скажу. Ну, как ты? Она мне не подходит. В груди не екнула. Да ладно. Именно так. Сейчас! Теперь могу заняться Антошкой. Ну-ка, господа, разрешите-ка мне с внуком сыграть. Пожалуйста. Ну-ка, Антон, давай с тобой. Давай. Сначала. Естественно, сначала. А! Ну! О-о-о, разошелся. Сейчас сделай, ага. Ну! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Мы ищем свет в конце пути. Не страх потери, не боль утраты. Нас не заставят с пути сойти. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Да, мы потеряли тебя. Ну, давай садись, начнем уже, а? Может, на самом деле? Михалыч, тебе что там? Письма счастья, что ли, шлют? Э, сиди ты улыбается, а? А где пиво-то, а, Михалыч? Про пиво-то и забыл. Вот, старость. А письмо? Не письмо вовсе. Фотография занята. Ну-ка, Лико, покажи. Ну-ка, дай посмотрю. Ну, на, глянь. Знаешь, Михалыч, я бы эту фотку коллегам твоим показал. Уж больно на странную. А ну-ка, киллер тебе эту фотку прислал, а? Киллер, Лич, сразу стреляет, а фотку в предупреждении не шлет. Да и кому я нужен? Столько лет на пенсии. Так что у моих бывших коллег своих забот хватает. Может, начнём всё-таки, а? Так, ладно, всё, давай, давай начнём. Так, перемешаем, посмотрим. Так, один-один. О, а у меня отличный набор. Ты что, Михалыч, то, фьюшку, что ли, не видишь, а? Михалыч. Что с тобой? Мужики! Михалыча убили! Мать, теперь божья! Ребята, начальство бушует. Убит наш коллега, а бандюки настолько обнаглелись, что шлют привет. Ну, кто мог на Михалыча руку поднять? Да кто только не мог, сколько он их пересажал. Да, но я не помню, чтобы Михалыч сажал киллеров. И потом, не всякий уголовник, который выходит из тюрьмы, имеет возможность нанять с киллера. Михалыч пять лет на пенсии. Проверь, Катя, пожалуйста, кто вышел за пять лет? Вышло семь человек. Это из тех, с кем Михалыч сам работал, а так ещё... Да, надо проверить алиби всех семерых. Но стреляли из винтовки, из снайперской, скорее всего, из СВД. Откуда у нормального бандита СВД? Саша, у нормального бандита может быть всё, что угодно. Только зачем бандику СВД? Это оружие профессиональных киллеров. Может, кто-то из бывших спортсменов или вояк. Кстати, Катя, проверь, кого Михалыч сажал из военных и спортсменов? Хорошо, будет сделано. Ну, давайте, давайте. Давайте. Что скажете, Яков Аркадьевич? Скажу, что всё закончил. Стреляли из винтовки. Патрон пять пятьдесят шесть. Характерный угол наклона. Убийца стрелял с двадцатиметровой высоты. А с какого расстояния? Шестьсот-семьсот метров. Поэтому пуля и застряла в голове. Саша, вы же специалист по стендовой стрельбе. Может, можете определить винтовку? Ну, СВД семь шестьдесят два. Больше ничего не приходит в голову. Угу. Патрон пять пятьдесят шесть импортный. Шестьсот-семьсот метров. Это стрелял профессионал. Вам виднее. Вот, я извлёк пулю. Передайте Юрию Семёновичу на экспертизу. Ну, что же, Яков Моисеевич, как всегда, большое человеческое спасибо. Спасибо. Счастливо. Чисто. Труп обнаружен лежащим на спине, на тротуаре, около подъезда. Лобная кость пробита пулей, калибра. Ну, потом скажу тебе калибр, ладно? Хорошо. Кать! Да? Что у тебя? Никаких зацепок. Кто откуда стрелял, непонятно. Саш, ну, тогда у меня всё, труп можно увозить, остальное в рабочем порядке. Хорошо? Да, хорошо, увозите, да. Очень похоже на заказ. Да не то, чтобы похож. Личность установил. Да, Коробов Николай Олегович. Бизнесмен, владелец магазинов «Интер». Публичный человек. Уважаемый. А родственники есть? Жена, дочь. Лапин, наверное, уже там. Понятно. Ну, я тогда в «Интер». Проверю документы. Да кто тебя пустит туда без ордера? Ну, а я так, на «Арапа» или на «Обаяние». На «Обаяние». Ну, давай, попробуем. Может, получится. Пойдём, Ром. Чердак осмотрим. Сколько ж чердаков вы хотите осмотреть, товарищ майор, а? Сейф, которых есть окна во двор. Много их? Их целых три. Ром. А? Похоже, отсюда стреляли. Хорошо подъезд виден, в котором бизнесмен наш жил. О! Чего? А я гильзочку нашёл. Ух ты! Вот она. Скажите, а есть ещё другой выход отсюда? Конечно, да. Вот в конце чердака у Люка замок сломан. Я просил начальство, чтобы замок поменяли. Да разве допросишься? Товарищ майор, моя помощь нужна вам ещё, а то мне в контору надо скачать. Спасибо большое. Ага. Значит, у нас был с подъезда в арку. Там проспект, вспоминай, как звали. Ну, конечно, поэтому его никто и не видел. Пойдём? Пойдёмся. Лиза, я понимаю, что муж не посвящал вас в свои дела, но, может быть, вы случайно знаете, может быть, ему кто-нибудь угрожал. Звонки были какие-то или письма? Нет. Письма приходили. Но это были из дома. Мама, папа. Брат писал. А давно он стал владельцем торгового дома? Я не знаю. Я приехала из Заварзина, так уже всё было. А Заварзина это где? 55 километров от Томска. А сегодня, вы не знаете, он не получал почты? Я не знаю. Наверное, нет. Он спешил, я звонила. Он сердился, он очень спешил. Может, с собой взял? Лиза, вам придётся спуститься с нами и осмотреть почтовый ящик. Угу. Оп, вот это вам руками брать не надо. Молодцы. Лиза. Молодцы. Молодцы. Лиза. Лиза. Зачем? Зачем ему фотки слать? Чтобы напугать жертву, ну, бьется он там в медвежий угол, как ее оттуда выводишь? Он что, себе жизнь специально усложняет? А ты, между прочим, очень правильно говоришь. Он специально себе усложняет жизнь, хочет показать, какой он крутой. Мол, прячься, не прячься, все равно найду. А может быть, надо узнать, не было ли еще где-нибудь таких преступлений? Ну, с фотографиями. Займись этим. Разошли запросы. Я думаю, что если бы в Москве было бы, то мы бы слышали. Возможно, в других городах. Кать, скажи, а никаких не было пересечений у Михалыча с этим Коровым? Ну, вот у меня тут получилось, что владельцем торгового дома «Интер» до Коробова был Петр Куклов. Не фамилия, а погоняло какое-то. Не мешай. А Самойлов Андрей Михайлович арестовал этого Петра Куклова за наркотики. Вы знаете, я помню это дело. Куклов этот был бандит из бандитов, а взять ему никак не давалось. И вдруг поступает сигнал, что у него в багажнике чуть ли не Килогерыча. Ну, Михалыч его на этом и повязал. И что самое интересное, что после этого владельцем «Интер» стал Коробов. Сколько ждали этому Куклову? Ему сидеть, наверное, еще долго. Он отсидел шесть лет и вышел месяц назад. Вот, зараза. Вот понимаешь, кому это выгодно. Да? А как доказать? Доказать от Саши сложно. Только все возьмем заказчика. Понимаешь, это далеко не всегда удается. Катя, а узнай, не сидел ли с этим Кукловым какой-нибудь киллер? Уже. Что? Уже выяснили, не сидел. А хорошо было бы. Ну, что там, скоро? А то весь чай остынет. Никогда не думал, что вот ремонт компьютера для тебя такая сложная задача. Дед, ты мне сам всегда говорил, что работать нужно не спеша. Тогда работа будет приносить удовольствие. Что-то я не помню, чтобы я говорил такой глупости. Мужики, ну сколько можно ждать? Это же можно вообще обалдеть. Привет. Привет. Мы вас ждем, ждем. Долго еще? Паша утверждает, что нужно работать медленно. Ну, тогда удовольствие получаешь. Да. Представляешь, Саш, ты, значит, ловишь бандитов медленно, Женя режет своих пациентов медленно. Нет, ребята, это вот снайпер, он медленно работает, но у него такая специфика. Во-первых, ты прекрасно знаешь, что Женька никого не режет, а просто кардиолог. А чего ты вдруг про снайпера сказал? Да так, что-то, к слову, пришлось. А снайпер действительно медленно работает. Ну, покой нужен. Вот. Эмоции вообще отключает. Скажи, пожалуйста, а снайпер может хвастаться? Нет, это не профессионально. А почему ты спросила? Ну, есть у меня один снайпер, который посылает своим жертвам фотографии. Предупреждает их. Ну, что, он имя себе зарабатывает? Ну, возможно, и имя. А ты точно знаешь, что снайпер? С какого расстояния стреляет? Ну, последний раз, с 700 метров. Это профессионал работает, военный. Потому что спортсмены с такого расстояния работать не будут. Ну, да, военный. Я даже примерно представляю, кто у него заказчик. Только доказать не могу. А может, взять этого куклова? Тряхануть как следует? Нет, нет, ни в коем случае брать нельзя. Адвокаты сразу его отмажут, а киллер ляжет на дно. Вообще, такие таланты, которые с 700 метров в яблочко кладут, это на перечет. На перечет. Я тебе советую по центру спецподготовки поискать. Ну, если нужно помочь тебе туда попасть, я тебе помогу. Хорошо, посмотрю. Ну, ладно, давайте, ребята, ну, там уже Женька сейчас съест весь ужин. Пожалуйста. Вообще, ищи тех, кто вот недавно уволен в запас. Все готово. Теперь будет работать. Но надо хотя бы два раза в год пылесосить. Ну, слава богу. Ну, все, идем, идем, идем. Вот приходи и пылесоси. Да, талантливый снайпер стрелял. Очень талантливый. С предельного расстояния стрелял. Только, к сожалению, винтовка импортного производства. Хм, этого нам еще не хватало. Это что ж получается, иностранец у нас, что ли, завелся? Не, я не думаю. Мне кажется, что это из наших кто-то выпендривается. Настоящий матерый профессионал не стал бы так грубо работать. Да, не к добру все это. Может, все-таки арестовать нам этого Куклова? Не-не-не. Можем спугнуть киллера. Если он уже не залег. Сплюньте. Но ведь как-то он получает свои заказы. Может быть, ему эсэмэски отправляют? Ну да, еще смайлики там, сердечки. Ну, не издевайся. Ну, сколько по-твоему лет этому киллеру? Ну, я не знаю, сколько ему лет. Я знаю только то, что он получает каким-то образом фотографии жертв и отправляет этим жертвам эти фотографии. Ну, понимаешь, если через телефон посылать, это глупо. Там разрешение очень плохое, потом мне распечатать фотографии. Значит, он посылает их через интернет. Там совсем другое дело. И качество хорошее, и печатай сколько хочешь. Подожди, ты хочешь сказать, что... Да, да, я хочу сказать, что он получает и принимает свои заказы через электронную почту. Ну, это хрена тыщишь. Павлик, что за выражение? А если я знаю человека, который отправлял ему заказ? Ну, тогда, как говорят, в Одессе это две большие разницы. Тогда можно ломануть его почту и найти концы твоего киллера. Когда начнем? Своими способностями надо грабить банки. Не пробовал? Нет, только старушек-процессиц. Слушай, ну, нужно с домашнего компьютера, потому что у тебя в ментовке слабенький. Прости, в милиции. Прости, в милиции. Саша, ну, не виси над душой. Не люблю. Хорошо. Ну? Думаешь, такой умный, да? Заправленных удалил и все? Нет. Вот тут они все и остались. Опа. Вот так. Александра? Да. Иди, смотри. Ну, а фотографий нет? Обижаешься, сестрица. Пожалуйста. Гений. Да. Саша, ты сошла с ума на саму себя заказ посылать? Ну, пошли на кого-нибудь Иванова Петра Петровича, а? На киллер, не идиот. Ему нужен живой человек. Я понимаю. Ну, давай мою фотку пошлем, а? Ты не можешь так рисковать? А ты можешь. Саша, давай придумаем что-нибудь, а? Знаешь, у меня ощущение, что ты не очень понимаешь, что может произойти. Ну, все, Макс, мы уже миллион раз думали. Ну, мы не можем ничего другого придумать. Потом, ты же меня прикроешь. Это не так опасно. Слушай, не морочь мне голову, что это не опасно. Так, а откуда ты деньги на киллера возьмешь? Это с нашей с тобой зарплаты киллеров нанимать. Ну, я не знаю, как ты постараюсь убедить, но я объясню в конце концов. Саша, ты понимаешь, это страшная авантюра. Ну, давай, все-таки я. Прости, а? Да, Пашка. Когда? Когда заказ пришел? Спасибо, Пашка. Я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю, это подарок судьбы. Нашему киллеру пришел заказ на некого Лисовского Наумборисыча, что ли? Надо просто пробить. Кто это? Не надо никого пробивать. Это адвокат, который Куклова защищал. Кстати, защищал плохо. Потому что Куклов получил ровно столько, сколько просил прокурор. Все быстренько. Давай, вызывай ребят. Надо узнать, где он его со... Он должен еще прислать фотографию. У нас есть время, успеем. Надеюсь. Тихо, тихо, тихо. Мы сидели в ресторане, и вдруг посыпалось стекло, и Наум, Наум упал грудью на стол. Так, понятно, дальше. Вы далеко сидели? А они сидели за дальним столиком у окна. И этот мужик, ну, убитый, с девушкой был. А с этой? Да. И я услышал только, что стекло разбилось. А тут девушка как закричит. Хорошо, вы свободны. Все началось очень неожиданно. В ресторане начался переполох. Я подбежал к официанту, попросил его вызвать милицию. Вот, собственно, и все. Надеюсь, я свободен? Да, спасибо большое. Пожалуйста. Ну, что тебе сказать, Саша, сама все знаешь. Точнехонька в горло. Только вот интересно, он специально туда целился, или просто в голову не попал? Если найдем фотографию, я думаю, что мы поймем. Кстати, фотографий нет? Да вроде нет пока. Александра Николаевна, свидетели говорят, что выстрел был один. Ну, если бы было два выстрела, были бы, наверное, две дырки. Проверь, пожалуйста, дома напротив ресторана. Александра Николаевна, вот девушка, которая обслуживала стол, за которым сидел убитый. Вот, я у них пепельницу забрала, тут бумажки порванные, они не курили. Я не сразу выбросила, потом суета началась. Позвольте. Дай-ка сюда. Раз. Два. Три. Что и требовалось доказать. Ром, смотри, мне кажется, он стрелял отсюда. Да, отлично просматривается ресторан. Увы, конечно, он не настолько любезен, чтобы оставить нам свои отпечатки пальцев. Или на худой конец фотографии. Ладно, пойдем отсюда. Надо найти хоть одного свидетеля, который видел этого чертова снайпера. Ну да. Со скольки во дворе вы работаете? Да с утра, часов в семи, наверное. Видели, мужчина из подъезда из этого уходил полчаса тому назад. Фотограф уходил, с сумкой большой, в куртке зеленой. Я еще тогда подумал, что он на военного похож. Куда он пошел? Досел в машину и уехал. Номер, конечно, не запомнили. Да не, не помню. Ну, а хотя бы марку. Да, иномарка какая-то была. Описать его можете. Ну, не знаю, мужик как мужик, лет сорок ему. Ковартка стриженной. Ну, вам же говорят, на военного похож. Все, спасибо, ребят. Да и не до свидания. До свидания. Боже, ну, зарплаты сегодня будет, не знаешь. Ну, не знаю. Вот, объясни мне, пожалуйста, если мы знаем его электронный адрес. Угу. Мы можем вычислить, где он находится? В общем, нет. Но представь, человек сидит дома, с ноутбуком. Но пару раз за день он проверяет почту, как ты его вычислишь. А интернет — это вообще анонимная история. Ну, не такая уж анонимная. Анонимность интернета сильно преувеличена. Ну, тогда в чем проблема? Проблема в том, что он может использовать систему, которая автоматически меняет IP-адреса. И поэтому… Подожди, я прости, пожалуйста, я не понимаю, что такое IP-адреса. Хорошо, бог с ними. Существует интернет-кафе. Так. Там у каждого компьютера свой точный адрес. Но как бы точка доступа, неизменяемая. Вот если он выйдет в интернет с этого компьютера, мы будем точно знать его месторасположение. А если он сидит дома, мы никогда в жизни его не найдем? Нет. То есть нам нужно каким-то образом загнать его в это интернет-кафе? Да. Ну, а как это сделать? Можно грохнуть его ноутбук. Это возможно? Ну, почему нет? Отправим ему вирус на почту. Он распечатает письмо, а дальше… Просто будем ждать, пока программа сожрет его компьютер. То есть мы должны послать ему заказ с вирусом. Да. Правильно? Да. А он его откроет, пришлет нам подтверждение. Молодец. Ну, давай, пойдем. Можно чай попить? Ну, давай потом, пожалуйста. Павел. Александра. Вперед. Александра Николаевна, вот, мы нашли еще две работы нашего киллера в Ростове. Зацепки есть? Нет, зацепок нет, но он просто тоже прислал фотографии своим жертвам. Вот, смотрите, одному нарисовал мишень на сердце, а другому на лбу. А чего ты радуешься? Убиты пять человек, а мы не сдвигаемся с места. А зачем он посылает фотографии? То есть понимает, что они попадут в руки следствия. А он над нами издевается. Нет. Это талисман. Если жертва получает фотографию, то понимает, что никуда от него, от киллера не денется. А я думаю, что это одновременно и талисман, и демонстрация превосходства. Мне дедушка рассказывал, что для снайперов эмоции не характерны. Но это просто, ну, как бы непрофессионально. Вот за это его, скорее всего, и выгнали. Я вот что думаю. Надо послать ему заказ. А фотографию напечатать не дать. Ну, он занервничает, наделает ошибок. А как ты это сделаешь? Этого я еще не придумал. Ну, думай. Думай. Если это его талисман, он должен очень нервничать, если не может отправить фотографию. Да. Он, наверное, тогда и стрелять не сможет, без фотки. А можно сделать так, чтобы вот фотография была, а распечатать он ее не мог? Ну, Сашка, ты даешь. Это я не знаю. Ну, думать надо. Ну, думай, ну, пожалуйста, ну, быстрее. Я боюсь, что он уедет из Москвы. Слушай, ну, я не знаю. Ну, пожалуйста. Вот, Саш, вот вечно ты. Ладно. Чапай думать будет. До вечера. Вот. Пока. Саша, ты вообще думаешь, что ты делаешь, а? Ну, как я могу заказ на тебя отправлять? Мне дед голову открутит. А если не дед, то Женька твой. Перестань. Он не успеет ничего сделать. Мы его возьмем в интернет-кафе. Давай отправляй. Я не понимаю, у тебя что, мужиков в конторе нет? Почему ты? Во-первых, я начальник группы. И заказ на меня от Куклова будет выглядеть гораздо убедительней. Ну, а с начальством ты согласовала? Они тебе денег на это не дадут, а киллер не будет работать бесплатно. Этот будет работать бесплатно. Начальство в курсе. Посылай, я умоляю тебя. Я умоляю тебя. Да. Ой, ну что? Ну, у меня две новости. Новости. Осторожно. Хорошая и плохая. Ну, давай. Ну, в общем, не смог его выследить, как и предполагал. А хорошая новость в том, что ноут у него действительно грохнулся. Да ладно. Да, а если он захочет получить заказ, ему придется отправиться в интернет-кафе. Послушай, а если он в интернет-кафе зайдет в свою почту, ну, там же тоже компьютер гикнется. Вирус-то в почте у него. Да, мы сейчас вирус из его почты удалим и оставим только на твоих фотографиях, чтобы он их никак не мог скачать. А это возможно? Посмотри. Ну, вот я и, собственно, говорю. Поехали к друзьям. Там поближе и познакомимся. Чего тянуть? Вот. Но она мне заявляет. Типа я, пожалуй, не одета для визитов. Прикинь, да? Извини. Ну, все. У нас час минимальная. А? Пятый свободен. Вот. Ну, так сказала. А я и говорю, ты, пожалуй, слишком одета для визитов. Да, прикинь. Типа визит будет одет только на мне. Типа визит будет одет. Ну, в общем, девиз экзистенциализма через экзистенцию к эссенции, то есть через существование к сущности. Экзистенция — это существование, эссенция — это сущность. То есть, если еще проще, то мы своими поступками творим себя. Но каким ты хочешь быть, ты к этому уйдешь через свои поступки. Еще раз объясняю. Девиз экзистенциализма — это значит, через экзистенцию к эссенции. То есть, ну, чего тут непонятного? То есть, неважно, что это тебя к чему побудило. — Молодой человек. — Побудило, побудило. Что? У нас минимальная — час за час. Вам денег не жалко столько говорить по телефону? У меня безлимитный. А че? Ничего. Где мы можем поговорить спокойно? М-м-м. Пройдемте. Ну, я по телефону говорил все время. Я на него и не смотрел вообще. Так, краем сознания заметил. Пожилой мужик. Здоровый. Пожилой — это сколько? М-м-м. Ну, как вы. Ну, или постарше, пожалуй, слегка. Ну, лет сорок. Угу. Он военный, наверное, или спортсмен какой. Ну, здоровый, ну, такой. А здоровый — это ну как? Ну, как вы или покрупнее? Угу. Ну, не знаю. А вот он, сами посмотрите. Ну, здоровый. О, ребят, вот этот момент нужно зафиксировать и увеличить, хорошо? Вы поймите, снайпер — изделие штучное. Вряд ли он в киллеры подастся. У них психика устойчивая. Может, он спортсмен какой? М-м-м. Да нет, это не спортсмен. Значит, никого, похоже, не припоминаете? Да и нет. Вы поймите, я знаю своих выпускников, как детей. Запись, конечно, невнятная. Узнать кого-нибудь трудно. Но я вам точно скажу — это не может быть он. У нас таких не было. Ну, что ж, извините, что отняли у вас время. Счастливо. Я ищу кое-куда заскочу. Подождите. Подождите. Зачем вам этот парень? Этот парень, как вы говорите, убил пятерых. А вы кто, простите? Я тренер. Вернее, нас называют наставник. Я только что был с ребятами на полигоне, потом зашел к начальнику, он показал мне фото. Так вот этот парень, Костя Кедров, гений, мог бы быть лучшим снайпером мира. Я всегда говорил, чтобы мы не давали боевое оружие в руки. Этого парня крышу снесло. Знаете, когда он появился в подразделении, я следил за его судьбой. Он моментально стал лучшим. Уврать террориста из неудобного положения нет проблем. Дистанция предельная, не сомневайтесь, Костя не промахнется. А потом по разговорам я начал понимать, что Косте нравится убивать. Ну, потом в этом поняли психологи. Поняли, и что? Списали в запас. Прекрасно. Для вас он стал опасен, и его отправили к нормальным мирным людям, так? Так. Отлично. Скажите, а у него есть родные? Где его можно найти? Нет, родных нет. Его воспитывала мать, потом она умерла. Да, кстати, он из Ростова. Угу. Ну, за это спасибо. Он там тоже отметился. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, что у тебя там на работе происходит, а? Ты уже по ночам исчезаешь, а? Саша. Ну, Жень, ну ты же прекрасно знаешь, где я по ночам. Я не знаю, где ты по ночам. Я же ведь живой человек, мне же нужна забота, тепло, ласка, участие. Подожди, ну подожди чуть-чуть, ну пожалуйста. Сейчас возьмем этого киллера. Угу. Этого возьмете, другой появится. Кстати, а вы что, знаете, где появится этот киллер? Мы его поставили в такие условия, что ему некуда деваться абсолютно. Жертва будет в определенном месте, в определенное время. Угу. Круто. Слушай, а кто, кто будет подсадной уткой? Чью фотографию вы пошлете? Ну, в общем, сотрудника из соседнего ровода. Сотрудник? Рисковый парень этот сотрудник. Это же очень опасно. Да перестань, это вообще не опасно. Мы все предусмотрели. Точно? Точно. Я тебе так скажу. В любой даже очень тщательной, спланированной операции всегда найдется небольшой, пусть даже микроскопический, процентный неудач. Точно. Чего ты? Можешь это повторить еще раз? Ну да. Нет. Нет, ну правда. Вот ты понимаешь, это вот так кажется, что все уже, ну все уже точно, все просчитано, уже лучше быть не может. А потом бац, вторая смена, и все. Евгений Сергеевич Таманцев, это вас беспокоит Александра Старкова. Здравствуйте. Мне нужен ваш совет. Вы ведь хорошо знаете привычки Кедрова. А давайте я пришлю за вами машину, и мы на месте все посмотрим. Хорошо. Спасибо. А вы уверены, что он будет стрелять здесь? Ну я-то буду сидеть здесь. Он должен меня убрать до завтра, иначе я могу выйти на вас. Вы напрасно смеетесь. Костя очень опасный парень. Да я и не смеюсь. Уже. Он будет стрелять вот оттуда. Он хоть фотографию вам прислал? Неа. Этой радости мы ему не предоставили. Пускай понервничает. Хуже нет, когда вот так сидишь и ждешь. Господи, хоть бы все было хорошо, а? А вдруг он уже на крыше? Не суетись. Проверяй, никого на крыше нет. Ждем. Рома, пошли! Стоять! Накалили, быстро! Простите, у вас не заняты? Ой, не надо садиться сюда. Простите. Иди. Простите, мужик, вставай. А вы кто? Милиция, милиция, не волнуйся. Милиция, милиция, не волнуйся. Саша. Спасибо. Красавчик. Субтитры подогнал «Симон» Стоять, полиция! Субтитры подогнал «Симон» Похоже, у него патроны кончились Вообще-то киллеры больше трех патронов с собой не берут Надеюсь, это тот самый случай На колене! Руки за голову! Встать! Вперед! Баллистическая экспертиза показала, что все три убийства были совершены из этой винтовки Ростовские коллеги свои два случая сами проверят, но я вас уверяю, это он! Что и требовалось доказать! Спасибо большое, Юрий Семенович! Я могу это забрать? Конечно! Спасибо! А почему он не прислал фото? Это же был его фирменный стиль! Потому что Пашка прицепил к фотографии вирус! В компьютере есть фотография, отправить ее невозможно! Молодец! Нашего киллера погубили современные технологии! Если бы он звонил, как раньше, по старинке, мы бы его еще тысячу лет искали! Спасибо! Я ничего не знаю! Но почему я заказал? Чем вообще эти люди мне помешать могли? Первый из убитых, старший оперуполномоченный Самойлов Андрей Михайлович арестовывал вас за хранение наркотических веществ в особо крупных размерах. Второй убитый, владелец торгового дома Интер. Да какой он владелец! Это же козел, а не владелец! Он же меня подставил, а сам бабки хапанул! Я на зоне из-за него чалился 10 лет! Ты понимаешь это? Да хватит тебе! На вашем месте я бы написала чистосердечное признание. Сэкономите время. А я, в общем-то, никуда не спешу. Ну, да. У вас впереди лет 25 примерно. Последние три убийства были сделаны из вашей винтовки и взяли вас с поличным на месте преступления. Мне все равно. А что мне оставалось делать, когда меня в 40 лет просто выбросили из органов? На рынке, что ли, торговать? Угу. Ошибся в вас, Таманцев. Он вас учил людей защищать, а вы решили, что людей надо убивать. Очень он в вас ошибся. Вы совсем не гений. Гений и злодейство, как говорит классик, вещи несомместные. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... По зову сердца Не боль, утраты Нас не заставят с пути сойти Это наша судьба Это наша работа В поисках правды идти до конца Это наша судьба День и ночь год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца День и ночь год от года Здорово, Серёга Привет Не знаешь, как наши сыграли? Привет, Лапин, подожди У меня для тебя просмотра Наши, конечно Три-два На последней минуте забери Чего ты побери, а? За сериал такой матч пропустил Ты что, Лапин, сериалы смотрим? Ты с ума сошла? Жена? Держи, свежий Между прочим, специально в Союз печать заезжала Ну, скажи, что бы я без тебя делал? Не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ой, Лёшка, привет! А ты чего, дома? Думала, меня нет? Где ты была? Кто тебя подвёз? Ой, Лёш, я тебя умоляю Не начинай всё сначала Ты прекрасно знаешь, что я была у Маши Я звонил Маше Целый день у неё был недоступен телефон Из этого ты сделал вывод, что меня там тоже не было, да? А мне позвонить не мог? Что за тип тебя подвёз? А я не знаю, что это за тип Это просто бомбило! Лёш! Ну, Лёшка, ну, пожалуйста! Ну, не начинай на пустом месте, а? Да, я соскучилась Как дела? Да вроде хорошо Слушай, а у нас завтра вечеринка будет в клубе С партнёрами Ты должна быть там Хорошо? Угу 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 Привет! А ты что здесь делаешь? Ты спрашиваешь, что я делаю во дворе нашего дома? Ну, я просто думал, что ты на работе А, ну, конечно, это было бы удобнее для тебя А теперь тебе придётся объяснять, что ты здесь делаешь Если твой самолёт прилетает через час Слушай, давай, не будем устраивать бесплатный цирк в дворе Пойдём домой Знаешь, Лёв, мне кажется, мы просто сэкономим время, если ты поймёшь, что я всё знаю Про тебя и Валентину Что, собственно говоря, ты можешь знать? Ну, да, я не люблю тебя Ты стала замороженной селёдкой, от тебя слова не услышишь в простоте Ты, у тебя всё с подтекстом! А Валентина, она нормальная, живая женщина, в отличие от тебя Ну, во-первых, никогда не слышала, что селёдка бывает замороженной А во-вторых, ты не хочешь рассказать о прелестях Валентины своему другу, Лёшу Фрому? Вот он удивится, когда узнает, как ты высоко ценишь его жену Заткнись! Я устала от твоих измен! Ведь Валюша не первая, правда? И я так думаю, не последнее увлечение в твоей жизни В общем, так Я хочу развестись И я хочу половину твоей доли в бизнесе Значит так Или всё остаётся как есть И ты получаешь от меня приличный пенсион И мы не лезем в дела друг друга, соблюдая внешние приличия Ну, либо мы разводимся И тогда ты не получишь ни копейки И, кстати, с квартиры тебе тоже придётся Съехать А, Лёшка, привет! Да, отлично Завтра вечером? Ну, хорошо А с жёнами так с жёнами Наталья! Завтра вечером ты должна пойти со мной в клуб Это официальное мероприятие! Надеюсь, мы обо всём договорились? Конечно, милый Сейчас будем тебя кормить Знаешь, у меня нет сил даже улыбаться Ты знаешь, Саша, мне кажется, чтобы у тебя были силы улыбаться Тебе пора сменить профессию А заодно место жительства Жень, я тоже люблю свою работу И эту Родину Может быть, я смогу приезжать к тебе в Хьюстон? Да? По-моему, именно американцы придумали гостевой брак Но даже они бы сказали, что это ту мач А что такое гостевой брак? Гостевой брак? Гостевой брак — это когда Супруги живут в разных домах И иногда ходят друг к другу в гости А ту мач? Ту мач? Ну, ту мач — это в том смысле, что ходить друг к другу в гости через океан — это слишком Через чур Так-с Так-с-так-с-так-с-так-с Привет, Лешка Здорово, Лев Здорово Нормально? Ты чего такой смурной? Как я понимаю, нам есть что, отметить? Да, все отлично Немцы сами решили устроить эту вечеринку, они... Они очень довольны А ты что, нет? Слушай, я чувствую, что-то случилось Говори Что произошло, Леш? Лев Скажи, а... Если бы Наташа тебя изменила, что бы ты сделал? Ну, что за бред такой? Наташка мне? Ну, я не знаю, но разошелся бы А я бы ее убил Кого? Наталью? Да нет, при чем здесь Наташа? Ольку А что, Валетина, она что? Изменяет тебе, что ли? И ты знаешь, с кем? Да ничего я не знаю Просто что-то не так Ладно тебе Лешка, да это бред Да-да Я зайду Я зайду позже, давай Чтоб ты был в хорошем настроении К вечеру готовься Буду Готов Буду Ну, привет, привет Привет Добрый вечер Привет Я сейчас приду Веселитесь Левушка Ну ты что, у нас всего минутка Давай так уйдем Или сначала ты, или сначала я Посмотрим по обстоятельствам Слушай, Алешка о чем-то подозревает Ты с ним Ерунда, обычная паранойя Ты же его знаешь Пока эти немцы веселятся Он никуда не уйдет А его одна хлява веселится до утра Да, я поскакал Договорились Подожди, а А Наталье что скажешь? С Натальей обо всем договорился Она хоть и сука, но баба умная Спасибо за субтитры сюжет Я калабаш И Hall Я калабаш Скажите, это кто танцует? Как кто? Это ж хозяин клуба. У него еще и школа аргентинского танго есть. Здорово, да, танцует? Да. Если хочешь получить девушку, пригласи ее на танго. Спасибо. 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 Володь, потанцуй с блондинкой в барной стойке. Зачем? Ну, считай, это моя личная просьба. Потом, тебе ведь это не сложно, правда? Я бы с большим удовольствием потанцевал бы с тобой. Но, коль это просишь, ну, управляем. Давай. Я могу пригласить вашу жену на танец? Спасибо. Спасибо. Вам больше всего. Спасибо. 너regи. Спасибо. 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 Ну что, Лёва, уводят девушку на глазах. Что тебе нужно? Ничего. Соблюдай приличие, как мы договорились. Выпей со мной шампанского. Остынь. Давай. Остынь. Очень приятно было. У вас заждались. Как здорово. Лёша, ну ты что? Ты чего, из меня решила клоуна, что ли, сделать? Что ты глупости говоришь? А ну пойдем поговорим. Пойдем. Лёша, прекрати сейчас же. Ты чего, устроила на людях? У тебя чего совсем мозгов нет? Да отпусти, мне больно. Пусти. Так ты его знаешь. Смотри, как раздухарилась. Тебе понравилось, как он тебя лапал, да? Да ты прекрасно знаешь, что ничего не было. Что ничего? Да вот это ничего. Ах ты ж, Лёва. Ах ты ж, Лёва. Да-да, слушаю. Ага. Лёша. Лёша. Звонили из милиции. В офисе сработала сигнализация. Я поеду, узнаю, в чем дело. Езжай. Ага. Звонили со мной. Ну, почему? Мы на пыλη представили. Что это даже? Да- и? Э? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Вы не волнуйтесь, как вас зовут стать? Валентина Григорьевна, мы спокойные тезки. Тезки, это хорошо. Вы успокойтесь, подробнее ко мне расскажите, как вы вошли, что вы видели, да? Да. Вот и ладненько. Ну что, Яков Аркадьевич? Ого. Значит, женщину застрелили из травматического пистолета. Стреляли в упор. А второй? А вот с ним все как-то непонятно. Есть рана на голове. Возможно, били вот этой статуэткой, но отпечатков на статуэтке нет. Ты знаешь, вообще не похоже, что был номер из-за этого. По-моему, извини, он номер вообще в результате отравления. Но точнее, только после вскрытия. У вас есть зацепки? Вот Комаров снял отпечатки. Это мобильный. Это документы на машины, которые около ворот. Наверное, я так думаю. Михайлов Лев Семенович. Значит так, Саш. В убитой соседка опознала сестру хозяйки дома Валентину Хромову. Этого клиента она не знает. Я знаю. Михайлов Лев Семенович, пробей. Да, еще соседку утверждают, что была якобы какая-то третья машина. Возможно, это муж хозяйки. Алексей Фромов. Ну что, не исключено, что у нас вырисовывается фигурант? Но я бы не делала скоропалительных выводов. Девочки, Лапин говорит. Пробейте мне, пожалуйста, Михайлова Льва Семеновича. 62-го года рождения. Да, жду. Ты знаешь, Саш, мне кажется, что был третий. Муж ревнивый. Выследил, ворвался в дом. И одною пулей он убил обоих. И бродил по берегу. В тоске. Именно так оно все и было. Да, слушаю. Михайлов Лев Семенович. Зам генерального директора фирмы «Альтаир». Спасибо. Я на фирму. А я выясняю адрес и к Фромову. А я, как всегда, забираю трупы. Мобильник не забудь. Так. Добрый день. Здравствуйте. А могу я видеть вашего директора? А его пока нет. А Алексей Васильевич, да? Да, Алексей Васильевич Фромов. Простите, я забыла представиться. Майор Старкова. Ой, здравствуйте. Да ничего, вы сидите, сидите. А ваш зам директора? Лев Семенович? Лев Семенович. Он тоже отсутствует. А что-нибудь случилось? Да нет, собственно говоря, ничего. А скажите, пожалуйста, давно ли они отсутствуют? Вы знаете, я не видела их со вчерашнего вечера. Вообще, такое в первый раз случается, чтобы их сразу обоих не было на работе. Сегодня день сложный. Три встречи пришлось отменить. А какие у них отношения? Отношения? Ну, очень хорошие. Но они друзья с института. Ну, бывает такое, что по работе поругаются, но тут же едут отмечать вместе. Вот как вчера, допустим. А они вчера вместе уехали с работы? Нет, они уехали порознь. За женами заезжали. А отмечали вместе, да. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, телефон жены Михайлова, зам директора. Да-да, конечно. Секундочку. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да, я поняла вас. Я скоро подъеду. Это как раз касается вашего мужа. Я буду минут через пятнадцать-двадцать. Ага. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне звонили? Да. Майор Старкова. Ну, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, Наталья, где вы были прошлой ночью? А что, собственно говоря, случилось? Дело в том, что ваш муж найден мертвым. Его что, убили? А вас это не удивляет? Нет. Что-то подобное должно было произойти. Почему? Видите ли, если постоянно наставлять рога жене и друзьям, велика вероятность, что в какой-то момент это может плохо кончиться. Вы были в курсе его измен? Догадывалась. А недавно я случайно узнала, что у Лёвушки Роман с женой нашего близкого друга. Ну, и я высказала ему все, что я думаю по этому поводу. Слава Богу, что Алексей не знал. Для него это был бы, конечно, удар. Алексей Фромов? Да, Фромов. Вы мне так и не сказали, что вы делали прошлой ночью. До четырех часов утра я была в клубе «Черный принц». У нас там была вечеринка, которую организовал как раз Алексей Фромов. Ну, такой небольшой корпоративчик с немецкими партнерами. А потом домой. Вы понимаете, что я должна буду проверить эту информацию? Ну, проверяйте. Ну, тогда дайте мне, пожалуйста, телефон и фамилии, имена людей, которые могут подтвердить, что вы были в клубе. Вы знаете, я думаю, что вам лучше спросить у Фромова. Ведь это он их приглашал. Кроме Фромова, у кого могут быть списки приглашенных? Не знаю. Возможно, секретарша. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Договорились, киска моя. Да, вечером жду. Да, я твой котик. Я перезвоню. Вызывали? Приглашал Александр Николаевна, приглашал. Заходите, присаживайтесь. Вы знаете, я тут подсчитываю дело вчерашнего двойного убийства. У вас есть какие-нибудь версии? Дело очень запутанное, нужно время, чтобы в нем разобраться. Да вы что, мне все кажется предельно ясно. По результатам экспертизы, отпечатки пальцев на травматическом пистолете, из которого была застрелена Валентина Фромова, принадлежат Льву Михайлову. Таким образом, вывод напрашивается сам с собой. Любовники поссорились, и Михайлов застрелил Фрому. Все очень просто. Михайлов отравлен. И в комнате явно следы борьбы. И потом соседи видели, вроде как, машину Алексея Фромова. Кто отравил Михайлова или он сам отравился? Что-то здесь не так. Александра Николаевна, как вы любите все усложнять? Может, просто Фромова боялась, что любовник проговорится мужу, и решила отравить его, а тот узнал об этом и застрелил ее. Все очень просто, дело можно считать завершенным, да? Как завершенным? А вот так. А сейчас мне некогда. До свидания, Александра Николаевна. Хьюстон, штат Техас. Что? Ничего. Здрасте, Юрий Семенович. О, Саша, привет. Садись. Чего-то ты какая-то сегодня не такая, хмурая. Что ему от меня надо, а? Кому? Сорокин хочет закрыть дело. Господи, ну и перекрестись три раза. Что тебе этот Сорокин? Кто он против тебя? Так. Шено. Не верь, я понимаете, когда запутанные преступления очень просто раскрываются, но... Ну, внучка своего деда. Чем я могу тебе помочь? Чем отравили Михайлова? Понимаешь, дело в том, что структуру отравляющего вещества, которую нашли в оливках и в крови покойного, я так до конца определить и не смог. А с чем это связано? Нестабильное соединение, очень быстро распадается. Я приготовил тебе заключение. Все как положено. Ну, хотя бы в какой области встречаются подобные соединения? Не уверен, но может быть фармакология. Спасибо. Ну что, все так серьезно? Знаешь, если отталкиваться от этого заключения, то, в общем, не так давно у нас в стране появился один препарат. Его в эндокринологии используют. Прости, пожалуйста. Макс, у Фромовой в сумочке какое лекарство обнагружено? В небольших количествах он абсолютно безвреден, но при малейшей передозировке в сочетании с алкоголем – это опасный яд. А в аптеках можно его купить? Да, конечно, можно. Только исключительно по рецепту. Кстати, он есть в аптеке на Никольской, я точно знаю. А в аптеке остается рецепт? Ну да, это препарат серьезный, поэтому остается. Для отчетности. Женька, что бы я без тебя делала? Все так же ловила бы бандитов, что… Ну вот, сейчас опять и бежишь. Ну, здравствуй. Ром, сегодня меня не будет, не ждите. А завтра знаешь что? Дуй в аптеку на Никольскую. Все, пока. Свобода. Пошли. Давай, держу, держу. На меня чуть-чуть. Давай. Проводим. Здорово. Ну что? Как видишь, покой нам только и снится. Да не говори, кто обнаружил труп? Давай, давай. Лейтенант. Лейтенант Педвитьев. Здрасте. Нам позвонил пенсионер. Он тут вечером на лодке рыбачил. Обратил внимание на машину в воде. Тут не очень глубоко и вода прозрачная. Мы приехали на место, а потом вызвали водолазов. Одним словом, подняли со дна машину, а там оказался труп мужчины. Чей? Фромова Алексея Васильевича. При нем были документы. Несчастный случай? Не похоже. Полмашины вдрызг разбит задний банкер. А тут недалеко, на берегу, метров пятидесяти, следы какой-то другой машины. У Михеева разбит передний банкер. Вот. Ну что, привет Сорокину. Привет Сорокину. Дело он хотел закрыть. Спасибо, лейтенант. Ну вот. Как я и говорил, у нас вся документация в полном порядке. Это рецепт, на основании которых мы продавали препарат. Но я вам могу дать только ксерокопию. Ксерокопия мне тоже нужна. Как вы сами можете убедиться, препарат купили только трое больных. Спасибо. Вы меня очень обрадовали. Скажите, а доктора специально так пишут, чтобы ничего понять нельзя было? Вы очень медленно работаете. И ваша версия, что Фромова убил Михайлов, рассыпалась. Это была ваша версия. К тому же, по результатам экспертизы, смерть Фромова наступила около десяти часов вечера. Жена Фромова была убита приблизительно в то же самое время. Около полуночи. Михайлов? Да, что-то не сходится. Короче, нужно разобраться, кому еще выгодна смерть Михайлова. Жене Михайлова. Но у нее алиби на ночь убийства. Да, но ведь кто-то послал СМС Фрому о том, что его жена с любовником в доме сестры. СМС было послано с сайта. Отследить отправителя невозможно. Остается одна зацепка. Редкий яд, которым был отравлен Михайлов. Найдем яд, найдем убийцу. Мы уже работаем в этом направлении. Работаете? Работаем. Так идите, работайте! Вот ты мне можешь объяснить, где Стрижевский? Сказал, что у него срочные дела и куда-то свалил. Знаю я его срочные дела. На этот раз ты ошибаешься. Ты знаешь, он сегодня утром опросил всех врачей, которые выписывали рецепты. Не может быть. У меня это на глазах. Вот так вот. И знаешь, что выяснилось? Одна из пациенток работает в фирме «Альтаир». Угадай, кто? Ну, кто? Это наша милая секретарша, Светлана Воропаева. Вот рецепт, который выписан на ее имя. Нормально. Слушай, если меня кто-нибудь будет искать, я в «Альтаире». давай, удача. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я к вам. Пожалуйста. Светлана, вот по вот этому рецепту вы приобретали в аптеке препараты. А вы откуда знаете? Ну, работа у меня такая. Оказалось, что в крови Михайлова Льва Семеновича оказался именно этот препарат. Да что? Не может быть. Ну, вот так произошло. Давайте мы с вами попытаемся разобраться, как это могло случиться. Расскажите мне для начала, зачем вам эти таблетки? Ну, мне врач посоветовал. Дело в том, что мы с мужем семь лет не можем завести детей. Врач сказал, что это самый лучший препарат. Ну, я пошла в аптеку, купила. Кстати, очень дорогое лекарство. Ну, и как результат? Ну, да пока еще не знаю. Его полгода надо принимать, я пью только месяц. А кто-нибудь знал о вашей проблеме? Я не скрывала. Мы с Валентиной говорили на эту тему. Валентина? Это жена Фромова. Фромова. Угу. У них тоже детей нету. А с ней Наталья была. А Наталья? Жена Михайлова. Жена Михайлова. Вот она мне тогда сказала, что нечего деньги тратить на лекарство, дорогое. Лучше проконсультироваться у хорошего специалиста. А вы им показывали эти таблетки? Да, я как раз тогда их только-только купила. Да, показывала. Не пропадало у вас никогда это лекарство? Нет, что вы, оно всегда со мной. Как давно вы принимаете? Около месяца. Недавно вот второй флакон открыла, пять дней назад. А куда вы дели использованный? Да выбросила в корзину. Кто-нибудь это видел? Ну, кто-нибудь приходил в офис? Наталья была с Валентиной. Они вместе приходили, да, вместе. А вы не отлучались никуда? Да, я выходила. А они оставались в кабинете? Вы знаете, я не знаю. Я когда вернулась, Валентина была в кабинете у Фромова. А Наташа вообще куда-то ушла, не знаю. Как вы принимаете это лекарство? По одной таблетке один раз в день. То есть вы пьете уже сколько? Ну, второй бутылек пять дней. Пять дней. Вы не могли бы посчитать, сколько сейчас таблеток? Конечно. Пожалуйста, во флаконе двадцать пять таблеток. Пять дней пью. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, девять, восемь, девять. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо, Светлана. Всего доброго. До свидания. А где еще десять? Здравствуйте, Яков Аркадьевич. Это я. У меня к вам одна просьба большая. Да, Сашенька, я понял. Я не могу ничего обещать, но я сделаю все, что в моих силах. Да, спасибо большое. Вы меня очень выручите. И, конечно, конечно, отправите все на экспертизу Комару. Спасибо. Пока. Слушайте, детки, здравствуйте. А вы вчера тут были? Тетя, тетя, иди куда шла, а? Деточка, что ты сказала? Ты что, глухая, что ли? Ну, хорошо. Майор Старкова. Куда? Куда? А ты что, не убежал? Да, короче, на машине. Дядя Леша, это Фромов. Да, конечно. На машине прикатил, в дом бежал. Потом, как выскочил, да и рванул в машине. Ну, и чувак на Тойоте за ним, в общем. А быстро этот на Тойоте за ним выбежал? Да, ну, через пять, а может, быстрее. Понятно. А вы здесь долго сидели? Ну, часов до двух. Ух ты. А, кстати, когда мы уже уходить собирались, ну, мужик тут на Тойоте с ног прикатил, в общем, только уже бухой. А что ты решил, что он бухой-то? Он шатался. Понятно. Ну, и что? Ну, он в дом пошел, а мы к себе, по домам. Ясно. Спасибо. Догоняй. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Конечно. Спасибо, что уделили время. Ну, что вы, вы меня так заинтриговали. Садитесь. Спасибо. Вы знаете, я даже не рассчитываю на то, что вы осознаетесь во всех убийствах, но я думаю, что вы хотя бы мне расскажете, правильно я все поняла или нет. Вы действительно устали от измен своего мужа и хотели с ним развестись. Но в связи с тем, что вы материально от него зависели, вы этого сделать не могли, тогда вы решили просто его отравить. Слава Богу, средство отравления очень подвернулось вовремя. Это лекарство, которое пила секретарша Светлана. У вашего мужа действительно был роман с Фромовой, а Фромов патологически ревнив. Вы спровоцировали скандал в клубе. Я разговаривала с Владимиром Досаевым. Он мне рассказал о том, что именно вы попросили его танцевать с Фромовой. Ну что вы? Я просто хотела насолить своему мужу. А когда вы писали СМС Фромову, вы, наверное, хотели насолить Валентине Фромовой. А вы можете доказать, что СМС отправила я? Нет. Я не могу этого доказать. Я даже не могу доказать, что именно вы отравили собственного мужа. По заключению экспертов, смерть должна была наступить через пять-семь часов после отравления. Так что ваш муж был отравлен еще в клубе. А в связи с тем, что именно вы по специальности нейролингвистический программист, и именно только вы должны были знать о том, что десяти таблеток в сочетании с алкоголем достаточно для смерти. Таблетки? Какие таблетки? Первый раз слышу. Флакон от этих таблеток вы подбросили в сумку Фромовой. После скандала в клубе Фромова приехала в дом своей сестры, куда приехал ваш муж Михайлов. Получив СМС, туда приехал ее муж Фромов. Между мужчинами произошла драка, в результате которой Фромов, скорее всего, оглушил вашего мужа и в состоянии аффекта убил свою собственную жену. Михайлов пришел в себя гораздо быстрее, чем Фромов рассчитывал, догнал его и своим автомобилем столкнул машину у Фромова от реку. Потом вернулся в дом Фромовой и умер, так? Не знаю. Меня же там не было. А все, что мне рассказали, похоже на плохой мексиканский сериал. Вы знаете, даже у плохого мексиканского сериала должен быть режиссер. А у этого сериала режиссер вы. Но, к сожалению, я этого доказать не могу. Таким образом доказано, что Фромов убил свою жену в состоянии аффекта и покушался на Михайлова. Михайлов, очнувшись, убил Фромова и умер от отравления. А устроила все это Наталья Михайлова. Только вот доказать, что она смогла отравить собственного мужа, мы не можем. Александр Николаев, ну не расстраивайтесь вы так. Вы провели серьезную работу. А добро побеждает зло лишь только в кино. А в жизни бывает иначе. Я вот одного понять не могу. Как Наталья Михайлова узнала, где ее муж встречается с Фромовой? А это высокие технологии. В мобильном телефоне есть такая услуга. Это определение координат абонента. Плати деньги и получаешь. Нет, Александр Николаев, но если уж человек задумал преступление, его ничто не остановит. Не только не остановит, но и не всегда накажет. Это ужасно, когда знаешь, кто виноват, и сделать с этим ничего не можешь. Может быть, я не своим делом занимаюсь? Ну что вы, что вы. Вы прекрасный оперативник. Тем более, что рано или поздно наказание настигнет всех, вы уж поверьте. Да, хочется верить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова День и ночь Корректор А.Кулакова Мордик, Мордик, Мордик. Ты что это, мамочку не встречаешь, а? А? Ну, в общем, видимых повреждений нет. Предположительно, смерть наступила вчера с часа до пяти. А чего? Можете? Нет, ничего определённого я сейчас сказать не могу. Нужен осмотр. Я забираю тело. Макс, обратите внимание, что перерыто вот здесь вот все вообще… А вот тут, в углу не тронуто. Видимо, здесь нашли то, что искали. Интересно, что они нашли. Кстати, я обнаружил очень чёткий отпечаток ботинок, где-то сорок шестой размер. Не исключено, что наши клиенты. Надо выяснить, кто вот это. У соседки, которая нашла тело. Кстати, где она? Она в соседке. Кстати, знаешь, что соседка сообщила? Что у неё был запасной ключ от этой квартиры. А где вы это видели? Там. Прекрасно. Прошу, через что, позвоните мне, подпишите. Да, спасибо. 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 Привет. Привет. Как дела? Нормально. А ты кто? Я из милиции. Антонина Павловна, скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, могла ли ваша соседка хранить дома какие-нибудь драгоценности или деньги? Да что вы, Людочка всегда боялась грабителей. А по-вашему, что могли у неё искать? Ой, я даже не представляю. У неё из родственников есть кто-нибудь? Ну, теперь у неё осталась только одна вот племянница, Оля. Ну, её из института выгнали. Вот она и переселилась к тётке. Это не она? Она. Ой. Ой. Вы знаете, эту фотографию Людочка очень любила. Она говорила, что здесь, Олечка, вылитая мать. А у Оли своя жилплощадь есть? Есть. От матери осталась. Но она её сдаёт. А, и поэтому она перебралась жить к тётке. Да нет. Людочка ведь сама мне предложила пожить-то у неё. Одной сейчас ведь, знаете, трудно. Оля единственная наследница. Да. Скажите, а какие у них были взаимоотношения? Ах, да не ссорились. Знаете, часто. Вообще жили, как кошка с собакой. Ой. Последний раз, вот позавчера, я сама слышала, как Людочка кричала, что лишит её наследства. И всё, и деньги, и квартиру. Всё перепишет на детский дом. Вы сказали, что деньги, ну, чё ценного у неё в квартире не было. А вообще у неё какие-то сбережения были? Да. Много. Пятьдесят тысяч долларов. Она в лотерею выиграла пять лет назад. А может быть, какие-нибудь, ну, не знаю, фамильные ценности? Да нет. Вы знаете, хотя отец вот у неё генерал был, большой человек. Дивизией командовал, до Берлина дошёл. А Антонина Павловна, если он был генерал, тогда должны быть награды? Да в том-то и дело, что нет. Что-то там случилось такое, я не знаю. Её разжаловали и лишили всех наград. А где сейчас можно найти племянницу? Не знаю. Я её после той ссоры больше не видела. Кроме ссоры, которая была позавчера, что-нибудь необычного не происходило, на ваш взгляд? Может быть, жаловалась соседка вам на что-нибудь? Да нет, вы знаете, она никогда не жаловалась ни на что. Хотя, вы знаете, два дня назад ко мне на улице подошёл какой-то мужчина и спрашивал про Людочку. Вот, единственное, что меня как-то удивило, что он имя, отчество знал, а фамилию нет. А он сам представился? Да нет. Спасибо вам, Антонина Павловна. Если вы ещё что-нибудь, ну, вспомните, какую-нибудь мелочь, позвоните нам обязательно, хорошо? Хорошо. Спасибо. Я провожу вас. Да, спасибо. Из подъезда никто ничего не знает. По дворе тоже. Найди адрес племянницы и волоки её к нам. Какой племяннице? Вот этой племяннице. Племянница убитой. Симпатичная. Чем скорее ты с ней познакомишься, тем лучше. Кате передайте, пускай пробьёт всех родственников Дроздовой. Соседка могла чего-нибудь и не знать. Пока. Погнали. 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 Похоже, вот это. Ага. Не работают. Что ж делать? Стучи! Кто там? Мы из милиции. Здесь живёт Дроздова Ольга. Да, здрасте. Капитан Лапин, уголовная жизнь. Её квартира. Мы войти можем? А что, собственно, случилось? Мы хотим поговорить с Ольгой Дроздовой. Вы знаете, она вообще у тётки живёт. А квартиру мы у неё снимаем по договору. Нет документ, есть, я могу показать. А, подождите. Когда вы её в последний раз видели? Ну, дней десять назад, когда деньги отдавала. А что-то случилось? Где мы её можем найти? Она, ну, знаете, она с этими, с рокерами тусуется. Колизей, это такой клуб рокерский. А телефончика мобильного Ольги у вас нету? Вы знаете, когда деньги нужны, она сама прилетает, прям как ветер. Спасибо. Вы нам очень помогли. Спасибо. До свидания. Колизей, Колизей. А что? Поехали в Колизей. Слушай, у тебя косуха есть? Кто у меня есть? Куртка кожаная. В этой одежде ты в Колизее будешь, как американец в Ираке. Ага. Пожалуй, я в Колизей пойду с Катей. Минуточку. Ну вот смотри, барышня как барышня. Не намазана, в мальчике какой-то. Чего на себя уродают? Чего не все себя уродуют? Намажутся чёрт знает как. Эти косухи, скафандры кожные, караулы. А вы консерватор. Кто консерватор? Я консерватор. Угу. Да, я консерватор. Ну ладно, замотали своим пивом. Да не, а чё там? Нет. Куда пошли-то? Начинаем. Эй, вы тут уже полчаса тусуетесь. Выходи, поговорим. А в чём дело, парни? Мы тихо сидим, никого не трогаем. В чём проблема? Хочешь, чтоб тебе машину перевернули? Выходи. Грубо. Уголовный розыск. А мы без твоих силы поняли, что вы менты. Нам нужна Дроздова Ольга. А мы своих не сдаём. Так, сиди, не высовывайся. Здорово. Здорово. А чё это у вас происходит? Менты по твою душу приехали. Здрасте. Вы Ольга Дроздова. Ну я ещё. Капитан Лапин, уголовный розыск. Вам необходимо проехать с нами в отдел. Мужик, засунь себе удостоверение в задницу и катись отсюда. Ольга Петровна, ваша тётя Людмила Николаевна Дроздова вчера днём была убита в своей квартире. Этого не может быть. Я с ней позавчера по телефону разговаривала. Оля, давайте всё-таки проедем в отдел, там спокойно поговорим. Прошу. Чай, приеду. Так, ты зачем из машины вылезла? Я тебе где сказал быть? Я просто Ольгу увидела. Ольгу увидела. Ладно, проехали. И, пожалуйста, в следующий раз без самодеятельности. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можно жукануть отсюда? Да ладно, Тимон. Пока не будет. Пусть усуживаются. Это не мои друзья. Они не убивали никого. Они даже не знают, что тётя меня наследство хочет лишить. И последний вопрос, Ольга, если вы, конечно, в состоянии, вспомните, пожалуйста, как вы провели вчерашний день? Я была за городом, с друзьями. В пансионате Солнечной. Хотела тёте позвонить, а потом подумала, пусть помучатся. Свидетели есть? Спасибо, вы можете быть свободны, только одна просьба. Пожалуйста, не уезжайте из города. А куда я поеду теперь? Мне его хоронить надо. Ты знаешь, Саш, надо всё-таки смотаться в этот пансионат, проверить её алиби. Ну и займись этим. Да с удовольствием. Поеду в пансионат, отдохну от вас хоть пару дней. А, какая шутка блестящая. Ну, докладывай. Как доклад, как архив. Подождите, какой доклад? А у нас Катя по заданию руководства готовит доклад о работниках МВД, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А, между прочим, зря издеваетесь. Я кое-что нашла по делу Дроздовой. По делу Дроздовой в архиве? Да, в архиве. И ещё вчера. Как говорил товарищ Сталин, учёт решает всё. Деточка, это он про кадры говорил. Ну, ладно, хватит. Давай, рассказывай. Оказывается, у отца Дроздовой на фронте был роман с ППЖ Бугровой. ППЖ — это… Походно-полевая жена. Да, точно. А в конце 44-го года у этой ППЖ Бугровой родился сын Тимофей Бугров. Отцом записан Николай Николаевич Дроздов. То есть, получается, у неё был единокровный брат. Ну, почему же был? Он есть. Вот. С 1965 года по настоящее время Тимофей Бугров был осуждён семь раз. Три разбойных нападения, четыре ограбления. Общий срок, проведённый в колониях — 39 лет, два месяца и 12 дней. Ну и что, это счастье теперь на свободе, конечно. Да, месяц назад его освободили. И сейчас он проживает в Москве по адресу «Зарядный проезд», дом 16. Отличница. Умница. Спасибо. Да, Яков Аркадьевич. Да. Всё? Спасибо. Дроздова умерла от инфаркта. О, что и требовалось доказать. В смысле? Братья так напугал сестричку, что Тони выдержал сердце. Думаешь, это брат? Ну, что ему нужно было? Деньги? Она наверняка знала, что у неё брат уголовник. Не, я понимаю, конечно, что эту версию надо отработать, но какая-то она слишком тривиальная. Ну, бытовуха, она же всегда такая. Ладно, ребята, завтра подскочите к Бугрову, а дальше по обстоятельствам. Саша, какой Бугров? У меня пансионат. Пансионат потом, сначала к Бугрову, а сейчас по домам. Хорошо. Хорошо. Здравствуй, внучка генерала Старкова. Здравствуйте, Бугров Тимофей Николаевич. Чем я обязана? Да вот, решил сам с тобой поговорить. А откуда вы знаете, что мы вас ищем? Так твой малец со мной во дворе сеструхи поколякал, ну, пока вы квартиру шмонали. А почему вы сразу не сказали нашему сотруднику, что вы брат Дроздовой? А я на ментовше встретить не нанимался. Ну, понятно. Я слушаю вас. О чем калекать будем? А давай так, начальник. Я тебе один вопрос задам. Если ты мне на него по совести ответишь, я скажу, что знаю. Спрашивайте. Ты это, камешек у сеструхи нашла? Какой камешек? Вижу, что не врешь. Какой камешек? Больно ты быстрая, внучка. Все сразу узнать хочешь? Извините. Да, Макс. Да, мы тут с Тимофеем Николаевичем Бугровым беседуем у дома моего. Ага. Давай, пока. Что она сказала? Ее у подъезда постерег Бугров. Держись, Ромка. Извините, я слушаю вас. Пойдем сядем, вон там лавочка. Че, вновек-то, правды нет? Пойдем. Ладно. Ради уважения к Василию Федоровичу расскажу тебе, все что знаю. Пока твои архаровцы сюда не доберутся. Слушаю. Короче, так. Был у моей сеструхи один камень ценный. Он ей от отца нашего общего достался, а тот его из Германии после войны притаранил. Сам-то я камень не видел, а слышал о нем от маточки своей покойницы. Понятно, а после отсидки вы пришли к сестре и потребовали долю. Правильно соображаешь, внучка. А она вам отказала? Ой, начальник, не в тех мы с ней годах, чтобы за барахло париться. Сеструха у меня человек была. Договорились мы с ней, что она камешек продаст, а деньги по справедливости разделит. Я ведь завязать думаю. А без капитала какой тут резон? Не вертухаешь мне к вам наниматься. Ну да. Что за камень? Алмаз в 15 карат. Ого. Большой. Да, большой. Он еще исторически ценный. Продмашка говорила, что он смерть приносит. О, как, байки какие, а. Вы сказали, что сестра собиралась продать этот камень. Кому? Я точно не знаю, но она при мне звонила какому-то ювелиру и о встрече договаривалась. Мы не опоздали? Все нормально. Знакомьтесь, Тимофей Николаевич Бугров. Ух ты, здрасте. Ба, дамы знакомы. Я так понимаю, что вы меня задерживаете до выяснения всех обстоятельств. Да, вы должны будете написать объяснительную. Все обязательно про Алмаз и, конечно, где были в момент убийства. А мы проверим. Ой, ребятушки, да если б я сестру замочил и забрал родительский камешек, ты бы меня, внучка, до самой пенсии искала. Да. Поехали, Бугров. Давай, пойдем. Пойдем, не волнуйся. Ну, ты как? Да ничего, все нормально. Поговори с ним. Он мне рассказал очень интересную историю. Про Алмаз. А еще... А еще я обязательно у него возьму слепок с ботинка, чтобы сравнить с тем, что было в квартире. Да. Хотя, это явно не наш размерчик. Да, явно не наш. Да не волнуйся ты, Саша. Все сделаем как надо. Давай. Ром, пробей мне, пожалуйста, все телефонные звонки Дроздовой. Она звонила какому-то ювелиру. Хорошо? Хорошо. Все? Все. Пока. Саша, заходи. Что-то случилось, что-то у тебя вид такой. А я хотела тебя спросить. Об Америке? Да понимаешь, я... Да, друг с ней, с Америкой. И хорошо. А то твой отец как-то у меня в голове не укладывается. Замерно. Потому что все твои свидания постоянно. Ну, ладно, ладно. Ну, все, все, молча, молча, молча. Чего мы тут торчим? Давай пройдем в комнату. Свидание, свидание. Ну, слушаю тебя. У меня только что было свидание с Бугровым Тимофеем Николаевичем. Он тебя хорошо очень знает. А меня назвал не иначе, как внучка генерала Старкова. Бугров? Бугров Тимофей Николаевич. Он как в кабинете даже мне песни пел. А что ты ему инкриминируешь? Убийство сестры. Из-за камня драгоценного. Кража, да, а убийства нет сестры. Он женщин никогда не обижал. Но это его кредо такое. А дружки? Всегда в одиночестве работал. Саш, ты мне лучше скажи, каким ты делом занимаешься. И более подробно. И как вписывается в это дело Бугов. Доброе утро, Александра Николаевна. Привет. Привет, Саша. Как дома? Да, все по-прежнему. Нормально. Кать, нужно сделать запрос по местам последним. От сетки Бугрова. Думаете, у него был сообщник? Да. Он не мог спровоцировать это убийство, потому что никогда не нападал на женщину. Откуда у тебя такие познания? У меня есть свой информатор. Саша, соседка Дроздовой сказала, что ей интересовался какой-то мужчина лет 35-40. Вот именно. Так что, если Бугров кому-то и сказал о камне, то этого человека нужно искать по местам его от сетки. Всем доброе утро. Привет. Привет. Да. А вот когда возвращался, сделал распечатки звонков Дроздовой. Этот телефон находится в ювелирном магазине на улице генерала Коровина. Она вполне могла туда пойти, чтобы оценить камень. Правильно? Могла. Или что-то продать. В любом случае, Кать, занимайся запросом, а вы давайте к ювелирам. Хорошо. Может быть, что-нибудь прояснится. Старкова. Да, Владимир Михайлович. Ну что вы, какие поздравления, не торопите время. Я сейчас к вам приеду. Я сейчас к вам приеду. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Если вас интересуют конкретные изделия из платины, золота или серебра, я могу вам помочь. Очень все красиво. Уголовный розыск. Нам надо поговорить с вашим администратором или директором. Я могу пригласить Феликса Григорьевича. Это наш директор. Прекрасно. Минуточку. День добрый, господа хорошие. А в чем дело? Вроде вчера были в налоговой. Все утрясли. Мы не из налоговой. Капитан Лапин. Уголовный розыск. Нам надо задать вам несколько вопросов. Где мы можем поговорить? Пожалуйста, прошу вас. В моем кабинете. Пойдем? Пойдем. Здравствуйте. Владимир Михайлович. Я вас умолю, даже не начинайте, хорошо? Я уже доложил, что дело по факту смерти Дроздовой закрыто. Убийца сидит. Бугров свидетель, а не убийца. Так я не понял, вы что, отпустили его? Владимир Михайлович, сейчас Лапин и Стрижевский допрашивают ювелира. Не вижу причин. Вы должны немедленно арестовать Бугрова. Я боюсь людей насмешить. За меня не беспокойтесь. А я за вас и не беспокоюсь. Хелис Григорьевич, я вам хочу показать одну фотографию. Вам знакома эта женщина? Да, конечно. Она заходила ко мне несколько дней тому назад. И принесла очень интересную фотографию. Которая, кстати, у меня осталась. Где она? Вот, пожалуйста. А что это? Это камень, похож на алмаз. Северная звезда. Северная звезда? По описанию, этот камень обладает исключительным сиянием. И числится в списках драгоценностей французской короны. По слухам, после того, как Гитлер захватил Францию, этот камень стал принадлежать ему до 45-го года. Но, опять-таки, это все слухи. То есть, чисто теоретически, этот алмаз мог найти советский солдат, который брал Берлин? Да, именно так я и подумал, когда, сейчас, секундочку. Людмила Николаевна, да, сказала мне, что ее отец привез этот камень из Берлина. Но я попросил принести его мне для того, чтобы удостовериться в подлинности. Но она больше не пришла. Она погибла. Да вы что? А камень, камень нашли? Фелис Григорьевич, я могу посмотреть вашу записную книжку? Ну, конечно. Пожалуйста. Она оставила вам свой телефон? Вы меня в чем-то подозреваете? Мы пока проводим. Просто расследование. Молодой человек, я хочу вам объяснить, что этот камень только похож на алмаз «Северная звезда». Даже если предположить невероятное, его невозможно украсть и остаться в живых. Даже так? Да. А какова его стоимость? Оно бесценно. Ну, все-таки, если предположить, алмаз найден. Я думаю, что его стоимость может возрасти до нескольких миллионов долларов. И вы это все рассказали Дроздовой? Ну, конечно. Где вы с ней разговаривали? В зале, потом. Пришли сюда. У вас в зале стоит камера видеонаблюдения. Можно посмотреть запись? Вы знаете, сейчас нет специалиста. Камеры работают в автономном режиме. Да мы разберемся. Да? Ну? Ну, хорошо, пойдемте. Да, пожалуйста. Ну, что думаешь? Мне кажется, что это полный бред. Мифический алмаз какой-то. Я не о мифологии. Видел, как у Мрадяна глаза загорелись, когда он говорил об этом алмазе? Да. Ну, я думаю, что ради него он готов был на все. Надо будет проверить его алиби. Кстати, алиби племянницы подтвердилось? Ты знаешь, я еще не успел проверить. Я вот как сделал. Я сейчас метнусь туда, в санаторий, где она тусовалась с рокерами. А тебя у метро выброшу. Как у метро? Ром, Ром, ну, дело с дела. Кстати, посмотри прямо сейчас файлы в видеонаблюдения, которые ты скачал. Обязательно. Погнали. Так, значит, по всем запросам в колониях Бугров особой дружбы ни с кем не водил. Было в авторитете, но не пахан. А кто-нибудь вместе с ним освободился? Нет. Александра Николаевна, у вас есть USB-вход? Да. Поставьте это. Это с камерой видеонаблюдения в ювелирном магазине. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как вам сюжетиться? Слушай, нужно срочно распечатать фотографию этого мужчины и показать ее соседке Дроздовой. Она говорила, что может опознать его. Молодец. Я проверил алиби племянницы. Она действительно была в санатории. Там, кстати, до сих пор вздрагивает. Вспоминая этих рокеров. Понятно. У ювелира тоже есть алиби. Деньги блядят Дроздовы, он весь день был в магазине. То есть у нас ни одной версии, ни одной зацепки. Макс, возьми фотографии и завтра с утра поезжай к соседке Дроздовой. А мы с тобой, Ром, поедем еще раз в магазин. Фотографии надо распечатать. Уже. Гений. Да. Я знаю этого мужчину. Это мой постоянный клиент, Олег Анатольевич Морозов. Он у меня скупает старые, сломанные, антикварные вещи. А вы не знаете, зачем? Не знаю. Но я думаю, что он их чинит. Он по профессии реставратор. Будьте добры, дайте, пожалуйста, его адрес и телефон. Да, пожалуйста. Только мобильный. Что, знаете, не принято давать домашние адреса. Буду благодарна и за мобильный. Да, Макс. Узнала? Отлично. Звони Сорокину. Пускай готовит постановление. Главное, дело закрыл. Все, давай. А, вот, телефон отдадите товарищу. Всего доброго, спасибо. Спасибо. До свидания. Так. Пожалуйста. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что разговор только между нами. Да, конечно. Всего хорошего. До свидания. Сидите. Фух. 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 Здравствуйте. А ты что здесь делаешь? Тоже хочу найти алмаз. Кать, перестань. Во-первых, это не алмаз, а, скорее всего, поделка. А потом, его, скорее всего, уже распилили и продали. Да? Ну, согласись, быстро я его адрес вычислил по мобильному телефону, а? Тебе просто повезло. Он мог зарегистрировать ей номер не на себя. Борь, скучно с тобой, мог похвалить хоть. Хвалить тебя, это дело с Тарковой. А мое дело, поддерживать я в тонусе. Ребята, штурм. Ребята, штурм. И я дам. Ребята, штурм. СТАКС, ТАКС, 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 ТАКС. Макс, в доме больше никого нету. Спасибо, Борь. С этим ботаником сами разберетесь. И не забудь, в субботу у тебя тренировка. Все, давай, мы пошли. Доброе утро, Олег Анатольевич. Вы что, смеетесь? Какое же оно доброе? Маски шоу устроили. По какому праву? Вы задержаны по подозрению в уграблении квартиры Дроздовой. А также в совершении действий, которые повлекли ее смерть. Какой еще Дроздовой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Странно. Ну, объясните по-человечески. Вас опознала по фотографии соседка. Ведь именно вы интересовались Людмилой Николаевной Дроздовой во дворе ее дома. И именно вы были в ювелирном, когда Дроздова рассказывала хозяину магазина про алмаз «Северная звезда». Так это все из-за алмаза? Да. Понимаете, я очень много о нем читал. Да, я хотел встретиться с этой Дроздовой. Я хотел проверить, действительно ли он существует. Саша, это не он. Почему? А ты посмотри на его ботиночки. Ну да. Детский размер. А я обнаружил тогда 46-й. Олег Анатольевич, пожалуйста, напрягитесь и вспомните, кому вы рассказывали о Дроздовой и о ее алмазе. Да. Я? Не помню, может, кому и говорил. Нет, никому не говорил. Точно. Угу. Ну тогда всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, что вы носы повесили? Это же надо так, фраернулся. Знаете что? Мы просто не всех проверили, кто знал об этом камне. Ну, а кого мы забыли? Я поняла. Помните запись? На ней, кроме Морозова, Тростова и Муродяна, была еще и продавщица. Ну, правильно. Ну, естественно, она-то знала об алмазе. Ну, вряд ли у барышни может быть нога 46-го размера. Ну, у ее друга вполне может быть. Ну, если и друг, то гипотетически может быть хоть 49-й. Слушайте, поедем навестим эту продавщицу? Поедем? А? Да. Добрый день. Здравствуйте. Вы опять к нам. Я сейчас позову директора. Нет, не торопитесь, пожалуйста. Мы по вашу душу. Скажите, что вы знаете об алмазе «Северная звезда»? Почти ничего. Я знаю только то, что Феликс Григорьевич был очень воодушевлен после разговора с этой женщиной. Скажите нам, милая барышня, а кому вы говорили про алмаз? Никому. Никому. Это хорошо. А вы подумайте получше. Может, он вспомнит. Но я только сказала ему, что бывают же такие счастливцы. Имеют такой алмаз. А. И все. А напишите нам его адрес. Я не знаю. Он, он работает барменом вот в ночном клубе здесь, за углом. А, зовут? Зоя. Да нет, не вас. Его. Барменом. А, Стас. Стас зовут его. Прекрасно. Катюш, побудь здесь с девушкой. А то вдруг она захочет предупредить своего знакомого. Он ведь ваш знакомый? Не волнуйтесь. Я справлюсь. У нас закрыто. Мы к вам. Скажите, а какой размерчик обуви носите? Сорок шестой. Сорок шестой. Наш размерчик. Наш. Алмаз доставайте. Какой алмаз? Алмаз доставайте. Как дети. Ну, ты ствол-то убери. Ну, ты что, убери ствол? На каком основании? Что я сделал? Куда бежал? Куда спешил? Алмаз доставай, сирота. Вы о чем? Вы о чем говорите? Какой алмаз? Давай, доставай. Рома, грохни его. Закон не позволяет. Сейчас позволю. Ну, что, хочешь, чтобы мы сами поискали? Ну, давай, давай, быстрее. Далеко спрятал. Не убивал я эту женщину, это не я. Я ее просто связал, она должна была развязаться. А она не развязалась. Умерла от инфаркта. Давай, открывай. Я не знал, что она умерла. Я когда услышал от Зои про алмаз, я понял, это мой шанс. Я всю жизнь мечтал открыть свой бар. Как попал в квартиру? Телефон хозяйки алмаза мне Зоя дала. По базе узнала адрес. Вскрыл замки, это не проблема, я в прошлом слесарь. Пакуйте его, ребята. Ну, что, слесарь? Давай лапки. Возьмите. 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 Что? Александра Николаевна была права. Этот алмаз подделка. Да ладно, не может быть. Но Дроздов ведь был уверен в огромной ценности этого камня. Хорошо, что Дроздов не дошел до заключения Комарова. Да наверняка были серьезные основания. Он ведь не просто так припрятал такую симпатичную вещицу. Так, но если принять за факт, что алмаз «Северная звезда» был у Гитлера, то... Кань, что там у тебя, а? Это бесполезная тема. Я не тебе. Столица Таджикистана? Ашхабад. Пиши. Ду-шам-бэ. Какая разница? Ну что, вы все никак не можете успокоиться? Все, больше не могу. Если этот алмаз подделка, значит, где-то существует настоящий. Александра Николаевна, мы выяснили, что отец Дроздова лично сопровождал особо ценные нацистские документы в Москву. И если алмаз был у Гитлера, то... То Гитлер его лично отдал в руки отцу Дроздовой для того, чтобы дезорганизовать работу нашего отдела. Точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это наша судьба Это наша работа День и ночь, год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца Субтитры создавал DimaTorzok Очень эффектно, Андрей. Прикол удался. Вставай. Андрей! 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 Значит так, убитый Андрей Синицын. Специалист по фотопортретной живописи в стиле ню. Так вот, да. По-русски говоря, обнажетка. Тело обнаружила фотомодель Лера. Пришла на фотосессию, а тут вот такая живопись. Кать, допроси эту Леру и узнай все поподробнее, пожалуйста. Хорошо. А может я допрошу? У меня хорошо получается. Ром, держи себя в руках. Это фотомодель, а не девушка из борделя. Какая разница? Порядочная девушка может позировать только великому художнику. Тициану, Джорджоне. Отойди от края, пожалуйста. Так, господа сыщики, если вы закончили, то я могу вам кое-что сообщить. Значит, по предварительному заключению Даштевича, перфорация произошла от проникновения колющего предмета по всей винести вот именно этого меча в сердце. Не может быть. Я бы сам не догадался. Рукоять протерли, отпечатков нет. А где Даштевич сам? Как бы это поделикатнее сказать. Знаешь, он не очень уютно себя чувствует, не очень комфортно. На высоте, и поэтому дожидается клиент у себя в борге. В борге ему уютно. Да. У меня есть версия. Убийца Дункан МакКлауд. Но сначала он переоделся в девушку, а когда обнажился перед фотографом, тот упал в обморок и горе своткнул ему меч в сердце. Хорошая версия. Сорокину ее доложи. Макс, вот ключи от машины убитого. Посмотри там все внимательно. Иди с ним. Пошли, МакКлауд. У вас существует. Что вы можете сказать еще? В левой глазничной области кровоподтек сине-багрового цвета с четкими краями и нос сломан. А по вашему мнению, он нападал на убийцу или защищался? Ну, насчет убийцы это маловероятно, потому что кровоподтек у него образовался на несколько часов раньше, чем меч в сердце. Да, вот еще. На фотоаппарате есть отпечатки. И не только покойного. И обратить внимание нужно на сумку. В сумке кто-то порылся. Возможно, что-то искали. Хотя, может быть и покойный что-то пытался найти. Скажу точнее, когда проверю в лаборатории. Так, значит, у вас была назначена фотосессия, да? А вы кто, простите? Я из милиции, девочки. Кто обнаружил покойного? Я. Я шла на фотосессию на крышу, а он там лежит. Ага. Почему именно на крыше? Ну, это Андрей придумал. Древнерусская воительница на фоне современного города. Я немного опоздала и подумала, что он решил меня разыграть. Вы знаете, таких фокусов сейчас полно. Рукоятка торчит, а человек даже не поцарапанный. А кто еще знал, что Андрей будет на крыше? Да все знали. Ну, в смысле, все, у кого на сегодня назначена фотосессия. С утра была Карина, потом Лера, потом я. Приехала вот, а тут трупы. Вы кого-то подозреваете уже? Могу сказать только одно. У убийцы должны быть железные нервы. А у вас, Лера, по-моему, с нервами не в порядке. А какой характер был у покойного? Ну, характер был не сахар, это мягко сказано. Работать-то сложно было с ним. То есть, у него были недоброжелатели? Поймите, он по ту сторону камер, мы по эту. Это как баррикада. Ну, хорошо, с врагами все ясно. А друзьям? Вы знаете, к нам девушка недавно новенькая пришла, Карина Нестерова. У них с Андреем было что-то типа романа. Спросите у нее. Угу. Он не мог пройти мимо смазливой мордашки. Ну, не хорошо так, а покойники-то? Нет. Правильно, что сказали. Это может помочь. Правда? Да. Вы оставьте нам свои координаты. Если понадобится что-то уточнить, мы с вами свяжемся. Ага. Возьмите. Ага. Все. Спасибо. Не, ну что? Предлагаю. Я иду направо, ты идешь налево. Смотрим, да, по машинам, и если видим штатив, камеру, дай мне друг другу знать. Эй, далеко пошел? Искать машину фотографа. Нет, ну спортом всякий может. Ну, он же есть, ну... А как же дедукция, логика? Логика? Рома, личная просьба. Не занимайся несвойственным тебе процессом. О, это мне. Это, между прочим, улика. Я знаю. Ты смотри, что творят, а? Что творят? Ой, а здесь на развороте кровь. Кровь — это хорошо. Отдай Комарова. Да ему, наверное, нужно не надо, себе возьму. Ну, тогда сам анализ и сделаешь. Шучу. Комарова, так Комарова. Ты посмотри, какая интересная запись. Нестерова Карина, 11 утра, Васильева Лера, 12 дня, Дарья Самойлова, 12.30. Так, понятые, попрошусь сюда. Так, понятые, попрошусь сюда. Ты ё-мой! Да, тут целая студия. Так, а это что у нас здесь, м? Похоже на объективчик. Руки. Я сам открою. Юрий Семенович, глаза не руки. Обижаешь. О, что и следовало ожидать. Так, кассета есть? Кассеты нету, успели изъять. Значит, всё-таки банальный шантаж. Ну, ребята, здесь, здесь явно была съёмка, не для обложки журнала. Да, Саш, посмотри, у нас тут сэфик, и причём не закрытый. Неужели хозяин забыл? Юрий Семенович, посмотри, что там, а? Руки! Господи, ну ты даёшь. Ребят. Шуточки у тебя. Деньги. Вроде всё на месте. Опа. А, это что? О, у убитого есть ячейка в банке. Ну, наверное, там что-то более ценное. Завтра возьму у Сороки на ордер. А чего не сегодня? Потому что сегодня его нет в прокуратуре. Это хорошо. Да, Кать. Я задержусь, ты дождись меня, хорошо? Ага. Да, всё. Да, я поехала. Давай, пока. Собрались, девочки? Так, Даша, дай улыбку. Вот, хорошо. Карина, серьёзней давай. Отлично. Так, Дашенька, Дашенька. Даша, Даша, Даша. Страсть, страсть, дай мне страсти. Так, это есть. Так, ближе, ближе, встаньте друг к другу. Хорошо. Хорошо. Девочки, теперь давайте с цепями. Молодцы. Девчонки, улыбка. Наглон ко мне. Отлично. Так, почему посторонние в кадре? Если вы насчёт фотосессии, это не ко мне, это к начальству. Мы не по вопросу фотосессии. Мы расследуем убийство вашего коллеги Андрея Синицына. Дрона убили. Вот тяна. А вы не знали? Нет. Я просто хотела оставить эту новость для послесъёмки. Ну, потому что работа есть работа. А это, кстати, Карина, про которую я вам говорила. Угу. Да, я поняла. Карина, нам надо с вами поговорить. Со мной? Да, с вами. А вы могли бы нас оставить на некоторое время? Пойду, выпью кофе. Выпейте. И я тогда тоже. Да, идем, пойдёте. У вас закурить не найдётся? Нет. Курить вредно. А вы нервничаете? Конечно. Мне Лера звонила, сказала про убийство, а дальше сказала, что меня подозревают. Ну и после известия об убийстве Синицына, вы отправились прямо сюда, как ни в чём не бывало, да? Это моя работа. Получилось так, что вы были последней, кто видел Синицына живым. Расскажите, как это было? Мы с Андреем отсняли на крыше намеченный материал. Дрон был жив и здоров, клянусь вам. Кто-нибудь может это подтвердить? Что он был жив? Нет. Хотя я вызывала такси. Да, таксист мог его запомнить, дрон меня провожал. А вы номер такси запомнили? Конечно, нет. Но я могу вам дать номер, по которому я вызывала такси. Хорошо. Знаете, если вам про меня что-то наболтали, вы не верьте. А что нам могли наболтать про вас? Ну, якобы мы вместе. А это не так? Не совсем. Я, конечно, у него бывала. Но это отношениями не назовешь. Да и таких, как я, у него полно. А сегодня вообще я решила от него уйти. Куда вы направились после фотосессии? К Синицыну, на квартиру. Я хотела его дождаться. А, потом собрала вещи и уехала. У вас были свои ключи? Дубликаты. А от сейфа? Какого сейфа? Ну, сейфа в квартире Синицына. Ничего не знаю. Кать, запиши, пожалуйста, телефон таксопарка и постарайтесь с Ромой найти этого таксиста. А вас я прошу до окончания следствия никуда из города не уезжать, хорошо? Угу. Телефончик? Телефончик! Сейчас, блокнотик потеряла. Привет. Извини, друг, человека жду. А ты меня ждешь, я из милиции. Старший лейтенант Стрижевский. А-а-а. Ну что случилось? Поговорить нужно. Скажи, ты вчера вот эту девушку подвозил? Да. Да, она заказывала такси в гостинице. Куда? Метро Маяковская. А ее никто не провожал? Нет, девушка была одна. А напряги память, с ней рядом вот этот мужик не крутился? Нет. Смотри внимательно, он плохо выглядит. Да нет, повторяю, девушка была одна. Красивая. А оставь фотку. А, нет, она убийца. Да. Слушай, опасная у меня профессия. Убийцу вез, хорошо, сам цел остался. Ну ладно, тебе куда? Кто ты, я на метро, я же из милиции. Да брось, ну я что, через весь город, зря сюда пилил что ли? Ничего, сейчас словишь кого-нибудь, район спальный. Ну. Отдыхай пока. Александра Николаевна, добрый день. Ну я только что разговаривал с таксистом, он сказал, что Карина была одна. А, да, да, ну тогда и за ней в арт-студию. Угу. Юрий Семенович. Юрий Семенович. Юрий Семенович, доброе утро. Саша? А ты зачем пришла? Ну как всегда, зачем я к вам прихожу? Узнать, может быть, что-нибудь есть? Да, все, все, извини, я понял, все правильно. Прости, пожалуйста, я ночь не спал. Сейчас, одну минуточку. Нет, ну если у вас нет ничего, может быть, я пойду тогда? Нет, нет, как раз есть что. Сейчас, только надо сообразить, куда все это положило. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вот, нашел. Значит, смотри, новость такая. Меч обычной, с сувенирной лавки. Но на нем я обнаружил кровь еще одного человека. Надо взять анализ крови у всех подозреваемых. И главное, у Карины Нестеровой. Угу. И еще в квартире Синицына такое количество отпечатков пальцев. Ну, у него в фотостудии не квартира, это все нормально. А что с потайным ящиком? С ключом? Да. Значит, на кольце я ничего не обнаружил. А вот, на самом ключе, есть фрагмент. Сейчас Рома привезет Нестерову, будем сравнивать. Да. Это я беру с собой? Да, конечно. Спасибо. Карин, теперь вы должны проехать с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, чуть не переоделась, мы работать должны. Для вашей подруги рабочий день закончен. В смысле? В прямом смысле. Пожалуйста, прошу. Быстрее, 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 беремте, беремте. Подождите, товарищ милиционер. Я забыл спросить. А когда я меч могу забрать? В смысле? Ну, дрону меч был нужен для съемок. Я ему дал. А теперь он у вас. А этот меч мне дорог как память. Извините, то есть этим мечом убили вашего друга, вам не важно, кто убийца, вам важна вещь. Мне его мать подарила. А, ну, в любом случае, пока это невозможно. Мячи вам вернут, в установленном порядке. Всего хорошего. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ну, какова вам девчонка? Кто говорит, что ее с Синицыным видел таксист? Хотя таксист никакого Синицына не видел. А теперь вот уборщица. Напугана она. А ты уборщицу допрашивал? Карина врет. А она теперь каждый день по свидетелю будет придумывать. Но все равно надо проверить. Хорошо, проверю. Да, кстати, я сегодня разговаривал с Зыковым. Это из арт-студии которой? Угу. Ну? Так вот, он сказал, что отец Карины утром был в студии, когда не было Синицына. И кричал, что оторвет за дочь голом. За дочь может оторвать. Может голыми руками, может мечом. Слушайте, этот Нестеров человек в старой закваске. И обнаженная дочь на обложке журнала для него все равно что? Красная тряпка для быка. Проследил за Синицыным, разобрался по-своему. Надо поговорить с этим Нестеровым. Так я пойду? Да, давай. Александра Николаевна, я со Стришевской? Да. Угу. Вы майор Александра Старкова? Да, я. Что за произвол? Почему девочку без суда и следствия в КПЗ посадили? Учтите, я этого так не оставлю. Я напишу жалобу в прокуратуру. Успокойтесь, пожалуйста, представьтесь сначала. Нестеров Иван Сидорович. Вы сегодня задержали мою дочь, Карину. Иван Сидорович, успокойтесь, присядьте, пожалуйста. Присаживайтесь. Иван Сидорович, действительно, Карина задержана по подозрению в убийстве господина Синицына, потому что на лезвии меча, которым он был убит, найдена ее кровь. Послушайте, ну это какой-то бред. Вы так считаете? Ну давайте успокоимся и перейдем к сути дела. Успокоиться не получится. Синицын это проклятие нашей семьи. Как вы понимаете, это нам известно. Что вы можете сказать о нем? Ну что тут говорить? Это же он Карину, как у них принято говорить, нашел. В каком-то клубе заприметил. Карина в школе очень хорошо училась. Мы с ней проблем не знали, пока не появился этот Синицын. Конечно, мы с матерью хотели, чтобы она поступила в институт, вышла замуж, а не в срамном виде, на обложке журнала красовалась. Ну, в общем, я решил с этим Синицыным по-мужски поговорить. Чтоб он не морочил голову девочки, оставил ее в покое. Показал ему журнал. А он послал меня матом. Ну я его этим журналом по физиономии съездил. А он засмеялся, сел в машину и укатил. На страницах журнала «Кровь» это ваша? Очевидно, моя. Я о странице порезался. И больше вы Синицына не видели? Скажите, вы серьезно думаете, что это Карина его? У Карины была фотосессия на крыше. Ну, я знаю. Синицын умер приблизительно в одиннадцать часов. А по записям в его журнале в это время у него была Карина. Ну, короче, это я. Я его заколол. Пришел разобраться, не выдержал его, убил мерзваться. Надеюсь, чистосердечное признание мне зачтется на суде. Конечно. Но расскажите, как это произошло? А чего рассказывать? Вы сами уже все знаете. Девушка не умеет пользоваться оружием. Я умею. Карину, отпустите. Она ни при чем. Я во всем виноват. Хорошо, хорошо. Но тогда нам придется проехать на место преступления с орудием преступления. Ну, так называемый следственный эксперимент. Лейтенант, снимайте наручники. Иван Сергеевич, вот этим предметом вы должны нанести удар нашему сотруднику. Покажите, где лежал труп. Сейчас. Сейчас. Ну, Иван Сергеевич, смелее, смелее. Что, вы так боитесь места преступления? Да. Здесь я совершил возмездие, но у меня как-то не по себе. Не по себе – это хорошо. Вы можете ближе подойти? Нет, не могу. Извините, что срываю вам эксперимент. Ничего вы нам не срываете. Лейтенант, спускайтесь вниз. Пойдем. Он что, боится высоты? Спасибо. А ты видишь, что у него высота боязнь? Он бы в жизни сюда не поднялся. Да, Ромка. Ага. Все поняла. Спасибо. Иван Сергеевич, алиби вашей дочери подтвердилось. Она никого не убивала, и мы ее отпускаем. А меня? Вас мы тоже отпускаем. Хотя вас надо было бы задержать. За противодействие следствия. Хотя, вас можно понять. Значит, я могу забрать Карину? Да. Только как только мы утрясем все формальности. Идемте. Значит так. Уборщица тоже вчера была здесь, и она видела, как Синицын провожал Карину, но только до дверей. Поэтому таксист их не видел. Да. Эх, какого подозреваемого потеряю? Одного. Нестеров пытался спасти дочь. Интересно, а вот мой папа пошел бы за меня в тюрьму? Ну, я бы пошел. Да? Ребята, кровь на мече Карине не принадлежит. Отпечатки пальцев тоже не совпадают. В общем, я еду к Сорокину за санкцией на вскрытие ячей. А вы езжайте к Комарову. Да? Погнали. Вот фотографии Синицына, которые он сделал в последнее утро. Можем посмотреть? Между прочим, он был неплохой фотограф. Ну да. Карина, Карина, Карина. А это кто? Кто это? Мужчина известный певец, а женщина, молодая жена одного очень влиятельного политика. Телевизор надо смотреть. Ух ты! Какой уж там телевизор? Выходит, наш труп был заядлый шантажист. Любопытно. Там она может работать в полиции. Кстати, в Штатах к полиции относятся очень уважительно. Да ладно. Не смеши ты меня, Господи. Кто ее возьмет? Знаете, Василий Федорович, Саша человек взрослый. Пускай она сама решит, что ей нужно. Я вот, например, на нее не давлю. И вы, пожалуйста, не давите. Да кто на нее давит? Ну, кто на нее давит? Я не давлю, это вы давите на нее. Я просто хочу, чтобы ты трезво смотрел на вещи. Саша, а ты что это так? Сегодня рано. Мы, честно, даже тебя и не ждали. Но я вас очень прошу, пожалуйста, из-за меня ссориться не надо. Договорились? А мы и не ссоримся. Мы тут мирно беседуем, правда? Да просто разговариваем о современной политике. И вообще, судя по всему, о геополитике. И вообще? И вообще. Вы меня простите, что я вмешиваюсь в ваши дела. Но иногда от нашего поколения можно слышать тоже здравые мысли. Вот что у тебя здравое? У меня здравое. А у меня убийство. Ого. Холодное оружие, меч. Да ладно? Настоящий? Настоящая дамасская сталь. Из сувенирной лавки. Убийца женщина, скорее всего. А вот скажи мне, здравомыслящий человек, может убить женщину мечом? Угу. Ну, вообще состояние аффекта у человека силы как бы многократно увеличивается. А когда подходит приступ ярости у женщины, остановить ее невозможно. Ее без ярости остановить невозможно. Да? Да, женщины и шутки плохи. Шансов на выживание ноль. И все. Все знает. А себе не показывай. Хорошо. И на тебе даже не подал. И на мне не показывай. Не гони. Не гони. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты уверен, что он здесь? Что? Ты уверен, что он здесь? Да, мне Саша сказала. А она откуда знает? У нее свои источники информации. Понятно. ВИП-зона. Ход только по брускам или приглашениям? Вот наше приглашение. Вы видели этого человека? Он здесь? Да, он в конце с друзьями. Вась, юридическая академия. Что-нибудь выпить принесите? Лучше мартини, наверное. Может, еще что-нибудь закажем? Это хорошо. Что, у вас нет мартини? А можно и покрепче? Ты спутал, дружок. Мы из милиции. Что ты можешь сказать по поводу этой фотографии? Ау. Что, вы из полиции нравов? Будете моральчатой? Взялся за руку, женись с женой, разводись. А что у тебя жена? Либерал-демократка? А если завтра эта фотография пойдет на первые полосы газет? Я вас прошу, вам придется брать и с нами. Вова, это шантаж, они не менты. Ну, а теперь, дружок, поедем с нами. Руку, руку отпусти, козел! Руку, 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 руку. Папарацци не успел подать жалобу. Он мертв, убит. Вскоре после вашей встречи. И что вы думаете, это я его? А почему бы нет? Эта фотография точно вам в жизни лучла бы. Это еще не повод кого-то убивать. Точно. Но вы же знали, что фотография есть? Я увидел этого придурка с камеры и послал Колю разобраться. Разобраться, но не убивать. Ну, ты что молчом все молчишь? Ну, он рванул от меня на крышу. Но щелкунчик этого я не трогал. Только карту памяти взял. Кто же знал, что у него в фотоаппарате сохраняются фотки? Я теперь понимаю, почему он так легко отдал ее. Это называется легко? Ты ему врезал со всей дури. Ударил разок для профилактики. А незачем в чужую личную жизнь лезть. А еще лапшу мне на уши вешал. Типа у него фотосессия на крыше. Лоха нашел. А девочки где? За боссом моим наблюдал, вот что он там делал. А за такой ответ держать надо. Ну, врезали вы ему, а дальше что? Ну, врезал разок и вернулся своим обязанностям. Я закон знаю. Ну, тогда вы готовы сдать отпечатки пальцев и анализ крови? С превеликим удовольствием. Со мной что, я могу быть свободен? Да, пожалуйста. Только из города, пожалуйста, не уезжайте. Что, это серьезно? Да, вполне. Вы что, у меня график к гастролю. Я этого фотографа вообще не видел. Ну, я ничем не могу помочь. Если у меня сорвутся гастроли, то вы будете платить неустойку. Я подам на вас суд. Вы это понимаете? Гастроли, говоришь? Это хорошо. А что, я что-то не так поняла? Разве убийца не этот телохранитель, не Ильин? Роман, объясни, пожалуйста. Объясняю. Ильин не убийца. А, угу. Доходчиво объясни. Здорово. Вопрос. Почему? Потому что согласен создать анализ крови. Настоящий убийца никогда на это не пошел. А может быть, он не знал, что мы сможем определить личность по крови? Сейчас даже в тундре смотрят телевизор. А про анализ ДНК есть в каждом детективе. Выходит, все придется начинать с нуля. А? Ну почему? У нас осталась ячейка Синицына. Я получила ордер. Посмотрим, что он там спретал. Только вот это сделаю я сама. Принесите. Присаживайтесь. Спасибо. Я перезвоню. Присаживайтесь. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ну, может, хватит уже? Э, ну, тут-то-то-то… Ну, я бы еще посмотрел. Остынь, Рома. Самойлова в группоухе. А как же это? Российская модель Дарья Самойлова и лорд Перис объявили о своей помолвке. Похоже, шантаж. Да, похоже на шантаж. У меня подозрение, что то, что мы сейчас видели, лорду может не понравиться. Хотя… Да, и свальпа под большим вопросом. Ну, у Самойлова телефон вне зоны действия, может, уже за границу свалила? Да. Ты знаешь, Саша, я думаю, что в данной ситуации нам без санкций Сорокина не обойтись. Поедем вместе. Вы меня подождете, пока я буду с ним разговаривать. Зря мы в кафе не зашли. Теперь неизвестно, как поедим в следующий раз. Ой, тебе лишь бы поесть. Ребят, значит так, ситуация такая. Мы едем в кафе? Нет, мы с тобой едем в аэропорт брать Самойлова. Она улетает через три часа. А вы к ней домой, вдруг она передумает лететь. А что сказал Сорокин? Сорокин выяснил, что ее кровь сопадает с кровью убийцы, отпечатки тоже. А кровь-то откуда? Ну, она замуж собиралась за англичанину. Вот сдала все анализы. Поехали. Следствием установлено, что кафе не было. А кровь на мече, которым был убит Синицын, принадлежит вам. Отпечатки пальцев на ключе и сейфе в квартире Синицына тоже ваши. Вы это искали в доме у Синицына? Я признаюсь, уже отчаялась ее найти. Все просто. Ячейка в банке. А если я чистосердечно все расскажу? Слушаем вас внимательно. Я не хотела его убивать. Он сам виноват. На одной вечеринке Синицын опоил меня какой-то гадостью и тогда сделал эту запись. А когда узнал, что вами всерьез заинтересовался английский кавалер, начал вас шантажировать? Да. Он сказал, что покажет запись Ричарду. И вы решили не платить? Нет, я решила платить, если бы он просил деньги. Но он же хотел, чтобы я с ним спала. Представляете, просто когда я это услышала у меня, как крышу снесло, и я схватила этот меч, и он упал. Он упал, а я уехала. Потом оказалось, что я руку поранила очень сильно, а меч. Даже вот браслет купила, чтобы прикрывать рану. А зачем же вы вернулись? Я подумала, что милиция может узнать про фотосессию. У меня была назначена фотосессия с ним. Вот ключи от квартиры Синицына и кассета. Это я взяла, когда он упал. Когда вы его убили? Да, когда я его убила. Но кассета не та. Она чистая. А сейф не закрыла, потому что торопилась. Трогательная история. Мерзавец-фотограф и бедная модель. Вот не получается почему-то. Вы вернулись и очень умело перевели в разговоре с сотрудником стрелки на Карину. Правда, Кать? Да. А я пошла разговаривать с Лерой. Ну, девушка, которая обнаружила Синицына. Вы еще рядом с ней сидели. В общем, не было никакого порыва ярости. Не сосило вас крышу. Судя вот поэтому, вы действитель впал, не взвешивая. Вам просто не повезло. Встречу с вашим английским женихом вам придется положить. И очень надолго. Ты куда же? А-а-а-а! Привет. Здорово. Что случилось? Да, это я. Осторожно. Ты ранена? Тихо, подожди. Давай, быстро раздевайся. Женька. Давай, давай, давай. Ключи возьми у меня. Сейчас я все это обработаю, а потом поедем в больницу. Я так и знал, что этим хочется. Ой-ой-ой-ой. Так я и знал. Ужасный город. У тебя кошмарная профессия. Ну, разве может женщина бегать за убийцами, а? Ну-ка, пойдем. Я, например, не могу вообще себе представить, что в Хьюстоне женщин подставляли под пули. В центре города Феникс, штат Аризона, погибло шесть человек. Девять ранено, трое находятся в критическом состоянии. Нападавший застрелен во время штурма. Это уже третий случай за последний пол. Я всего лишь попала под велосипед. Есть хочешь? Очень. Сейчас укорми тебя, подранок ты мой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нас не заставят с пути сойти. Это наша судьба. Это наша работа. День и ночь год от года охранять ваши жизни и ваши сердца. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Здравствуйте. Кто вы такой? Я вас не знаю. Зато вы хорошо знали моего отца. Он продал вам бюро восемнадцатого века. Вы? Да я заплатил за это бюро по более чем честной цене. Я так не считаю, но дело не в этом. В бюро был потайной ящик, и там были марки британских колоний. Вы нашли ее? Да, нашел. Верните ее мне. А на каком основании? Я заплатил за это бюро. Я купил бюро вместе со всем его содержимым. Отойдите от меня, иначе я на помощь позову. Ну что ж, прощайте. Сейчас я запишу. Рома, ты опять себе ручки попер у меня. Рома! Макс, подожди, я занят, у меня время тикает, я на флажке. Гроссмейстер хренов. Да, я слышу, пишу, пишу. Нет, нет. Так даже, понял, понял. Это, кому здесь заявление писать? Какое заявление? Меня убить хотели. Минуточку. Кто убит? Жена, теща? Да нет у меня никакой ни жены, ни тещи. Я говорю, он, меня убить хотели. Но ведь не убили. Приходите, когда будет что-то по существенней попытке. Вы, вы безответственные, безжалостные люди. Я жаловаться буду. Да, диктуйте дальше. Есть! Мат вашему королю! Рома, а что это было? Ты про мужика этого? Не бери в голову, параноик. Все, отчет закончен. Всем спасибо, все свободны. Я тебя поздравляю. А что такие кислые лица? Сегодня пятница, завтра выходной. Можно будет расслабиться, забыть о делах. Лично я, собираюсь повысить свой культурный уровень, пойду в консерваторию. В консерваторию? По-моему, ты и классическая музыка — вещь несовместимая. Он просто хочет произвести впечатление на очередную жертву. Почему очередную? Она третья скрипка. У нее очень ловкие пальцы. Слушай, вернись на землю. Только что рабочий день начался. Да брось ты. Отчет закончен, разнарядок нет. Сидим, отдыхаем. Отдыхаем. Придется поработать. У нас труп. По коням. Да. Накрылась моя консерватория. Все хочет. Надо издать закон. Какой? Чтобы запретить убийство в домах, в которых сломались лифты. Вот, пожалуйста, выпей. Спасибо, доктор. Иди работай. Идемте работать, доктор. Ну как, получше немножко? Да. Давайте, может быть, продолжим? Да, давайте. Ида Львовна. Здесь висели на стенке. Вот их нет. Львовна. Львовна. На дверной ручке, с внутренней стороны. Есть пятна крови. Я взял образцы. Ну вот, пока и все. Понятно. Видимо, приходили за этой коллекцией, если больше ничего не взяли. Но вдова говорит, что покойник все ценные вещи в сейфе держал. Но она сказала, что там одной марки не хватало. Кать, поезжай к филателистам. Может быть, они что-нибудь знают про эту коллекцию. Хорошо, Александра Николаевна. Да, Кать, слушаю. Что, не отдыхается? Нет, не отрываешь. Я на даче у тестя загораю. Что тебе? А что, Саше не позвонишь? Ну, хорошо, давай, слушаю. Значит так. Так, возьми описание коллекции у вдовы Лотмана и спроси у филателистов. Сколько она может стоить у нас? Сколько за рубежом? Да, еще. Сколько может быть ее аукционная цена? Вообще, поспрашивай. Может, они что-то слышали? Может быть, кто интересовался коллекцией? Потому что, судя по всему, Лотмана грохнули именно из-за нее. Ну, вот и действуй. Ну, что, будем загорать дальше. Мне что прийти, когда меня убьют? У меня голова пробита, все тело в синяках и шарф. А вас что, убили? И шарф украли, найдите подлеца. А что случилось? Вы кто, простите? Я Павлов. Посмотри, пожалуйста. Игорь. Таксистом работаю. Возвращался после работы вечером домой. Ну, там через пустырь надо идти. Так. Ну, как обычно, иду. И тут на меня напали в первый раз. А почему же вы не пришли к нам сразу? Так я пришел. А вот этот сказал, приходите, когда вас убьют. Я не совсем так сказал. Ну, так или не так, а заявление мне написать не дали. Через вашего дежурного еле прорвался. Я тогда еще подумал. Ну, ладно. Мало ли, по пустырю там идиотов ходят. На их действительно много ходят. А что произошло во второй раз? Это как раз вчера было. Все повторилось. Только уже в подъезде. Мне сзади погладили, я отключился. Хорошо, сосед вышел. Ну, фактически спас меня. Он же мне и сказал, иди в милицию. Вот я пришел. Может, нас просто ограбить хотели? А что же не взяли-то ничего? А вы подозреваете кого-нибудь? У нас в таксопарке работает механиком Лобов. Он ставит левые запчасти на наши машины, а новые продает. Тут недавно была авария. Машина потеряла управление, и водитель наш, Димка, в реанимацию попал вместе с пассажирами. Я к нему, к этому Лобову подошел, сказал, я в милицию пойду. И вот как раз через два дня на меня напали. Знаете что, Игорь, запишите эту вашу историю на бумаге. Хорошо? Ага. Ну, вы будете этим заниматься? Да, конечно, будем. Только вот самые лучшие наши кадры. Капитан Лапин этим и займется. Запишите все и отдайте обязательно капитану. Так я пойду? Да. Спасибо. Кать, а что ты все время пишешь? Это личное. В нашем коллективе не может быть ничего личного. Роман, не приставайте к Кате. Вам самому нужно написать отчет по последнему делу. У меня перерыв. Я думаю, как сформулировать следующую фразу. Думайте, думайте. Кать, что у нас по маркам антиквара? В союзе филателлистов ничего не знают об этой коллекции, но по описанию вдовы сказали, что, скорее всего, это очень полная мотивная коллекция. А что значит мотивная? Мотивная – это коллекция, объединенная общностью сюжетов или изображений. И если бы в этой коллекции была еще одна марка, так называемый перевернутый Квисланд, то цены бы ей не было. То есть убийца не прогадал? А у кого есть этот Квисланд? Перевернутый Квисланд. В России неизвестно у кого. Официальных данных нет. То есть ни следов, ни свидетелей? Накрылась премия в квартал? Ну да ладно. Хочу знать ваше мнение о заявлении Павлова. Я надеюсь, вы все знакомились с ним? Если Павлов говорит правду, то Лобова надо брать. А доказательства? Доказательства найдутся. У них там целый автопарк, доказательства. Но это если он говорит правду. А если Павлов ошибается? Ну да. Избили его случайно. Но это нам и придется выяснить. Кто займется? Давайте монетку бросим. Ром, прекрати. Ну, во-первых, нас трое. Ну, вместе с Александром Николаевной четверо. А во-вторых, идея не очень умная. А заниматься всем вместе таким плевым делом — потрясающая идея. А никто не предлагает заниматься всем вместе? Еще немного буду назначать. По-видимому, придется заняться мне. Нет. В таком случае займусь этим делом я. Хорошо. Вместе. Поехали в таксопор. Вдвоем? С Катей. Втроем. Эй, стоп-стоп-стоп-стоп! Это закрытая зона, хотите заказать машину, обращайтесь диспетчеру. Скажите, пожалуйста, где можно найти механика Лобова? Нам нужно переговорить с ним, насчёт недавней аварии. Нам нужно переговорить с ним, насчёт недавней аварии. Лобова? Лобова. А вон диспетчеру, она знает. Спасибо. Добрый день, не подскажете, как найти механика Лобова? А он только что с вами говорил. Лобова. Твою мать! Вышел из машины! Чего? Вышел из машины! Руки на крышу! Руки на крышу! Ой! Ну, да я тебе! Привет! Привет! Ты уже дома? Ну, не всё же тебе меня ждать. Давай скорее, сейчас буду тебя кормить. Угу. Ну, рассказывай, почему ты так поздно? Почему ты такой уставший? Мы что, поменялись ролями? Обычно эти вопросы я тебе задаю. Не увиливай. Да, ничего такого не случилось. Просто... Один из родственников больного прислал анонимку в совет директоров. Те прислали к нам проверку. Вот и попросили весь персонал задержаться. Мы же частные клиники. Ну, хочешь я узнаю, кто отправил эту анонимку? Да нет, спасибо, не надо. Мы знаем. Я думаю, в Америке такого бы не произошло. Саша, ты решайся, а то я одной ногой здесь, другой там. Наверное, поэтому меня так раздражают все эти проверки. Женя, я думаю, что в Америке в клиниках своих заморочек выше крыши. А мне кажется, что они все-таки другие. Решайся, Саша. Присаживайтесь, Петр Глебович, нам предстоит серьезный разговор. Вот заключение экспертизы, согласно которой на машинах, которые вы обслуживали, устанавливаясь левые запчасти. Ознакомьтесь, пожалуйста. А в контексте последней аварии, это тянет на хороший срок. Что скажете? Я? Да. Я не хотел. Надо семью кормить. Матери помогать, Анна слегла. А зарплата маленькая. Ну, вот и решил. Так, на стороне. Но это не снимает вины? Понимаю. Деньги очень нужны. Настолько, что можно убить человека? Чего? Кого убить? Так, не надо дурака валять. Вы разговаривали с Игорем Павловым чуть более недели назад. С этим придурком? Ну, говорил. То есть, он со мной говорил. И что? А о чем был разговор? Он мне угрожал. Угрожен, что? Да ничего, если сам в милицию не пойду. И вы организовали на него два покушения. Да какие покушения? Слушайте, о чем вы? Я ничего не понимаю. Ну, хоть убейте, не понимаю. Я вам объясню. На следующий день, после вашего разговора с Павловым, на него было совершено покушение первым. Так он же вышел на работу. Какое покушение? Покушение настоящее. Да, он вышел на работу. Вы его увидели, поняли, что что-то сорвалось, и через несколько дней его вновь пытаются убить. Ну, он опять чудом остается жив. Слушайте, зачем мне убивать Павлова? Слушайте, это бред какой-то. Сержант! Понимаете, я ничего не организовывал, ей-богу. Карпураторы, да. Тормозные колодки, да. Идем. Я не виноват. Выходим. Больше же! Перестаньте. Привет. Привет. Здорово. Коль! Мне тоже самое. Хорошо. Ну что, есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начинать? С хорошей. Дело Лобова передается в прокуратуру. Отлично. Ну, не радуйтесь. Плохая новость. Мы начинаем опять дело о покушении на жизнь Павлова. Это хорошо. И опять никаких зацепок. Как говорит мой дедушка генерал, когда никаких зацепок, начиная с начала. А что у нас было в начале? Потерпевший. Надо его допросить. Да, но не допросить и поговорить. И желательно в непринужденной обстановке. Вот я этим и займусь. Без вас. Может быть, все-таки я с вами? Ну ладно. Саша, я тебе посоветую, прихвати с собой Комарова. Пускай она смотрит одежду, в которой был Павлов, когда на него покушали. Хороший совет. Пока. Ну что, по пивку? Издеваешься? Я ж за рулёк. Ага. На-ка тебе. Тебе мой компот. Коль. И пиво. Молодцы. Работаете. Поймали этого негодяя Лобова? Если что, я знаю, где у него дача. Он там может прятаться. Вы не беспокойтесь, мы его поймали, но к нападению на вас он не имеет никакого отношения. Как не имеет? А кто ж тогда имеет? Ну, вот это мы и пытаемся выяснить. Можно я? Да. Расскажите, пожалуйста, как на вас нападали? Я же рассказывал. Вы что, не записывали, что ли? Ну, ещё раз. Вдруг какие-то подробности вспомните. Подробности. Первый раз на меня напали на пустыре и сбили, второй раз педали по голове и чуть не задушили моим собственным медальоном. А вы уверены? В том, что меня чуть не задушили, а след у меня на шее. Так, простите, а позвольте разглянуть на медальон. Да, пожалуйста. А расскажите, пожалуйста, откуда этот медальон у вас и что это вообще за медальон? Спасибо. Это подарок. Дед незадолго до смерти мне его подарил. Вот я его с детства и ношу. А, да. Я же его снимаю только в ванной. Кстати, когда на меня в первый раз напали, я его дома забыл. А во второй раз? А во второй раз он был на мне, но сосед вовремя вышел. Выходит, он мне жизнь спас, этот медальон. А. Что, Юрий Семенович? Он должен открываться. Хотите, я покажу, как? Нет, спасибо, я уже сам догадался. Вот что значит специалист. Ну что? Юрий Семенович, так это перевернутый Квисланд. Мне ее в союзе филателистов в каталоге показывали. Что, тот самый что? Ну да, она самая. А еще говорили, что в России нет. Так что, марка дорогая? Если настоящая, то очень. Поздравляю вас, господин Павлов. У вас на шее висело целое состояние. И вас не душили, а пытались сорвать медальон. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь знал о том, что в медальоне есть марка? Никто. А, ну, Верка жена моя бывшая. Она говорит, марка же испорченная. Да, говорит, ее выкинем и ставим туда наше фото. Я говорю, нет. Надо дедовский наказ исполнять. Правильно, правильно сделали, что исполнили наказ. Мы у вас заберем медальон на некоторое время. Не переживайте, мы оставим вам расписку. Все будет в порядке. А чай? В следующий раз, в следующий раз. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Не волнуйтесь, все будет хорошо. До свидания. А как же… Ну что, все начинает проясняться. Надо встретиться с его бывшей женой. Как ее зовут? Верка. Ну вот, надо выяснить, что она, с кем она, ну все как обычно. Ну, мне заняться, да? Нет, я позвоню Максу и Ромке. Пускай они это делают, чтобы… Стойте, подождите! Что такое? Вы что-то вспомнили? Знаете, сейчас вот прям в мозгу стрельнуло. Когда на меня в первый раз напали, у него на руке татуировка была. Лилия. Лилия – это имя? Нет, ну это как у милетих трех мошкетерок. А где на руке-то? На правой руке. На правой? Точно? Точно. Спасибо. Это поможет вам его найти? Конечно поможет, безусловно. Спасибо огромное. Я если что вспомню, я вам еще скажу. Да-да-да, обязательно. Всего доброго. Э, Марочку, не потеряй. Чаю. Что? Саш, ты что зашла, хотела что? Скажи, пожалуйста, в твоей практике был такой случай, чтобы воровали марки? И марки, и доллары, и рубли. Нет, я имею в виду почтовые марки. Ну, я с этим не сталкивался, хотя было одно дело, до революции один коллекционер. Подожди, давай оставим царскую Россию в покое. А вот как ты думаешь, из-за марки убить могут? Смотря сколько она стоит. Ну, очень много. Тогда могут. А скажи, по-твоему, коллекционер сам это будет делать или наймет кого-нибудь? Ну, при таких больших деньгах, конечно, наймет. Потом коллекционеры – люди очень нервные, очень тонкой такой душевной организации. Я тоже так думаю. Чего ты ничего не понял? Итак, у нас есть очень хороший мотив для задержания. Сейчас. Точно. Здравствуйте. Приветствую. Добрый день. Я смотрю оживленные беседы. Здравствуйте. Вводите в курс дела. По бывшей жене Павлова ничего, она не привлекалась. А вот ее нынешний муж – это совсем другое дело. Хромов. Георгий Павлович, ранее судим, сидел за валютной махинацией. Сейчас работает брокером на валютной бирже. Вот страна. Раньше за это сидел, теперь этим деньги на жизнь зарабатывает. А этот брокер сидел с рецидивистом. Этот рецидивист – некто змей. В миру Борис Титов. Разыскивался за грабеж, недавно вышел. Это я в архиве нашла. То есть вы хотите сказать, что Хромов нанял этого змея? А ты знаешь, здесь интересная штука получается. Отец этого Хромова был очень известный филотелист. Он мог знать о коллекции антиквара. А что, если сынок решил продолжить дело папы и собрать всю коллекцию воедино, а? То есть из коллекции взял у антиквар часть, отхотела Павлова? Хитрый мужик. Вот мы чего думаем. Надо брать этого змея, колоть. И если расколем, то будет повод для задержания Хромова. Но брать – это хорошо сказано. Адрес вы пробили? Адрес-то есть, но он там предпочитает не появляться. Но мой информатор сказал, что он регулярно с друзьями бывает в банном комплексе на Соколе. Что значит регулярно? Как раз завтра он там будет. Банный комплекс – это хорошо. Ну что ты раньше времени-то? Ну-ка давай, отрабатывай. Давай вот так, язычком давай, язычком. Вот так, вот так. Ладенький. Вот так, вот так. Все, оставаться на местах! Руки! Привет, ребят, с легким паром. Что от нас нужно нашей доблестной милиции? Вот лично от вас ничего не нужно. А вот господин Змей поедет с нами, обсудим его увлечение филателлией. Что за дело? Пакуйте их. Ну что, Титов, поговорим? О чем? Я и ничего не делал. Ну, в общем, ваше участие в убийстве антиквара Лотмана можно считать доказанным. На ручке входной двери обнаружена кровь. Экспертиза докажет, что эта кровь ваша. У меня третья группа. У всех такая же. А при чем тут группа? Существует генетический код ДНК. Ошибки не будет, если кровь ваша. Я это слышал. Ну что ж, это другие понты. Ну и чего? Был я в квартире антиквара. Он приглашал меня в качестве этого. Эксперта по безопасности. А по палец я раньше порезал. Да, я его и пальцем не тронул. Какого эксперта? По какой безопасности? Вы забрали у антиквара Лотмана марки и деньги. Да какие марки? Я что, ребенок, что ли, марки-то играть? Что, вон у меня дома облак устроить, ни одной марки не найдете. Никто не сомневается, что там ничего нет. Уже давно все у заказчика. У какого заказчика? У того самого, который вам заказал снять медальон с Павлова. С какого Павлова? С того, на которого вы покушались. Да я не знаю никакого Павла. Он вас опознал. Не добиток. Ну, ладно. Каюсь. Мужичка почистить хотел. Медальончик отпад. Медальончик отпад. Медальончик отпад. Какого заказчика? Да никто мне ничего не заказывал. По бедности я, по бедности. По бедности. Огорчайте, огорчайте. Хотите всю вину на себя взять? Есть варианты? Одно дело, если вы сами планировали покушение и убийство. Другое дело, если действовали под давлением. Под давлением? Угу. То есть, меня заставили? Да. Принудили. Ну да, да. Два раза принудили. То есть, вы хотите сказать, что вы сами ничего не планировали, а выступали в роли простого исполнителя? Ну, причем простого? По принуждению? По принуждению. И чтоб вам было совсем хорошо, мы знаем имя вашего заказчика. Это… Хромов. Георгий Павлович. Хромов Георгий Павлович. Знакомы вы с ним по зоне. Когда Георгий Павлович узнает о том, что вас арестовали, он найдет нового исполнителя, только закажет вас. Потому что кроме вас его сдать никто не мог. Чего это я… Устал. Короче говоря, решать вам, Титов. Но только чем дольше вы здесь будете сидеть, тем больше вероятности, что об аресте вашем узнает Хромов. Сержант! Уведите задержанного. Есть. На выход. Одних показаний Змея на Хромова мало. Почему? Да потому что на суде он от своих показаний может отказаться. А если нет, рецидивист – свидетель ненадежный. Тут его слово против слова Хромова. Надо Хромова брать с поличным, когда он будет Марку передавать. А Змею нужно послать к нему с микрофоном. Он же не знает, что Змей у нас. Но это все завтра. Пока. До свидания. Я только тебя очень прошу. Если начнут бить, сделай все, чтобы не попали по микрофону. Ничего себе. Значит, по мне можно, а по этой штуковине нельзя, да? Именно так. По тебе можно, по ней нельзя. Так, давай проверим. Скажи что-нибудь. Давай, скажи что-нибудь. Ну, могу. Раз, два, три. В натуре работают. В натуре поехали. А медальон? Он у меня, потом получишь. Поехали. Он вошел. Слушаем. Присаживайся. Принес? Принес. Правда, пришлось действовать, как в сказке про красную шапочку. Съел вот бабушку на смерть. Про красную шапочку это он хорошо. Да, очень мило. Не мешайте, ребята. Показывай. Папки покажи. Змей, ты меня что плохо знаешь? Все есть. Показывай. Ну, смотри. Что это? А ты позови хозяина. Он и появится. А мне пора. Вот урод. Скинул микрофон. Ребята, объект делает ноги. Включайтесь. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Вот так! Отбегло! Вот доедолго! Ручки? Спокойно! О-о-о! Ну, и куда ты, ясный сокол, бежать собрался? А куда ж с деньгами-то бегут? За границу. За границу. Это хорошо. Это даже очень хорошо. Пакуйте, ребята. Пошёл, пошёл! Границу моё. Ну, и зачем ты бежал? Бес попутал. Сами же марочку-то дали. Кто сказал, что дали? В медальоне ничего не было. Ну, вот я и говорил. Бес попутал. Так или иначе, господин Титов, но ваши действия тянут на хороший срок. А помощь следствию? Ну, ты нахал. Мы за тобой гонялись, это тоже помощь? Хромова-то я вам сдал. Да, Хромова сдал. Сержанта, уводите. На выход. Чё? Садись. Господин Хромов, ваша любовь к филателии затянула вас очень далеко. Эту гадину Лотмана давно надо было убить. Он моего отца ограбил и до смерти довёл. Павлова тоже надо было убить? Зачем? Зачем этому идиоту перевёрнутый Квисланд? Он даже название этой марки не знает. Эта марка всё равно потеряна для общества филателлистов. А вы хотели осчастливить мировое филателлистическое сообщество новой коллекции. Хватит врать. Вы просто хотели загнать это. И потонуло бы это где-нибудь за кромах какой-нибудь заграничного коллекционера. Потому что вы бы не смогли доказать чистоту происхождения коллекции. Несите бумагу, я всё напишу. Бумагу? Это хорошо. Это хорошо. Ну ты видишь, куда летит? Да ну… Господа сыщики, дело закрыто. Можем отдыхать. Что ж теперь с марками будет? Одну Павлову, остальное вдове как положено. Вова вдова теперь будет гоняться за Павловым. Впрочем, не одна вдова, он теперь мужчина состоятельный. А может он просто женится на вдове? Ну, она хоть женщина в летах, но вполне видно. Продадут коллекцию, заживут в своё удовольствие. Да это вряд ли. Вдова никому не даст пожить в своё удовольствие. Скорее Павлов станет у нас постоянным клиентом. При каждом чихе будет бежать и жаловаться, что его хотят убить. Слушайте, а давайте не будем отдавать Марку Павлу. Прекрасная идея. Ребята, разбогатеем. Ну ладно, богачи, пошутили и по домам. Всё. Здорово, мужики. Привет, Саша. Ну что, я вовремя? А ты всегда вовремя. Здравствуйте, Александр Николаевич. Так, а где Женька? Женька с американцами на встречу, у него там решается сегодня всё. Американцы — это хорошо. А Катя где? Фу! Где родственники из Магнитки приехали, она им Москву показывает. Понятно. Саша, привет. Здрасьте, Юрий Семёнович. Здорово. О, а Даштевич? Даштевич подъезжает, наверное, в пробках где-нибудь. Какие пробки вон на электричке? Ну, не знаю. Вот. Так они даются собраться вместе. То одно, то другое. Руки! Ну, что-то понюхать. Ну, что ты? Что скажет, экспертиза? Ну, что, пахнет мясом, но окончательное решение даст Даштевич. После вскрытия. Чем надо помочь? Так, Саша, ты давай просто садись отдыхай, а ты, Ром, займись чем-нибудь. Не на работе. Ну, порез что-нибудь, налей, ну. Я водочки налью. Ну, тогда уж всем наливай. Золотые часы не в моде. В моде платиновые. Мы с тобой не знакомы вроде, но мы были уже в беде. Не по возрасту скажут, юбка, не оглядывайся. Молодая еще не созрела в поросле. Радуйся. Да я не собираюсь жить, я не собираюсь жить, как кому-то хочется. И врагов еще прибить, взять и всех прибить. Руки чешутся. Да я не побоюсь любить, я не побоюсь любить, даже если колется. Ничего не просчитать, не угадать. Мысли месяца. Ой, красота-то какая. Вот едете, Александра Николаевна, свой Хьюстон? Хьюстон. Хьюстон. Скучать по нашей природе будете, там пустыня, и под гитарку не споёте. Почему? Там баночка. Женька, сейчас, извините. Да, Жень. Да, поняла. Поняла. Поняла? Всё. Что? Мы никуда не едем, Женька отказался. Что-то я не вижу радости на лицах. А чего нам радоваться? Я бы твоё место занял, Ромка бы моё. Катя моё. А я бы, наконец, на пенсию вышел. Какой ужас! Боже мой, какой кошмар! Ой-ой-ой. Ха-ха-ха! Ха-ха-хаXь. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Субтитры подогнал «Симон»